Добрый вечер, дорогие друзья! Рады вас видеть сегодня на второй уже конференции IT Non-Stop Днепро 2016. Хотела бы представить, наверное, людей, которые будут сегодня модерировать конференцию. Это я, меня зовут Лена Кузьменко, я PR-менеджер Днепровского офиса. И также наш технический эксперт сегодня Константин Марс. Он будет нам помогать задавать каверзные вопросы докладчиками, модерировать. А сейчас бы я хотела предоставить слово нашему HR-менеджеру компании DataArt. Расскажет немного о сегодняшнем конференции, в том числе частично, и также о компании. Пожалуйста, Стас, тебе слово. Ребята, всем привет! Привет! На самом деле, очень рады вас видеть сегодня, потому что с большинством из вас мы знакомы давно. С некоторыми познакомились только сегодня. Но очень приятно, независимо от того, насколько мы близко с вами знакомы, что у нас объединяет всех одна цель. Цель шариться знаниями, шариться опытом, шариться интересными подходами. И этим очень подходит наша конференция IT Non-Stop даже к DataArt. Поэтому всех очень рады видеть. Хотелось бы обратить внимание, что вот сзади вас, когда вы проходили на регистрации, есть HR-зона. Если у вас будут вопросы относительно HR, либо компании DataArt, мы с удовольствием вам расскажем, поделимся и даже подарим какие-нибудь подарки. Поэтому подходите, вам приятного дня и пользы. Всем спасибо. Да, сейчас мы с Костей расскажем несколько слов вообще о конференции. Я бы хотела уточнить такой момент, что сама конференция IT Non-Stop, она вообще проходит в разных городах Украины, где есть офисы DataArt, соответственно, в том числе в Польше и в России. В этом году первую конференцию открыли 16 апреля. она происходила в Воронеже, потом долгая история была с Одессой, Львовом и наконец-то мы пришли все-таки в Днепр. Следующая конференция, кому интересно, будет в Киеве. Тема этой конференции будет JavaCraft. Кто интересуется Java и хочет узнать много интересного об этом, всячески рекомендую. И сейчас Костя расскажет вообще, почему так называется. Возможно, вы видели, да, и здесь написано Case After Case. Это слоган IT Non-Stop. Костя расскажет, почему же именно это так? Почему выбрали? И мне придется что-то придумать. Да, на самом деле Case After Case – это тема глобальной серии конференций IT Non-Stop. И ключевая идея IT Non-Stop в том, что разработчики и менеджеры рассказывают о ключевых примерах использования их технологий на реальных примерах. На реальных примерах из реальной девелоперской жизни. И, собственно, поэтому Case After Case – случай, пример использования за примером использования. Наша конференция имеет тему «Brand Action». И мы надеемся, что сегодняшние доклады позволят вам почувствовать, как принести действие и повысить свой профессиональный уровень быстро, эффективно и, в общем, уже сегодня. Спасибо. Да, Костя прям взорвал зал своим питчем. Да, я бы хотела рассказать, наверное, детали конференции, что нас сегодня ожидает, какие у нас есть призы, возможности и вообще вход действий в наших дальнейшем. В первую очередь, на сегодня, конечно же, ждет шесть великолепных экспертов в разных областях, которые поделятся своим опытом и знаниями. Да, нас много ждет совместного общения вместе с этими людьми и между собой. Это прекрасная возможность познакомиться, поэтому не теряйте ее. У вас есть бейджики, сразу можно подойти и не спрашивать, «Эй, ты, как тебя зовут?» Уже увидеть имя. Вот. Нас ждет также много подарков и сюрпризов, как о компании DTR, так и от наших партнеров и спонсоров. Вот. Хотела бы, наверное, поблагодарить. Да, их много, но я все-таки должна перечислить. Хочу поблагодарить наших партнеров. Это и учебный центр Level Up, и компьютерная академия ШАК, учебный центр Kubernetes Systematics, это IT, VDN, образовательный видеопортал, академия IMT. Я сейчас расскажу про каждую из них, что вы можете получить от этого. Вот. Это образовательный хаб спалах, IT-кластер, IT-днепро, SQL User Group. Вот. Это Google Developer Group, Днепро. Костя является сооснователем. Потом расскажу также. Вот. Компьютерная академия ШАК, рекордивное агентство Indigo, конференция PHP Framework Day. Компания InFly, это очень интересная компания, которая занимается обучением пилотирования на квадрокоптерах и мини-коптерах. Возможно, вы уже увидели там стенд, можно будет попробовать. Об этом всем расскажу. Также компания 42 Magnets, и также наши гастромические партнеры, это Mahno Pub и Cotton Bar. В общем-то, расскажу про призы, кратко постараюсь. В течении у вас есть у каждого анкетка обратной связи, это общая анкетка обратной связи о конференции. Вот. Мы по этим призам будем разыгрывать призы от партнеров и также призы от компании DataArt. Пожалуйста, в конце конференции запомните, и возле стенда HR, там где PlayStation вы видели, точнее Xbox, мне будут ругать, там есть такой барабан красивенький, или можно дать любому человеку, который находится в такой футболочке, дать анкетку, и потом разыграем призы обязательно. Вот. Также у нас, уже кто успел поучаствовать, есть возможность собрать Tangram. Это головоломка, которая является символом DataArt, да, это логотип. Вот. Разобрать разные фигурки, сделать публикацию в социальных сетях и получить за это также приз. В том числе и сам Tangram. Вот. Поэтому активно участвуйте. Девушки, я думаю, вас там уже завлекли многих, поэтому постите фотографии и выиграйте призы. Да, хотела сказать, что здесь есть очень важный момент, без которого конференция не обходится. Здесь есть свободный Wi-Fi, минор она называется, он без паролей. Поэтому, надеюсь, вопросы насчет этого не возникнут. Вот. Официальный хэштег нашей конференции – AT non-stop. Поэтому постите, будете выигрывать призы. Вот. Наверное, пора начинать. Слишком заговорилась, поэтому хочу представить вам первого нашего докладчика. Я еще по ходу, конечно же, буду модерировать, рассказывать, напоминать о всех призах, которые мы можем выиграть, также о возможности программы и тому подобное. Хочу представить первого докладчика. Он уже возле меня стоит. Это Костя Марс. Он является синером Android-разработчиком компании DataArt, также одними сознавателем Google Developer Group в Днепропетровске. Вот. Костя нам сегодня расскажет про Android Wear 2.0. Вот. Костя, тебе слово. Пожалуйста, поприветствуйте Костятина. Раз-раз. Раз-раз. Меня слышно. Всем привет еще раз. Представлять себя не буду. Меня уже представила Лена. За что спасибо. Смотрите, используйте обязательно хэштег, делайте фотографии и активно участвуйте во всем, что вот только что озвучила Лена, потому что презентация – это хорошо, вы пришли ради знаний, но честно вам скажу, по своему опыту посещения конференций и как докладчика, и как просто гостя, там можно найти очень много полезного на будущее. И не только работу, но и какие-то полезные связи. И даже квадрокоптеры. Итак, я буду рассказывать про Android Wear 2.0. Скажите, кто здесь имеет часики под Android Wear? Можете поднять руку. Кто-то есть. Хорошо. А кто из вас является Android-разработчиком? Хорошо. А кто пришел найти нон-стоп? Еще не все проснулись. Отлично. Да. Это весной. Команда из DataArt и команда GDG Dnepro были на Google I.O. Это крупнейшая конференция от Google. И, в общем-то, на этой конференции обычно анонсируются самые крупные новинки в Android-разработке на грядущий год от Google, от автора. И мы видели там много разных часиков. Часиков, часиков, еще часиков. И даже сфотографировали свой все Google, но не важно. И, как обычно, на этой конференции Vice President of Engineering отдела Android VR Дэвид Синглитон анонсировал, что новое обновление Android VR версии 2.0, мажорное обновление 2.0 принесет нечто такое бомбовое, чего просто просто никто не ожидает. Это будет настоящий экшен. И, к сожалению, я не могу вам показать видео, но во время его презентации он показал видео в рекламу одних из часов, нового поколения, которые будут поддерживать новый стандарт Android VR. На этом модели, кажется, называется Nixon Mission. Главной фишкой этой рекламы было то, что люди с часами под Android VR занимаются спортом, занимаются лыжным спортом, сноубордингом, плавают, ныряют, просто, ну, то есть, просто везде и повсюду, вот, начиная от своего гаража и заканчивая какими-то мега соревнованиями спортсменов, они с часами. Причем с часами, не просто часами, которые показывают время или ваши шаги, а с часами реально умными, которые могут очень и очень много. И первый вопрос, который возникает у человека, который, если все-таки такой найдется, кто писал под Android VR первого поколения, как можно использовать часы повсюду. Потому что на беговую, на пробежку я не возьму с собой телефон, например, ну, на нормальную пробежку, спортивную, не на утреннюю. Да, на какую-нибудь там винстерфинг жалко брать с собой шестой айфон, фу, сори, шестой айфон, шестой айфон, шестой неxus. Ура, вы проснулись, отлично. Да, телефон мешает. И такие часы принесут что-то, какую-то независимость от телефона. Итак, что же в Android VR 2.0? С вами было такое, что вы где-то сидите и думаете, блин, как плохо, что я забыл телефон. Мне нечем заняться. Нет интернета. Кошмар. И некоторых это приводит в ярость. У спартанцев телефонов не было. Сори. Так вот, самой большой проблемой Android VR 1 было то, что часы Android VR разрабатывались как приложение к вашему телефону. Это целиком разумно. Многие часы, такие как Pebble Watch и Apple Watch, они являются дополнением к вашему телефону. По ним нельзя звонить. С помощью них выход в интернет достаточно ограничен, потому что выход в интернет возможен только через телефон, опять-таки, с помощью определенных API-ов. API-и эти реализуются с помощью Bluetooth. Вернее, Bluetooth Low Energy. BLE. Так вот, изначально Android VR разрабатывался для вот этой вот связочки, которая называется умным словом тедеринг. Кто-нибудь из вас использовал Wi-Fi тедеринг? Ура! Итак, Wi-Fi тедеринг вам немножко знаком. Это когда вы раздаете свой интернет через Wi-Fi со своего телефона например, другу или на другое устройство. Так вот, этот самый тедеринг давал доступ к интернету и к сетям на часах через Bluetooth. Теперь этого может не быть. Может. Это такая оговорка, потому что обновление Android VR 2.0 получит многие часы, практически, наверное, все часы, кроме самых первых LG, которые не имели кнопки боковой, но об этом чуть позже. И это обновление даст возможность использовать не только Wi-Fi, но и в общем-то LTE и в общем-то сеть. Здесь маленькая оговорка. Доступ к Wi-Fi есть в Android VR 1. Насколько вы, наверное, слышали, был апдейт буквально через пару месяцев после широкого распространения Android VR 1, который принес поддержку Wi-Fi и в общем практически можно было писать приложение, которое имеет доступ к интернету там, где есть Wi-Fi. Эту функцию используют для того, чтобы найти свой телефон, если вы телефон свой потеряли далеко, там не добивает Bluetooth. Сейчас вот эти вещи будут доступны из API и в общем-то будут равноценными. Это очень круто. На самом деле это очень круто. Есть на сегодня на официальном сайте Google Developers вы можете скачать превью из ДК и скачать превью-версию, превью-имиджи операционной системы Android VR 2.0 для двух часов в мире. При том, что моделей огромнейшее количество. Одна из таких моделей часов это LG Watch Urbane Second Edition. Скажу приятную новость, вчера в Цитрусе видел. Так что уже у нас в Украине появились. Когда-то приходилось с трудом их заказывать из Штатов или привозить их. И вторая модель это Huawei Watch. Одна интересная вещь. То, о чем я говорил на предыдущем слайде про наличие поддержки LTE, она есть на сегодня у LG Watch Urbane Second Edition. У Huawei насколько я знаю такой возможности нет. Это связано с тем, что вы не можете в Huawei вставить сим-карту. Собственно, то же самое будет с другими часами, которые позже получат эту самую поддержку. Что еще придет с возможностью иметь доступ к интернету непосредственно с часов? То есть вот. Да, кстати. Вот означает, что вы их не забудете. Они у вас привязаны к руке. Большой вероятностью вы с ними проходите целый день. Так вот, вы получите доступ к отдельному маркету. Во всяком случае это анонсируют. Анонсируют, потому что пока месть в превью, которая стоит на моих часах, этой функции пока еще нет. Но в будущем анонсируют. Пойдем к технике. Хватит. Я вижу, вы устали. Скажите, что такое complications? Хорошо. У вас есть часы G-Shock или какие-нибудь Casio, у которых есть кроме стрелок вот этих, есть еще какие-нибудь штучки такие маленькие? Там, что-то показывает секундную стрелку. Время в Сан-Франциско. Окей. Да, смотрите. На многих часах с давних времен люди старались добавить что-то дополнительное. То же самое было с Android VR1. Многие WatchFaces, это вот эта вот штука, которую вы видите на экране часов, они содержали дополнительную информацию. Это очень круто. Вы, как программист, можете написать себе WatchFace, который вам нравится, отобразить там логотип IT Non-Stop или DataArt, например, любоваться им, вспоминать о том, что вы были на IT Non-Stop, а можете видеть там какую-то еще полезную информацию. Например, заряд батареи, количество шагов, время в Сан-Франциско. Что там еще? Дату. Да, дату, кстати, стандартные часы, то есть дата это дополнительная информация. Все эти вещи в Android VR1 реализовывались программистом. То есть вам нужно было нарисовать, придумать, как вот эта штука будет отрисовываться, реализовать это с помощью каких-то методов рисования на конвасе и организовать обновление данных. И еще иметь доступ к API, который вам дает вот эту информацию. Вы знаете, это на самом деле большая работа. Когда я посмотрел, сколько WatchFace было выпущено за последний год, которые реально люди в Штатах покупают. Покупают за 2 доллара, за 3 доллара. Вы знаете, огромное количество человека часов потрачено на реализацию вещей в общем-то одинаковых. Заряд батареи, заряд батареи. Что там? А, там заряда батареи нет, там есть заряд батареи. Заряд батареи. Каждый из этих разработчиков разрабатывал функции для того, чтобы это отобразить, вычитать эти данные, еще и как-то отформатировать этот заряд, чтобы это была не цифра, а что-то там с процентами или нет. Это одинаковая работа, проделанная разными людьми. Android Wear 2.0 приносит значительные облегчения разработчикам WatchFace. Эта вещь называется Complications. Complications – это участки на экране ваших часов, которые вы можете использовать для вывода какой-то дополнительной информации. Тут даже пример есть. И да, можно почитать про то, как мучились люди за время разработки механических часов над Complications'ами, они провели огромное количество экспериментов. Что можно будет отобразить с помощью этих самых Complications'ов? Можно будет отобразить короткий текст. Это логично. Можно будет отобразить длинный текст. Это тоже логично. Вот примеры длинного текста. Обратите внимание, что, ладно, может быть, где-то еще будет скриншот. Длинный текст не обязательно такой формы. То есть на самом деле вы можете форму задать сами у себя в WatchFace'е. Чуть позже. Можете отобразить Rangeed Values. Чтобы показать, что такое Rangeed Values, вот Rangeed Values. То есть у вас это значение, которое имеет, ну, как бы это какое-то значение, 57%, да? Но максимальное у него тоже есть. То есть вы показываете в каких-то пределах и можете показать какой-то прогресс. Вы можете показать картинки. В отношении картинок тут интересная ситуация. Я просто участвовал в небольшом проекте, в общем-то, именно с вот компликейшенами для Android Wear 2.0. И фишка в том, что первая мысль, которая есть, иконка, это, наверное, вот эта штука и все. На самом деле ничего подобного. Иконку можно добавить к тексту. И вот это вот, и к короткому тексту, и правила заданий, скажем так, комбинации иконки и текста, они довольно-таки там не все так элементарно. Идея в том, что как бы вы, подавая свою информацию, вы можете подать к ней какую-то дополнительную, вот поясняющую. Чуть позже покажу пример кода. Да, и Big Picture. Big Picture это, собственно, можно ляпнуть вообще на весь экран. Вот у вас будет Big Picture. Как заявил Google, и многие разработчики из американских компаний мне говорили, что о, круто, будет 8 компликейшенов. Можно на стандартных часах использовать. Я думаю, где, как? Если мы вернемся к предыдущему слайду, у нас здесь 6 по кругу. Ну, куда еще? Еще 2 втулить-то. Маленьких можно сделать. Вот. На самом деле, ключевая идея в том, что 8 компликейшенов это 6 по кругу, 1 по центру и 1 сам экран. Причем сам экран тоже считается компликейшеном. В стандартных WatchFace типа Elements Analog вы можете задать просто картинку в качестве фона. Это тоже считается компликейшеном. Посмотрим немножко на код. Все уснули? Кто на эти нон-стопе? Отлично. Кодить их достаточно просто. Главное понимать три, наверное, ключевых момента, которые вам надо сделать. Первый момент это идентификация вашего компликейшена. То же самое, что вы делали бы вручную. Вы бы нарисовали этот участок на экране и вы бы как-то его идентифицировали. Точно так же при использовании API для complications вы должны задать им какой-то ID-шник. 0, 1 и так далее. Все просто. В примерах от Google вы просто набираете массив из этих участков и все nice. плюс вам нужно указать какие типы будет поддерживать конкретный complication. С чем это связано? С тем, что ладно, на этом слайде. С тем, что вот это, например, short text вот это, скорее всего, просто иконка без текста. И если вы будете пытаться запихнуть текст сюда то, скорее всего, у вас что-то там пойдет совсем не так. На практике так оно и происходит. Второй момент. Вам нужно понимать как обновляются complication. Если раньше все писалось ручками и вам надо было в своем watchface писать процедуру апдейта, кучу каких-то механизмов, которые фильтровали, какой конкретно complication вы апдейтите, то сейчас все просто. Вы привязываетесь к так называемому провайдеру есть провайдера? Нет, пока еще провайдера. Вот, есть провайдер, да? Вы привязывались к конкретному провайдеру, этот провайдер поставляет вам данные и он задает правила обновления. Причем каждый провайдер может иметь свои правила обновления, но вы конкретно это не кодите. Это все задано уже в провайдере. Единственный момент первого обновления, вот первого вызова on complication data update происходит тогда, когда вы выбрали провайдер. Собственно говоря, вы просто хотите задать первое значение. Здесь все достаточно просто. Да, как это работает? Как это работает? Complication data, да, вы храните какие-то данные о ваших complication в каком-то массиве и вы туда сохраняете. Обратите внимание, на апдейте мы не производим такую прям прорисовку вручную хардкодом, нет. мы получаем данные complication это тип complication data мы сохраняем их в какой-то массив до момента обновления и вызываем invalidate. Кто рисовал на конвасе в андроиде? Ура! Кто-то уже знает. Да, что такое метод invalidate? Это сказать системе, что надо бы что-то обновить и подождать, когда система это обновит. Итак, система будет обновлять и мы придем в метод draw ondraw sorry, я не стал весь метод тут переводить, потому что он просто не влез бы на экран. Рендеринг производится в методе ondraw собственно так же как при рисовании на конвасе в любом view который вы рисуете и да, вы тут получите даже конвас на котором можно рисовать. Вам необходимо будет каким-то образом выбрать из массива complication тот id, который вы обрабатываете. Самый простой вариант пробежаться по массиву по id-шникам. Выбрать complication data который вы уже запомнили потому что эти complication data могли прийти ну скажем так не в тот момент когда вы отрисовываете когда-то раньше но явно не позже. Почему не позже? Правильно, потому что у вас не будет данных если они придут позже. Вы нарисуете и тут ничего нет. Отлично. Итак, проверить типы да, потому что если вы будете пытаться рисовать тип иконка а там у вас нет иконки а у вас есть short text или тип image а там у вас short text то скорее всего вы не получите этой иконки получите null и хотя бы поставьте там проверку на null но вполне возможно что у вас просто crashness потому что там таких данных нет поэтому нужно проверить вот этот вот блочок нужно сделать с проверками и после этого из complication data вы берете short text то же самое можно get icon или что-то еще обратите внимание это еще не string опа не string это это complication text потому что из этого complication text еще нужно добыть текст и в общем у него могут быть какие-то другие параметры о других параметрах рассказывать не буду они нам сейчас не актуальны но тем не менее помните что там придет вам не string а особый тип данных специально разработан для этого опиа так вот мы поговорили о том что андроида отдельно отдельно у нас есть провайдер вернемся к провайдеру дата провайдеры это новый класс объектов предназначенных для того чтобы поставлять вам данные поставлять данные причем по центру будет стоять android.vr 2.0 цифру 2 забыли android.vr 2.0 будет разруливать с помощью внутренних своих API разруливать каким образом какие данные вам будут приходить это как раз вот те таймеры и все остальное обратите внимание здесь у нас текут complication data все очень просто данные текут от провайдера к watchface но update request почему-то идет в обратном направлении и не от watchface в чем же дело а дело в том что data provider поставит скажем так обеспечит вас данными только по определенным правилам то есть либо через определенный интервал либо согласно каким-то внешним факторам ооо батарейка села наверное похоже да а вы могли бы переключить слайд если можно потому что я не могу о отлично так смотрите еще одна вещь связанная с вот этой схемкой провайдеров может быть много точно так же может быть много watchface эмблемка live sum приложение которое считает сколько вы съели калорий google особо отмечает такие приложения потому что google fit сейчас умеет очень много практически все а вот но как заявляют разработчики из google считать калории пока еще не умеет поэтому провайдер внешне стороннего разработчика обратите внимание что как бы его очень хорошо рекламируют потому что это одна из первых компаний которая поддерживает дата провайдеры непосредственно для watchface в том числе и угловых итак что же происходит внутри дата провайдеров внутри дата провайдеров все очень просто это сервис кстати watchface это тоже сервис этот сервис описан в манифесте что такое манифест файл поднимите руку кто знает отлично а кто устанавливал intent фильтры в манифесте отлично итак фильтры да фильтры будут служить для того чтобы фильтры методаты будут служить для того чтобы задать параметры вот этого самого провайдера что можно задать можно задать значок вроде бы мелочь но без этого значка вот здесь вы вряд ли узнаете что там за данные значок очень помогает что нужно еще задать нужно задать update request action complication update request параметр который говорит о том что ваш провайдер ваш сервис не будет просто каким-то сервисом будет сервисом работающим с конкретным action am intent фильтры знакомое слово что еще провайдер config action на самом деле эту штуку не реализовывал но то что знаю вот вот эти провайдеры вы их тоже можете конфигурировать пока есть неизвестно как но принцип будет точно таким же как для watch face если вы можете поменять цвет какие-то настроек или те же самые complication дополнительной активности которые не является watch face точно так же провайдер может быть настроен отдельно идем дальше и конечно же поддерживаемые типы в методате вы должны будете указать все типы которые ваш провайдер поставляет почему это важно важно потому что если вы вот здесь при выборе если пользователь вот здесь при выборе вашего провайдера хочет найти данные для кружочка не длинного текста не лонг текста short текста да для кружочка маленького он думает я сейчас в этот маленький кружочек хочу поставить там сумму съеденных вами калорий сегодня а вы не указали тип то он там не найдет ничего потому что watch face configuration activity вызывает с помощью интента список вот этих вот доступных провайдеров и если у вас провайдера не задекларировался правильно то его нельзя будет найти и он как бы должен совпадать с тем что пьюзер хочет на самом деле не суть важно пока не доберетесь до кодинга этой штуки компаний три действия которые делает провайдер да справедливо все очень просто есть в три действия одно действие это активация complacent а этот первый момент когда мы должны подать первые данные может быть это пустые данные может быть там у нас правдора пока еще вообще ничего не знает о том чего съели вот но при этом у должен что-то сказать допустим не известна тоже нормально вполне натом triage на кивей тот но он комбинат af dirt произойдет собственно обновление вашего комбината на деактив 스� Smith нужно отписаться может быть нужно нужно отписаться может быть нужно погасить подписку под какие-то источники данных как google fit например или intent который будет слушать вашу батарейку все просто и да еще немножко сложного кода скучного кода саре он комплект еще нам дает внутри это как бы главный метод вообще который работает вам тут тоже надо будет внимательно обращать внимание на типы типы которые поддерживаются потому что ваш провайдер может поддерживать несколько типов опять-таки матчин да то есть несколько типов провайдера несколько типов у комплекейшена и что слать конкретный тип например у вас есть процент от батареи да там 50 процентов если здесь будет short текста всякие если тут будет лонг текста может быть надо написать 50 словами я уже вижу зевающих зале идем дальше тоже скучный слайд не знаю чем это да это о том что вам надо вызвать метод статический метод комплекейшен менеджер для того чтобы обновить ваши комплекейшен только после того как вы закончили все ваши обработки данных неважно если хотите спросите об этом да так вот немножечко картинок картинка вы сидите пьете кофе я где-нибудь в ресторане может быть вы сейчас на какой-то важной встрече вам пришла нотификация она белая человек который с вами разговаривает сразу посмотрел увидел все что там написано логично логично так вот android 2.0 да да еще и иконка поменяли чуть сделали меньше вот ну поменяли такие на самом деле в реальной жизни это прикольно потому что вот часы они темные обычно да и как бы на темном фоне там какой-то текст он все-таки менее заметен немножко менее заметь менять цвет не пока пока еще пока еще нет ждем следующей осенью нет следующей сной окей что поменялось с сообщениями и с мессенджингом просто нотификации вы уже видели она стала темной передачу к этому поменялся стиль нотификаций у стандартного мессенджера тех же хэнгаутов нотификации которую вы увидите это небольшая карточка с превьюшкой ну вернее вы видите превьюшку первый раз большую через какое-то время на скроется для того чтобы она вас не висела все время на часах пока вы ходите кто-то может подглядеть и там будет только значок значок иконка фотография вашего пользователя который вам прислал это сообщение в общем все круто достаточно конфиденциально и плюс поменялся вообще формат в котором можно вести переписку вот этот формат поменялся очень существенно в первую очередь он поменялся существенно потому что вы можете непосредственно из вашего сообщения если вы задали ему правильный стиль из вашей карточки нотификации дать ответ причем ответы кто-то смотрел видео с гугла и может быть кинот окей окей приятно хорошо смотрите на киноте показывали очень много внимания уделяли google ассистенту это такая новая крутая технология которая будет встроена в google home это типа штучка которая будет у вас стоять как как бутылочка воды дома и вы можете с ней разговаривать она вам выдавать подсказки все круто да но бутылочка не может кругу холм сможет было систем будет встроен в новые мессенджеры которые не такие как hangout hangout останется отдельно да там появится алоэ до которые смогут вам внутри вашей переписки с человеком да давайте это подсказки например сужая идем попьем кофейку идем попьем кофейку вам сразу мессенджере появляются подсказки можно пойти в такой ресторан в такой ресторан в такой ресторан и вы можете там прям сразу выбрать и типа идем попьем кофе копа там google assistant это очень мощный очень интеллектуальный движок поставляющий данные это это на самом деле круто это будет встроена в продукты google но разработчики во всяком случае разработчики android wear смогут это использовать непосредственно своих приложениях даже в нотификациях для этого достаточно указать вот такую штуку set allow generated replies и у вас нотификация вот эта умная она вот здесь в generated replies подскажет контекстно ориентированные ответы а не только да да или нет как было раньше а да или нет сейчас на следующих слайдах есть и так есть просто ответ есть интеллектуальный ты все это встроено в карточку карточка стала длинная она стала черной белой черной окей что еще добавилось из таких штук которые можно кодить стиль на девки шинком под стал месседжен стайл это тот стиль который вам нужно задать для того чтобы ваши нотификации поддерживали вот эту вот вот этот стиль длинный с реплаем и с дополнительными реплаями почему вообще вот это нужно ведь выйдет новый sdk поменяли бы все подряд очень многие часы будут долгое время многие вендоры будут но долгое время переходить на android wear 20 пока месть напомню есть только двое часов которые официально поддерживаются и для того чтобы ваши приложения в общем-то работали прекрасно с android в 1 и внезапно не начали давать кучу подсказок который может вы не хотите давать пользователю для поддержки android wear 20 вам придется немножко покатить на самом деле всем немножко для дальше я снова да я говорил я снова я снова это было ужасно это просто было ужасно это было единственный способ ввода это голосовой вот и так в android wear 1 у вас был только голосовой вот или при defined ответы абсолютно не интеллектуальные абсолютно не привязаны контексту вашего разговора и вряд ли я снова можно ответить на любой вопрос есть еще альтернативные вопросы знает такой альтернативные вопросы отлично так вот появились новые способы ввода с ними вообще магия особенно с вот этим и так появился аналог скрибу кто знаешь такое скрибл на apple watch нет хорошо вот это скрибл на apple watch только это называется handwriting в android wear так вот обе операционные системы обновленные в этом году будут поддерживать вот такую штуку вы можете писать все по экрану это будет транслироваться в текст вот так вот круто и будет отправляться когда будет закончено предложение будет отправляться вашему собеседнику очень крутая штука рекомендую активируется нажатием долгим нажатием вот этой кнопочки с клавиатурой потому что короткое нажатие будет активировать вот эту клавиатуру которые тоже кстати довольно хорошая но если у вас большие пальцы то это будет не очень удобно ну наконец интеллектуальные ответы которых мы говорили и так большая клавиатура какая классная вещь давайте подумаем если у нас экран не знаю там 320 320 наверно много ли там будет клавиш и какие-то должны быть маленькие пальчики или ноготочки чтобы все тыкать так вот фишка в том что новые часы которые поддерживают android vr 20 во всяком случае те которые пока мечет официально аттестованы гуглом они имеют разрешение экрана 480 на 480 и довольно таки нехилую плотность да еще они просто чуть чуть больше вот это вот разрешение 480 на 480 мне честно говоря напоминает о том что был когда-то из числа самых первых android смартфонов был такой samsung y dos кто-нибудь помнит такой телефон хорошо да да вы меня поймете там где разрешение было 320 на 240 или что-то около того и вот какая милота 320 на 240 первый телефон а тут 480 480 часть которая на запястье согласитесь тут как бы в два раза больше пикселов окей и так клавиатура возможно будет жить и возможно будет довольно удобной штукой кнопка как я говорил некоторые часы скорее всего не получат обновления до android vr 2 почему они скорее всего не получат потому что одним из ключевых концептов навигации и вообще юая android vr 20 является кнопка вот эта кнопка казалось бы чудом ней такого но разработчики google разработчики android vr решили что те действия которые вы делаете с помощью тапов нередко проще делать с помощью кнопки и в общем на нее большой упор пока месте эта кнопка открывает вот такое красивое меню которое полу дугой это меню в общем ничем не отличается от того которое было раньше но при этом она как утверждают разработчики из угол позволяет вам видеть больше по одной простой причине из-за того что траектория движения иконок искривленная вы видите как минимум на одну иконку больше плюс те иконки немножко мешаются по краям кроме того изменится движение для смены watch face of тот кто менял watch face и на android vr 1 знает что для этого нужно было нажать на экран нажать и подержать сейчас вы можете поменять watch face простым движением слайда в сторону раз раз и у вас появилась коллекция любимых watch face of которые как феверит у вас феверит закладки наверно в браузере который можете выбрать например вы хотите использовать там по выходным фитнес часы да у вас будет watch face google fit и например по будням вы хотите использовать часы которым показывает текущую дату и какой-нибудь там событие из календаря вы можете для этого настроить два отдельных watch face а или выбрать их и они у вас будут просто переключаться с помощью свайпа на самом деле довольно удобная штука но к сожалению если вы ведете активную жизнь или там кто-то кто-то вам к вам прикасается то скорее всего вот эта вот штука она будет немножко раздражать потому что будет переключать watch face и пока месте в android vr 2.0 в том превью которые я пробую эта вещь работает не очень стабильно но если скажем так если вот устранить фактор случайных касаний это на самом деле очень удобно потому что не нужно нажать и держать или ждать когда этот треснет экран под давлением пальца вот и ты четко видишь что происходит такие концепты как бы общий общих изменений в android vr 2 теперь немножко опять-таки к скучным темам разработки это у меня нет сцены и так сам а сам наверно сложным паттерном юая был 2d пикер это вот такая вот штука которую можно было настраивать по вертикали по горизонтали еще что добавлять и это на самом деле очень и очень такая штука нетривиальная в разработке и решили упростить точно так же как с черной темой предложили писать лаяуты вертикальные это на самом деле это круто зачем париться и будут силают и выглядеть примерно вот так это пример из google fit а как вы видите вертикальный лаяут он не обязательно совсем уж плоский да то есть это нету не просто сообщение это лаяут в котором можно поместить какие-то графики небольшие какие-то даже до четырех как бы отдельных дисплеев довольно таки много какую-то иконку то есть все довольно динамично и прикольно что поменяется еще из таких глобальных вещей на самом деле эти вещи более полезные для пользователя но когда вы строите приложение вам надо знать что там писать в этих лейаут когда что поменяется поменяется то что раньше у вас в часах вверху был такой дровер где можно было например включить беззвучный режим или режим театра сейчас эта вещь настраиваемая то есть для каждого своего приложения если у вас есть приложение вы можете настроить это дровер по-своему добавить удалить какие-то компоненты все очень и очень похоже на обычный телефон это вещь назвали navigation drawer тоже по аналогии с телефоном у вас есть viewport с основными данными у вас есть action drawer это та штука которую я уже показывал в мессенджинге все довольно просто и тривиально единственное что этот action drawer он тоже отдельно добавляется к вашему приложению вы там можете добавлять какие-то действия да одна особенность те действия которые здесь вы может быть разглядеть тут значок архивации удаления раньше это было в горизонтальном лейауте сейчас у вас горизонтального я отверху вертикального от внизу немножко сложнее в общем в xml это все выглядит так все очень просто 200 мы не буду приводить анимашки не работают поэтому представьте себе что все это двигается да тут ничего такого интересного это одно из действий которое может выпасть вниз из action drawer есть темная тема как вы заметили уже будет использоваться и приближаясь немножко концу давайте разомнёмся встанем хорошо все о отлично давайте давайте скажем ok скажем айти на стоп айти на стоп сядем и делаем еще так так раз 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 итак переходим к теме фитнеса тема фитнеса да без движения никак на самом деле часы это круто телефон это круто вы таскаете с собой это средство облучения которое испускает радиоволны и думаете зачем оно вам нужно зачем бросили его и ладно и пусть он где-то лежит но если вы занимаетесь спортом то google вас подцепит на свой крючок и apple вас подцепит на свой крючок ты был кто там еще мисфит фидбит и так производителей фитнес фитнес приложение и фитнес устройств достаточно много реально много все они работают с определенными базами у них базы свои у другие базы другие но они собирают ваши данные после того как вы встали сели проделали кита упражнения да кстати вот эта штука это вообще все уме бэнд она тоже кстати собирает мои движения и как бы на самом деле таких датчиков очень много многие люди это используют своей жизни кто-то для трекинга сна кто-то для трекинга движения кто-то для количества сожженных калорий устройств много хранение информации с этих устройств может быть где-то там неизвестно где а может быть централизованной базе так вот централизованная база это google fit фитнесу на google а я был посвящен целый стенд где лежали гантельки и вы могли не только встать присесть но и покачать гантельку посмотреть насколько это штука будет читать что такое google fit гуфит позволяет вам собирать ваши данные в централизованном месте например мой телефон может читать мое количество шагов но если его забуду мои часы будут читать количество шагов а если забуду где-то часы или у меня просто отберут где-то в переулке то вот эта штука тоже будет читать для того чтобы все эти данные которые собираются из разных источников были как-то агрегированы в одном месте и это не было хаосом который говорит о том что боже мой я наделал там сто пятьсот движений я вообще безумный марафонец чтобы все это было адекватным есть облако так называемый google фитнес-стор в которой собираются данные отдельно с мобильных девайсов с wearable девайсов отдельно с может быть показано веб-браузере google fit предоставляет 3 api на сегодня это опять сенсорс это то чем я вам говорил непосредственно датчики всех движений прыжков движений это рекорде на 5 это правило записи которые говорят записывать тогда или в другое время и это history api который позволяет вам вывести историю ваших движений вот теперь уже агрегированную из того центрального хранилища они просто разрозненную с датчиков и так все эти три вещи прекрасно работают они составляют экосистему google fit и все хорошо что же будет нового зачем команда google fit еще существует что ничьи не разошлись по домам появится новая 5 1 опять бит убит ну я думаю что в общем это хит как было так и есть да в этих часиках есть датчик для измерения пульса скажите кто измеряет свой пульс фитнес-зале после тренировки есть такие люди круто честно скажу я никогда не измерял до тех пор пока мне не получили не появились чисто с android вар но на самом деле это довольно таки показательные данные так вот для тех кто следит за пульсом будет выпущен api который позволяет агрегировать эти данные анализировать анализировать изменения в вашем здоровье в соответствии с изменением сердцебиение и давать какие-то рекомендации рекомендации это наверное немножко голоса пиай потому что как вы уже видели в google fit и как и во многих других фитнес приложениях вы можете видеть свою цель за день подвигайте 75 минут пройдите 5000 шагов что-нибудь еще в этом духе съешьте одно пироженка вместо трех тоже цель так вот команда google fit анонсировала что этой осенью они выпустят обновление которое позволит вам как бы собирать вот эти вот ваши среднестатистические или оптимальные целевые данные и предоставлять их в виде api для других приложений таким образом вы как разработчик сможете имплементировать вот такой экран поставить там свои цели в соответствии системы данными которые вам доступны на самом деле данных будет больше чем только шаги потому что к нам придет со следующего слайда что-то до последняя вещь которая сейчас сказать про файл api позволит собирать данные не у не залогированных пользователей и позволит это все дело сохранять скажем так для более для более собранных сведений о пользователе так вот да что то еще что то еще реал-тайм трекки думаю вы все видели сейчас google прекрасно распознает даже без часов с помощью телефона что вы ходите бегаете на велосипеде катаетесь когда на самом деле не катаетесь на нем но он тоже запишет что катаетесь вот есть такая штука как джим activity recognition это отдельная тема на самом деле и самое интересное что пока не скачать вот этот демо api еще нельзя в бете нельзя его попробовать но activity recognition обещает многое она обещает для тех кто ходит спортзал и занимается спортом целенаправленно чтобы не только сможете собирать статистику ваших сердцебиений не только сможете знать что вы идете или бежите но вы сможете знать какое упражнение вы делаете и не вводить изначально например здесь как вы видите на экране есть такой заголовочек confirm не чуз как в общем-то по логике вы делаете когда вы используете google fit сегодняшнего поколения а confirm то есть google fit за вас узнает что вы делаете с помощью сложных алгоритмов которые интеллектуально распознают ваши движения подберет упражнение которое скорее всего вы делаете и подскажет сори за как некачественный слайд это просто фотография с демонстрации google fit команды на google и они показывали вот то что вы 5 минут тому назад или 10 делали зале они показывали это вживую разработчики google выходили брали гантельки делали упражнения например бицепс карл и после этого им часы показывали вот такую штуку confirm exercise и показывали процент на самом деле там был процент и 80 процентов для другой демонстрации но вот вам пожалуйста есть бицепс карл сто процентов и 0 процентов того что этот лифт показывали на 2 пока месть упражнениях надо лифте и висок скроли но та штука которая в общем то грядет ближайшее время был фитом а на самом деле очень круто я думаю что многие оценят что не выбирать самому что-то там не клацать а пользоваться и просто получать статистику это здорово я подхожу концу и на самом деле это только начало всем большое спасибо давайте принесем нашу жизнь больше экшена больше действий давайте использовать технологии не только для того чтобы работать и писать скучный код а для того чтобы жить более богатой ярко и поможете задать вопросы или я уступлю место следующим докладчиком да ребята и кого есть вопросы пожалуйста задавайте их микрофон и вот у нас девушки есть тоня и ольга она будет помогать мы просто ведем онлайн трансляцию сейчас поэтому если ваши друзья и не смогли дойти в такую пасмурную дождливую погоду можете сбрасывать ссылочку смотреть также комментировать правильно я понял что эти часы они симкой и они не требуют телефона почти правильно на 50 процентов хорошо теперь вот по поводу всяких медицинских штук пульса и прочего то есть ну пульс это как бы все интересно но есть уже сейчас такие системы когда ставят датчики там на человека но неважно там на сердце как бы да и по блютузу это вся там есть приложение под android под iphone как бы да и как бы онлайн мониторинг ну там врач за тобой следит как бы система за тобой следит но то есть и можно ли будет написать такое приложение как бы под эти часы которая то есть подключение датчиков дополнительных то есть тех которых нету в самих часах там каких-то неважно как бы да ну и сброс этой информации туда куда надо там ну то есть как как в режиме обычного смартфон приложения то есть да как бы мы собрали а дальше делаем что хотим да можно будет есть отказаемый notes api он уже существует в android vr1 он позволяет вам подключать несколько часов и в общем то несколько bluetooth устройств через бле и передавать данные ну не только часов то есть вообще устройств тогда есть такая штука да в крайнем случае можете написать там бле какой-то свою свой драйвер грубо говоря драйвер да который будет собирать данные с бле и потом передавать вот носок добрый день у меня два вопроса скажите для написания для часов круглых и квадратных нужно отдельно делать или это все автоматически делается это один вопрос и также система гироскопа там автоматически или это нужно писать отдельно ну первый вопрос был насчет layout of да то есть для круглых и квадратных часов нужно ли писать отдельно либо не отдельно здесь во многом определяет ваше решение вы можете найти на google девелоперском информацию о том как правильно строить layout и там есть как минимум три подхода то есть есть подход отдельного написания есть подход использования watch face там layout и есть боксенсет layout подробнее о них я конкретных способов я вам просто рекомендую почитать потому что на самом-то деле там проблема в том что если вы используете стаб стаб то у вас два отдельных layout а просто они правильно мёрзутся в случае если у вас экран круглый или квадратно то есть вам там фактически приходится писать отдельно если вы используете боксенсет то вы делаете квадратный экран но при этом этот боксенсет он правильно располагает этот квадрат чтобы он не вылазил за пределы круглой activity это уже лучше чем обычный квадрат который вылазит края и где-то какая-то информация потеряется но какой конкретно подход выбирать вам это зависит от вас потому что дизайнеры рекомендуют для круглых экранов отдельно абсолютно имплементировать дизайн потому что на круглом экране там как бы можно сделать все красивее для квадратного экрана ну то есть как просто cross для квадратного экрана там тоже можно как бы свои фишки разместить например уголки использовать до боксенсет это такой быстрый способ сделать раз и для всех но при этом этот способ как и все универсальное универсально но не идеально и второй вопрос пожалуйста гироскопа смотрите насчет гироскопов уже в r1 есть поддержка жестов поэтому нас как бы до гироскопы там есть там есть теперь но как бы вы можете при желании писать самостоятельно но если вам нужно есть же джетчерс api о котором вы можете почитать подробнее честно вам скажу я эту штуку не использовал который поддержит многие вещи например если вы возьмете часы попробуйте на них там как бы есть такая штука туториал да там есть туториал который показывает как можно листать страницы с помощью жестов есть в общем-то действия для дисс мисс с натификейшн с натификер на фиконтификацию посмотрели и смесить ее вы можете просто жестом и для кучи других вещей то есть как бы может быть вам просто подходит для вашего решения какой-то из готовых жестов все да да вот вот еще желающий вот молодой человек хотел справа добрый день мне такой вопрос а смогут ли часы автономно детектить биконы или нет биконы детектить биконы детектить без телефона сами автономно и в руку за дефекацию хороший вопрос честно говоря не знаю но знаю что опять таки есть и бле и доступ копия им которые можете сами имплементировать при желании и в общем большинство решений которые работают на телефоне они будут работать на часах то есть тот же самый бле можно вполне на часах использовать этот же not за 5 но на 5 для других целей но вот в бле да подойдет да и в конце зала еще девушка хочет спросить можно такой вопрос насчет длинных лояутов почему нельзя было просто там использовать recycle view например или они еще не поддерживают хороший вопрос смотрите на самом деле вы можете вложить туда recycle view длинные ну если посмотрите примеры по моему там даже есть у них но как бы сам по себе этот длинный лояут который предложен он предложен для того чтобы вы правильно его как бы совмещали с навигейшими экшен барами потому что как бы это философия построения приложения да то есть у вас верхняя часть вы можете и не кастомизировать но вы ее можете встроить в общем в этот лояут и то есть правильный подход лучше всего брать пример вот от гугла и строить потому что ваше приложение тогда будет более естественно выглядеть и опять таки есть такая штука квера был листвью тоже очень прикольная у нее специально преднастройки рассчитаны на использование с именно с экраном часов там айтемы будут больше и вот эти размеры кстати совсем забыл сказать есть еще материал дизайн гайдлайнс для android vr только вот анонсировали ну просто этот чуть-чуть проскальзывала вот и там как раз описывается почему именно wearable list view лучше чем обычный ресайклер для решения этой задачи потому что там как бы вот как бы размеры оптимизации под маленький экран но при желании всегда может написать обычное телефонное приложение запустить а мы это по-моему так работали да пожалуйста только если пожалуйста громче в микрофон можно может его надо потрусить там как-нибудь постучать да два вопроса костя вот так говорил что есть два способа ввода и текст это через клавиатуру и при помощи пальцев ввода по экрану я так понимаю что сейчас это приложение работает только с английскими символом с английским языком у меня вопрос как тестировщика будет что будет в случае если пользователь будет вводить русские символы по экрану ну и там не знаю если вдруг как бы будет написано сообщение английскими символами через клавиатуру но не английские слова как мы раньше писали смс и будет отправлено что произойдет в этом случае пассив катерина давайте протестируем я согласна давайте на самом деле с языками там вообще очень интересная история потому что в android n который выходит одновременно с android в r2 там анонсирует поддержку как же называется мультилингвал но только вы одновременно можете задать несколько основных языков в системе вот если они дай бог перенесут на android в r то там действительно будет каша ну каша первое время пока вы как бы не привыкнете но обычно это как работает выбирается префрит язык которым работает голосовой ввод и этот язык из применяется для всех остальных способов ввода за исключением кастомных которых я не стал рассказывать но вы можете написать свою там клавиатуру которая у вас будет например писать русским шрифтом несмотря на то что все остальное вводится английским вот ну как то так то есть как будто префрит настройка она обычно есть спасибо добрый день а предлагает ли google интеграцию с хромбуком часов вот например хочу общий телефон исключить из своей линейки устройств часы и chromebook знаете мне кажется это есть и apple а вот у google я вам не скажу есть такая вещь как смарт лог смарт лог который распознает ну как бы от а ночевание часов ваше прощение а ночевание вашего телефона если у вас рядом часы или какое-то bluetooth устройство которое вы добавили в доверенное для телефона эта вещь есть насколько они хром ось прокачают ближайшее время я я просто честно я не пользуюсь хром оси я они только вот слышал и видел на лично ну пришло приходилось сообщение от гугла что там google play будет работать да да у них будет поддержка android приложений с этой осени они анонсировали что их андроид приложения в общем без какого-либо там перестраивания будут работать прям хром оси на google его насчет часов и хромбуков так ничего пока не было да то что к сожалению скажу спасибо сейчас я хотела бы представить нашего второго докладчика саша очень опытный докладчик который не пропускает вообще возможности поучаствовать где-то вот всегда сам пишет звонит я хочу выступить мы с радостью предоставляем такую возможность вот хочу вам представить синера фронт-энд разработчика компании дата арт саша трищенко пожалуйста саша тебе слово всем привет сегодня буду с вами говорить про джаваскрипт сегодня буду говорить с вами про современный джаваскрипт и даже немножко про несуществующий джаваскрипт поднимите пожалуйста руки кто из вас вообще занимается фронт-энд разработкой хотя бы немного о прекрасно это хорошо итак давайте коротко пройдем по агенде что вам сегодня расскажу расскажу вам сегодня про генераторы генераторы это новая спецификация новая возможность которую мы можем использовать в экмаскрипт 6 а зайду я сдалека зайду я с итераторов без которых как мне кажется понять генератора не получится расскажу непосредственно про спецификацию и что такое генератор вообще дальше вам расскажу про использование генераторов реальных кейсах это как раз наибольшее наибольший вопрос был потому как генераторы круто у все обсуждают а как его использовать рассмотрим мы на примере реактор редакса и coajs это будет два кейса один бэкэндный один фронт-эндный далее я расскажу больше про coajs и расскажу про будущее джаваскрипт про синхронные функции и про coajs 2 экмаскрипт 6 он же экмаскрипт 2015 поддерживается уже достаточно таки хорошо чтобы его использовать как вы можете видеть динамику по браузерам что все в принципе хорошо даже у майкрософта в edge естественно у ослика большие проблемы ну и меня удивил приятно сафари десятый по заявлениям команды webkit работает все я не уверен что часть функциональности это не просто заглушки для того чтобы прошел тест но в целом здорово все что не работает можно транспайлить давайте пройдемся кратко по итераторам сейчас у нас появился даже не сколько появился каждый перебираемый итерируемый тип данных каждая итерируемая структура данных она получила у себя итератор и стала свою очередь и terrible то есть что у нас можно перебрать у нас можно перебрать у нас можно перебрать строку массив можно также перебрать новые структуры данных такие как map set week map week set все они содержат свой итератор теперь у нас появилась возможность получить доступ к самому итератору непосредственно что еще но еще у нас появилась возможность застать перебираться неперебираемое что довольно таки здорово что такое вообще итератор как вы можете видеть у нас есть простейший массив у простейшего массива есть ключ символ итератор по сути грубо говоря это фабрика которая возвращает нам итератор каждый вызов этой фабрики вернет нам новый инстанс этого итератора и мы можем перебирать их независимо друг от друга то есть грубо говоря мы получили переменную наш итератор и далее этот итератор с помощью метода next мы перебираем у итератора есть на самом деле всего только один метод и как вы уже догадались это next он возвращает нам объект всегда объект который содержит у себя два ключа первый value непосредственно значение итератора ну а второй это состояние итератора дан или false никто не мешает нам описать итератор самостоятельно как например мы сейчас создадим то есть что по сути итератор как я говорил эта фабрика это обычная функция вот у нас есть какой-то endless numbers есть стрелочная функция кстати кто из вас уже работая со стрелочными функциями неплохо неплохо есть у нас индекс и у нас есть метод next то есть по сути объект с методом единственным next который возвращает итерируемое значение и который возвращает нам статус как вы можете видеть этот итератор никогда не дойдет до конца потому как мы никогда не будем присваивать ключу дан значение true хочу обратить ваше внимание что применение итераторов на самом деле довольно широкое особенно в приложениях которые реализуют какие-то нестандартные подходы к работе с информацией вот сейчас я занимаю свободное время написанием секвенсера на джаваскрипт с использованием web audio api и не задача с определенным интервалом проигрывать какую-то ноту это было бы неудобно ложить в какой-то цикл поэтому не есть итератор который плюется нотами в миди плеер и это очень удобно использовать предпосылки появления генераторов были довольно таки давно вы можете посмотреть динамику популярности но джи за последние пять лет в принципе она отражает популярность джаваскрипта в целом и вы можете посмотреть популярность запроса callback hell то есть он пропорционально зависим от роста джаваскрипта то есть чем популярнее становился джаваскрипт тем больше мы страдали тем больше разработчики страдали тем больше клиенты страдали декаданс печаль я привел структурную визуализацию кода джаваскрипт написанного без генераторов то есть это то с чем все работают мы привыкаем с этим работать мы воспринимаем это как данность хорошо что поделать другого выхода у нас нет естественно разработчики начали пытаться с этим бороться появилась такая штука как promise а давайте мы возьмем все наши callback и размажем их вот так вот по всему коду сможем вызывать наши callback и объявлять там где нам удобно их объявить хорошо размазали но по сути у нас остались те же самые callback и только немного другом виде окей не годится начали все это дело развивать результате появились две таких сущности как генераторы и асинхронные функции генераторы у нас уже есть что такое генераторы зачем они нам собственно нужны почему я здесь вот вышел и рассказываю всем про генераторы генераторы позволяют нам писать синхронный код раньше я всегда говорил что достоинство джаваскрипта это его синхронность а теперь я вышел рассказываем о том как писать синхронный код на джаваскрипт на самом деле это псевдо синхронный код потому как event loop не будет останавливаться если у вас есть какие-то таймауты в фоне пока вы будете ожидать приостановленного генератора вы вполне можете выполнять фоне любые другие операции какие должны выполниться в этот момент мы можем написать приостанавливаем функции применением просто приостанавливаемых функции довольно таки узко в отличие от асинхронных действий которых у нас просто немедленно ну и у нас появилась возможность написания комплексных итераторов например мы можем написать какой-нибудь итератор который будет ходить каждый раз например в базу и плеваться по очереди одним значением я решил показать также с помощью кода зачем нам нужны генераторы и что не позволяет сделать сверху и снизу видите абсолютно идентичные по функциональности сниппеты если коротко у нас есть какая-то функция которая должна сходить в базу данных забрать payment id нашего юзера после чего она должна сходить на внешнюю опишку данные с которой мы не должны ходить и забрать какие-то payment details юзера за текущий день то есть как вы видите у нас уже начинает проявляться такое явление как пирамида в doom когда колбек внутри колбека а можно еще поместить колбек внутри колбека другого колбека и естественно это не всегда хорошо считается есть есть мысль инкапсулировать все это в отдельной функции но все равно это получается вообще дам можно можно инкапсулировать но все равно получается вообще аналогично тому что вместо дел запишешь давай все таки расскажу про елт вот есть решение которое позволяет нам сделать то же самое с помощью генератора как вы можете видеть у генератора немножко другой синтаксис это фаншин со звездочкой естественно генератор может быть именованный и не именованный и в принципе его параметры которые принимают аргументы как вы можете видеть у нас появилось ключевое слово и от оператора и от который приостанавливает выполнение генератора позволяет нам дождаться выполнения метода get user когда мы его так и получим положить его в user после чего продолжить выполнение получить таким же образом payment details и вуаля магия мы можем отрендерить всю полученную информацию нашему пользователю хорошо посмотрим в принципе как мы можем реализовывать генераторы и как мы можем их перебирать то есть здесь такая же конструкция как я уже описал какой-то как я показывал на интераторе тоже итератор числа который будет нам возвращать от 0 до 3 значения и который мы будем перебирать то есть есть у нас метод next также у нас есть еще в распоряжении у генератора метод row который позволяет нам отловить ошибку метод next он ничем не отличается от такого в итераторах мы можем получить value и дан как два параметра ну и также мы можем пробросить значение в генератор и получить значение из генератора вот сейчас вернусь на предыдущий слайд то есть в данном случае мы выбрасываем из генератора грубо говоря вот данную функцию а получаем генератор результаты выполнения как вы можете видеть я задача с вопросом производительности насколько вообще имеет смысл это все использовать казалось что бенчмарков никаких не было по состоянию на три недели назад поэтому написал свой результате тысячи итераций получилось добиться среднего значения по различным технологиям хроме промисы и генераторы от положения на небе звезд и так далее друг от друга не сильно отличаются иногда один больше иногда другой больше вот я не буду комментировать разницу между mozilla и хромом по моему здесь все очевидно вот но суть в том что учитывая что это время в миллисекундах затраченное на выполнение одной итерации с помощью колбеков промисов и генераторов оно грубо говоря очень близко друг друга думает экономия на спичках и заморачиваться не стоит поэтому будьте свободны использовать то что вам больше по душе и так react куда сейчас без реакта любая модная джаваскрипт конференция должна быть с реактом да 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 говорить я буду в частности про редакс просто к сожалению пока не видел реализации какой-либо серьезной технологии с редаксом кроме реакта поэтому окей буду я говорить про такую библиотечку как редакс сага что это такое это библиотека это библиотека написано на генераторах это библиотека которая прячет им pure function с глаз с долой я думаю стоит узнать кто из вас сталкивался с функциональным программированием хорошо здорово для тех кто не сталкивался скажу что функциональным программирование есть очень важная парадигма того что мы должны использовать pure function то есть наша функция не должна иметь сайт эффектов она не должна влиять на окружение свое и должна работать с аргументами какие мы мне передаем в том или ином виде куб наши колбеки часто превращаются в impure function и это не очень здорово этого бы хотелось избежать ну и собственно в основное назначение вытекающие редакс саги это же конечно возможность писать синхронный код псевдосинхронный повторить как это выглядит как это выглядит у нас есть наша редук сага у нас есть дополнительный компонент редакс сага эффект я не буду останавливаться на редакс сага эффект потому как он слишком затрагивает специфику самого реакта редакса все заключается в том что мы также таким же образом можем с помощью генераторов останавливать выполнение какого-либо нашего нашей саги можно сказать что сага это эдакий аналог экшена который вызывает другой экшен в общем надо больше экшенов внутри экшенов внутри других экшенов внутри колбеков в общем мы дожидаемся ответа после чего мы с помощью диспетчера и нитим необходимое события нашем редюсере и передаем необходимую информацию принципе суть довольно таки проста в результате мы выполнили асинхронное действие очень просто очень быстро окей собственно как выглядит вообще минимальная сага это вот у нас есть function генератор который обращается к нашей саги ну собственно вызывает take every take every это одна из один из методов самих саг который позволяет нам для каждого юзера стриггерить событие user fresh requested внутри нашего редюсера возможно внимательно из вас обратили внимание на то что здесь yield идет со звездочкой это по сути является делегация делегация генератора мы можем делегировать наш генератор другому генератору который делегирует его другому генератору на практике конечно делегация генераторов не всегда бывает полезно она приводит к вот к чему если сильно увлекаться будет то же самое вообще после слове что ходят саги и не декларируются как обычные экшены они таким являются передаются они через сага middleware и очевидно что сага middleware это ничто не минуя как сам по себе middleware для вашего стор в вашем редакции окей мы поговорили про фронтенд теперь поговорим про бэкэнд про основную звезду моего доклада и что меня собственно побудило и про него рассказать я сталкивался со многими фреймворками на бэкэнде в частности наиболее интересными для меня показались kraken js и коджес про kraken js рассказывать лень а вот про кого я думаю стоит что такое коджес коджес это not фреймворк для серверной разработки это фреймворк который использует экмоскрипт 6 он использует генераторы 2 его версии используют асинхронные функции я немножко решил бросить по поводу с 2016 потому что это не так я подойду потом к этому ближе и также это фреймворк который был написан команды экспресс джесс учитывая авторитетность команды экспресс джесс учитывая ресурсы компании экспресс джесс фреймворк вызывает доверие фреймворк быстро развивается и естественно он оброс хорошим комьюнити он оброс кучей библиотек и зачастую найти какое-то решение для мидовэйра к очень просто что такое к по сути это фреймворк который предоставляет нам мидовэр в кого у нас ну вот я привел архитектурную диаграмму мидовэр если никто не сталкивался грубо говоря я думаю каждый из вас играл в детстве в игру которая называется испорченный телефон вот так и у нас у нас есть состояние которое передается по очереди между каждым мидовэром каждый мидовэр как-то аффектит это состояние или не аффектит я дальше покажу пример логера который не аффектит ну и соответственно с этим мидовэр мы будем работать то есть код джесс это по сути фреймворк мидовэров на генераторах то есть когда мы говорим роутинге когда мы говорим различных http методах полезных системах безопасности защите от ассессор от атак кросс доменных запросах шаблони заторах и так далее в кого этого ничего нет в кого нет ничего в кого есть только движок для мидовэров и все остальное делается с мидовэрами причем но и Множество middleware написано самой командой core.js. Собственно, так выглядит приложение на core.js. Минимально простое есть у нас lawyer. Собственно, простейшая имплементация middleware на core.js. Это по сути не что иное, как генератор, который возвращает свое состояние и перед тем, как его вернуть, или тем, как после того, как оно вернется, мы можем посчитать время, затраченное на выполнение нашего приложения. Хочу обратить ваше внимание, что выполняются они в порядке объявления. То есть, что выше объявили, то начнет работать. То, что ниже объявили, начнет работать ниже. Есть не очень хорошая практика объявления роутов, когда, допустим, у нас есть какой-то JVT middleware, роуты, какие доступны обычным пользователям, они просто объявляются до JVT middleware. Те, что недоступны пользователям позже JVT middleware. И что печально, это много где рекомендуется. Ну и дальше вы можете видеть простейшую операцию вывода, то есть абсолютно идентично таковой на Express.js. Какие преимущества у этого всего есть? Вот, казалось бы, бедный фреймворк, у которого нет ничего. У нас есть множество библиотек, которые обернуты с библиотечкой Code.js, позволяют нам элементарно выполняться. И большинство какой-то стандартной функциональности сервисной, она существует в виде middleware. Хочешь кроссдоменные запросы? Окей. Просто подключаешь пакет, пообрасываешь middleware. Например, если надо какие-то настройки, передаешь туда параметр, все, у тебя есть кроссдоменные запросы. Хочешь авторизацию с помощью JVT токена? Абсолютно так же. Три строчки кода, у тебя полноценная авторизация с помощью JVT токена. Хочешь работать с базой данных? Пожалуйста. И много и много похожих случаев, когда разработка какого-то обвязочного кода, инфраструктуры просто превращается в игру с конструктором, когда ты пробуешь разные пакетики, и у тебя все работает. На самом деле вот такой вот возможности инкапсуляции очень хотелось, и она появилась, и она работает здорово. У нас появилось как результат отсутствия какой-то функциональности внутри фреймворка, он стал легче, и у нас отсутствуют какие-то стандартные фичи, которые потом надо допиливать, например, если у нас есть какой-то фреймворк с HTTP сервисами, мы начинаем думать, ооо, а как добавить туда какой-то хедер кастомный, а давайте мы его задекорируем, ооо, давайте мы что-то там заврапим. Нет. Теперь просто то, что надо подключили, а что не надо не подключили. Прекрасно. Возможность писать более понятный код. Как вы догадались, генераторы позволяют нам писать псевдосинхронный код, и мы можем сократить количество непонятных и ненужных вещей в нашем приложении. У нас появилась возможность писать меньше кода, ну, как следствие из предыдущего пункта. Вот. И у нас есть активная поддержка сообщества, множество плагинов. Плагины между собой уже начинают конкурировать, это идет каждому из них на пользу. Кто-то загибается, кто-то сильно выигрывает, но в итоге отсеивается непотреб. Как вы можете видеть, у нас есть сравнение поставки Коа, Экспресс и Коннект фреймворков. Как вы можете видеть, что в Коа нет ничего, кроме ядра. Сразу бы хотел порекомендовать и привести в качестве примера несколько middleware, которые вы можете использовать в приложении, и которые могут пригодиться, ну, и показать просто, насколько просто реализовываются некоторые вещи. Например, вот я рассказывал про кроссдоминные запросы, Коа-корс, пакет, все, готово. Коа-роуд, подключили middleware, в итоге имеем роутинг аналогичный такому в экспрессе. Не надо нам роутинг, не подключили. Коа-джи-вити-токен, то же самое. Коа-бодипарс. У нас есть клиент, который непонятно, что нам присылает, то он нам пришлет JSON, то он нам пришлет formdata, то он нам вообще мультипарт пришлет, а вот что-то случилось, он нам JSON начал свой. Нам будет все равно. У нас есть коа-бодипарс, который нам все это сделает спарсит, и мы вообще не будем заморачиваться в том, как это работает. То есть это работает под капотом, и мы не имеем к этому никакого отношения. Коа-сент, управление статикой. Просто подключили middleware, в качестве параметров конфига указали папки, которые надо сшарить. И у нас есть отдача статики. Хотелось бы поговорить о недостатках фреймворка, а тут рассказываю о том, что он крутой. Какие могут быть у него недостатки? Недостатки у фреймворка так и есть. В первую очередь они связаны с тем, что обратная сторона того, что фреймворк поставляется голый. Надо постоянно контролировать качество пакетов. Пакеты не обещают быть зависимыми друг от друга. И иногда дебажить это становится сложнее. Вторая проблема – это вовлечение команды, стаффинг команды, потому как, к сожалению, с Code.js работает не так много людей пока что, надеюсь. И увеличивается время на введение человека в проект. Если это какой-то маленький проект, это может быть нерентабельно. Как говорится, используйте с умом. Есть Code.js2. Code.js2 – это вообще очень хитрый зверь. Он работает на спецификации, которой нет. То есть есть такая штука, как асинхронные функции. Если вы начнете искать спецификацию асинхронных функций, статьи об асинхронных функциях, вы услышите, что это ECMAScript 7 или ECMAScript 2016. Так вот, нет. Асинхронных функций не существует. Несмотря на то, что Babel, несмотря на то, что Chrome, несмотря на то, что Edge их поддерживает, их нет. А вот Code.js2 на них уже работает. На самом деле изначально многие ожидали, что асинхронные функции войдут в официальный релиз ECMAScript 7. Но в итоге ECMAScript 7 вышел с кучкой багфиксов и двумя новыми фичами. Экспоненциальный оператор и один метод массива. То есть асинхронных функций у нас нет. Но мы будем на них писать. Ну и да, и как бы сам Code.js позиционируется как фреймворк нового поколения, то вопрос по поводу второго. Это получается фреймворк нового поколения, фреймворка нового поколения. Что такое асинхронные функции? Раз я уже за них договорил, я хочу и на них и закончить. Асинхронные функции – это промиссы. Сама по себе асинхронная функция – это промисс. И await, грубо говоря, это промисс. Есть у нас такой код. Если убрать async, убрать await, поставить возле функции звездочку и поставить yield перед конкуэр, будет генератор. Казалось бы. В чем разница? Разница заключается в том, что мы ожидаем в конкуэр обычный промисс. Нам все равно, нам не надо оборачивать ни в какие генераторы наши асинхронные функции, ничего. Мы можем взять обычный новый метод для получения запроса сервера – fetch. Просто wait fetch, не надо его оборачивать, не надо ни во что врапить. Все. Мы дождемся результат. Когда мы получим результат, мы положим его в state и вернем state. Красота. Хотелось бы сказать пару слов о синхронных функциях, о том, почему это не всегда хорошо. Асинхронные функции – это они удобнее генераторов. Они позволяют нам писать меньше кода. Нам не надо писать обвязочный код. Мы можем взять любую библиотеку, которая возвращает нам промиссы. Это почти все библиотеки сейчас современные. Она позволяет нам сэкономить уйму времени и денег, соответственно. Как минус то, что асинхронные функции – это все еще драфт. Когда они появятся, непонятно. И появятся ли они вообще непонятно на самом деле. И может получиться, как с, допустим, частью функциональности WebRTC, которую поддерживали, написали приложение, и все, и больше не поддерживает ее никто. Мораль всей басни, вообще всей басни, которую я сегодня рассказываю, она довольно-таки проста. Я не говорю, что генераторы – это прямо замена промиссам, это замена коу-бекам. Я не говорю, что асинхронные функции – это замена генераторам, коу-бекам, промиссам. Я хочу донести одну простую мысль. У нас появились новые инструменты для того, чтобы писать код. Писать его красиво, писать его структурировано. И именно надо пользоваться на свое усмотрение. Без какого-либо излишнего фанатизма. И не сильно увлекаясь, собственно. Я добавил в презентацию, думаю, она будет доступна, ссылки, откуда я брал картинки. Пару сниппетов я спер с Mozilla.org. Собственно, спасибо. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. Я буду рад на них ответить. Ты скоренько, Саша, закончил. Да, есть вопрос. Отлично. Я лучше на вопросы по отвечу. Спасибо за презентацию. Вопрос такой. Если бы сейчас ты начинал новый проект, на чем бы ты его начинал? На генераторах. На генераторах. И тогда второй вопрос. Насколько, по-твоему, важно вообще то, что Async и Wait нет в стандарте? То есть, скорее всего, все равно они прошли через… Подожди. Они то ли на третьей, то ли на второй стадии драфта. Так что, скорее всего, они все равно рано или поздно войдут в стандарт. То есть, ну, почему бы не начать их пробовать? Ну, опять же, если мы транспайлим, мы можем… Да, они транспайлятся как бы на уровне… Синтаксиса, то есть, для вас… Ну, они транспайлятся, на самом деле, и… Ну, как раз они транспайлятся, в свою очередь, генераторы, да. Ну, если транспайлить, то да, почему бы не использовать? Если рассчитывать их в надежде в ближайшее время перейти на нативные асинхронные функции, то я бы не использовал, потому как… Можно ждать долго. Но вообще, да, смысл есть. Да, Саша, спасибо. Ты сказал, что, в общем-то, Коа-2 еще пока есть в драфте, да? Коа-2 уже существует. Коа-2 уже стабильный релиз. Коа-2 уже используют. Вот, на нем написано много приложений, но он работает на технологиях, которых нет. Вот, вот. Ну, первый вопрос. Как ты сам относишься к использованию вот таких вот, скажем, вещей, которые… Используют технологии, которых еще нет, в боевых проектах? Насколько, скажем так, целесообразно это используется? Ну, понимаешь, в этом есть JavaScript. И второй вопрос. Насколько сложен порог вхождения? Вот, для… Скажем, если ты будешь набирать новую команду, да, вот, насколько будет сложно людям, работающим со стандартными инструментами? Порог вхождения довольно-таки низок. Ты мне напомнил об одном поинте, которым я хотел сказать, я забыл, поэтому, с вашего позволения, я добавлю пару слов. Порог вхождения довольно низкий, и это позволяет сделать все очень плохо. То есть, я думаю, первый проект на COA, он похож на самом деле на скорострельную стрельбу себе в ногу. Потому что с каждой новой фичой можно забивать их гвоздь в гроб проекта и увеличивать последующую стоимость его разработки. Ну, если действительно хорошо разобраться, набить пару шишек, то довольно-таки эффективно. Я бы не сказал, что COA там в чем-то сложнее в плане… там, вовлечения в проект новых участников, чем любая другая технология. Спасибо. Еще есть какие-то вопросы? Отлично, есть еще. Да, есть. Привет. Привет. Вот вопрос. Допустим, стартует новый проект, и нужно выбрать технологию. Вот есть какие-то специфические проекты, для которых ты посоветовал этот фреймворк? Ну, там, социалочки или стриминг. Есть для чего-то, для чего он особенно хорош? Спасибо. Ну, фреймворк, по сути, хорош для всего, для чего хорош Node.js. То есть… Нет. Нет, на самом деле для различных стриминговых сервисов он годится. Если у вас какое-то есть небольшое приложение для работы, пусть даже с эстетической информацией, которая меняется лет, как COA, тоже хорошо годится. Но если речь идет о каком-то огромном приложении, в котором надо работать с большими массивами данных, я бы посмотрел какую-то другую сторону. Но я имею в виду не в сторону COA, я имею в виду вообще в сторону другой экосистемы. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Когда стоит использовать экспресс, а когда стоит использовать COA? Ты вот сказал, что пэккеджи на COA могут быть, ну, как бы, нестабильными. То есть версия новая вышла, пэккеджи, все сломалось. По сути так. Тогда лучше использовать экспресс всегда. Но эта проблема на самом деле касается вообще всех пэккеджей и вообще всей идеи использования пакетов. То есть это не проблема только COA. Вот, как я показывал на слайде, что на самом деле экспресс тоже у нас имеет не так уж и много из коробки. То есть у него есть роутинг, у него там есть шабонизатор, у него есть какие-то методы для работы с запросами и ответами. Но на самом деле сказать, что вот экспресс, JS, какой-то полноценный фреймворк, в котором есть прямо все, что тебе надо для работы, нельзя. То есть по сути экспресс, он превратится тоже в работу с пакетами, которые надо будет использовать и которые тоже могут быть нестабильными. То есть здесь вопрос стоит в том, чтобы подобрать под себя какой-то стэк и на худой конец просто в пэккеджейсоне забить запрет на обновление, зафиксировать версии и жить спокойно. Еще такой вопрос. Ну, JavaScript – это же твой основной язык, да? Сейчас да. А CoffeeScript используешь? А зачем? Ну, как сахар. Ну, а зачем сахар, если есть ECMAScript 6? То есть, ну, как по мне, выход ECMAScript 6 вообще напрочь убил CoffeeScript. Ну, просто CoffeeScript очень красивый, очень нравится. Но вот смотрю, что, ну, допустим, если с React его использовать, то получается гониво полное. Правда, вот особенно JSX, а там идет кофе, JSX шаблоны, они еще могут не подхватиться. То есть, сразу тогда ECMAScript идет и... Ну, да, да, да. На самом деле, даже не слышал о попытках использовать ECMAScript React. Ой, CoffeeScript React – это выглядит как минимум странно. Ну, зато там в CoffeeScript уже есть Async и Wait. Вот в чем прикол. Ну, у нас его тоже нет, но мы его используем. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо за доклад. Ты рассказывал про итераторы, и потом сразу перешел про генераторы. То есть, у меня вопрос. Итераторы – это просто какая-то новая фича, а генераторы – это следующая идея? Или они как-то связаны между собой? То есть, вот появились итераторы, и, значит, стали возможны генераторы? Ну, то есть, может, я просто не понял. На самом деле, я подводил к тому, что генератор является одновременно итератором и итерируемым. То есть, итератор и итерейбл. То есть, в свою очередь, он итерирует что-то, и метод, который мы, грубо говоря, елдим, он итерирует наш генератор. Да. Я не знаю, как в Рубе, если честно. Да, Саша, такой вопрос. Вот ты сказал, итератор и итерируемый. Да. Насколько это соотносится с реактивным программированием? Я не сталкивался. Просто слово «реакт» и итерируемое – это очень… А еще у тебя был слайд, там, где сравнение… В общем, такие палочки горизонтальные. Там было, что есть в КОО и что есть в конкурентах. Немножко, да, раньше вроде бы. Нет? Значит, дальше. Дальше, 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 дальше. Еще чуть-чуть. Я просто не до конца понимаю, чем ты говоришь. Сейчас, вот это было почти оно, но еще чуть-чуть дальше. Вот, смотри, я просто смотрю, да, вот у нас маршрутизация, шиплонизатора, HTP Utility, нет. В своих проектах, когда ты используешь КОО, откуда ты берешь потом вот недостающие звенья? Это все пакеты, это все middleware. И каждый middleware позволяет тебе реализовать ту или иную задачу. При том все они максимально атомарные. То есть нет какого-то пакета, который там будет реализовывать тебе маршрутизацию, чтобы они дозатор, там, все средства безопасности, которые еще позволят тебе розовых поняшек на конвасе рисовать. Но, ну как, наверное, кто-то и написал, но надеюсь, это никто не использует. Все это заключается в том, что мы используем максимально атомарные пакеты, которые друг от друга идеологически не должны зависеть и, по идее, не зависят. И этим самым мы разгружаем приложение, вместо того, чтобы заниматься кастомизацией чего-то готового, мы просто пишем под себя. А не проще использовать экспресс? Ну, экспресс позволяет, он содержит в себе ту же самую маршрутизацию, там, перечень базовых пакетов, но они уже вшиты. То есть Коа в этом плане гораздо гибче. Может, тебе, например, не нравится роутер в экспрессе, и ты хочешь использовать что-то другое. Тебе не надо думать, как его перезаписать, как тебе его задекорировать, как тебе его можно вообще убрать. Ты просто используешь другой роутер. А, то есть можно подвязать Коа и экспресс одновременно в один проект? Нет. Ну, вообще, да. Ну, вообще, да, как бы можно сделать все, но не нужно. Спасибо. Спасибо за доклад. Вопрос будет следующий. Ну, во-первых, хочу сказать, что в питоне, в принципе, была ситуация очень похожая. То есть там тоже были вначале генераторы, потом расширенные генераторы, и в 3.5 появился осинковый синтаксис. Вопрос такой, требуют ли генераторы какой-то предварительной инициализации? То есть, если, ну, опять же, я со стороны питона смотрю, то есть там было, что после того, как ты объявляешь генератор, ты его вначале должен инициализировать, и только после этого уже можешь, ну, точнее, вызов next будет возвращать непосредственно уже значение, там с сохранением состояния, или в джаваскрипте, вот, точнее, конкретно, вот генераторы джаваскриптовых, там не надо ничего инициализировать, ты объявляешь генератор, и потом после вызова next он сразу вернет тебе уже, как бы, первое значение из… Не уверен, что понял вопрос правильно, но можно автоматизировать вызов генератора, можно автоматизировать итерацию прохода по всем next он, для того, чтобы, собственно, вот такая конструкция… Сейчас. Чтобы… Даже лучше для примера. Чтобы вот такая вот конструкция заработала, есть специальная библиотечка, которая, в принципе, на которой частично основан CodeJS, она называется CodeJS. Да, она позволяет нам обернуть генератор и сделать из него что-то наподобие самовызывающейся функции, грубо говоря. Ну да, можно автоматизировать. Можно, конечно, тыкать next. Ну, по сути, из генераторов получается корутина уже, да? Да. Хорошо, спасибо большое. А давайте еще. А я включила микрофон, включил. Есть еще вопросы, Леша? Добрый день, спасибо за доклад. Вот интересно узнать, а что вы думаете, если остановится поддержка CodeJS? Потому что вам тогда будут активно делаться вырванные годы на поддержке этого проекта. Какие у вас тогда будут действия? Ну, можно вспомнить много технологий, на которые все забили. Но, собственно, всем все равно будет новая технология, в общем, другая технология. Опять же, как я говорил, этот JavaScript все динамично и быстро меняется. Это норма. То есть в таком случае вы не думаете использовать что-то более традиционное, типа ноды, чтобы потом избежать такого? Так это и есть, ну да. Спасибо за ответ. Неловкая пауза, да? Еще вопросы? Все-таки додумал. Скажите, а вы писали вот эти вот пакеты для CodeJS? Да. И можете вы рассказать о, какие пакеты вы написали и какой-нибудь клевый пример пакета из самописных? Я понял. Я писал себе пакет для авторизации, потому как стандартный, тот пакет, который для авторизации с GVT токеном я нашел, он мне не очень понравился. Вот. Я писал пакет для access control листа, который позволяет мне валидировать пользователей. Сказать, что это чем-то специфически отличается от написания, грубо говоря, обычных функций, ничем. То есть, грубо говоря, у нас есть какой-то аргумент, который мы так или иначе модифицируем. В качестве простейшего middleware я показывал вот написание… Ой, сори. Так, дальше. Не, не дальше. Ладно, я потерял этот слайд. В общем, там был пример логера простейшего. Я все-таки верю, что я его найду. А, да, точно, Code.js. Я в Code.js его показал, точно. Вот, да. Вот простейший middleware. То есть, по сути, что это такое? Это у нас генератор. Вот у нас возвращаемое значение, которое мы просто не модифицируем. То есть, мы никак не влияем на выполнение программы. И мы просто засекаем время. Сколько времени у нас это заняло. Давайте еще раз поаплодируем Саше. Спасибо. Спасибо. Представляю вашему вниманию человека, который сегодня нам расскажет про персистентные структуры данных. Это… Паша. Что-что? Я сам себя представил. Окей. Паша решил себя сам представить, но я сказала уже его имя. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Меня слышно? Слышно. Окей. Я сразу хочу сказать. То есть, я знаю, что тут есть люди, которые уже видели предыдущую версию этой презентации. А вы сами напросились. Вот. Для всех остальных. Тут 90 слайдов. Это будет быстро. Это будет сложно. Скорее всего, к сожалению, я не могу просто взять и рассказать сразу интересные части, потому что, скорее всего, тогда вы не поймете совсем ничего. Итак, сначала начнем с того, кто я такой. Меня можно найти в интернете как FX-постер. Я работаю системным инженером в Виксе. Чем я занимаюсь в данном случае, это ирелевантно к самому докладу. Но если вам понадобится меня найти, гуглите FX-постер. Первая ссылка. Все хорошо. Так, назад. Кто вообще слышал о том, что такое персистентные структуры данных, которые называются еще и мутабельными или функциональными? Окей, немного. Ага. И те люди, которые были на предыдущем докладе. Окей. Итак, персистентные структуры данных, или мутабельные, или функциональные, это такие структуры данных, которые позволяют вам хранить… Короче, после любого изменения этой структуры данных вы получаете на выходе две структуры. Старую и новую. Старая остается такая, как есть, без изменений, которые вы применили. Новая вместе с изменениями. В общем, Data Structures можно разделить на три части. Первая – это эфемерные структуры данных. Это те, которые мучат в универе. Остальным, по крайней мере, нас не учили. Эфемерные структуры данных – это вот обычные списки, массивы и так далее. Вы, когда их изменяете, вы получаете на выходе новую структуру данных, которая хранит новое состояние. Старое состояние безвозвратно теряется. Partially Persistent структуры данных – это структуры данных, которые при изменении вы получаете новую версию, измененную структуру данных, которую вы потом тоже можете менять. Старые версии. У старых версий тоже остается доступ на чтение. К сожалению, менять их дальше вы не можете. Fully Persistent структуры данных – это те, которые вы можете и менять, и читать, вне зависимости от того, к какой версии вы обращаетесь. Это может показаться сложным, это и будет сложно где-то в конце. Пока что это на самом деле очень просто. Сейчас попробую объяснить, что это все такое. Но сначала, зачем это нужно? Персистемные структуры данных к нам пришли в более или менее глобальное использование, скажем так, из функционального программирования. Кто вообще знаком с тем, что такое FFP? Кто пишет на FFP-языках сейчас в продакшене? Немногие. Окей, хорошо. Функциональное программирование отличается от всех остальных парадигм очень многим, но в данном случае меня интересует только та часть, которая относится к изменениям состояния. То есть в ООП, как правило, каждый объект может иметь свой локальный стейт, который он может менять. Также объекты могут менять локальный стейт других объектов с помощью их API и так далее, но они могут это делать. FFP относится к изменениям значительно более строже, чем ООП. У вас, как правило, существуют некоторые зоны в коде, зоны в коде, которые имеют доступ к изменениям состояния вашего приложения. Они изолированы, они ограничены, и это приносит ряд вполне определенных преимуществ, о которых, как правило, не задумываешься до тех пор, пока ты не столкнешься с багами, которые происходят, когда их нет. Одно из этих преимуществ это то, что вы получили структуру данных, вы можете читать любые поля из нее, делать все, что угодно с ней, зная то, что она не изменится. То есть, типичный пример, вы получили какую-нибудь структуру данных, вы считали из нее одно поле, кто-то другой изменил эту структуру данных, вы считали другое поле, все плохо. То есть, вы получили два разных значения из двух разных полей, которые, возможно, друг с другом больше уже не согласуются. Второй нюанс это то, что вы точно знаете, что если вы получили структуру данных откуда-то, то вы можете ее закешировать и потом считать значения, которые вам нужно. И вы получили ее именно в том виде, в котором она для вас предназначалась. То есть, опять же, типичная ситуация, вы получили структуру данных, вы сохранили ее в текущем объекте, вы через какое-то время обращаетесь к ее полям, но туда уже записала, записала какую-то другую часть приложения, какие-то другие данные, которые нужны были ей. Это не так часто встречается, но вот на моей практике это было как минимум один раз. Это приводило к очень интересным последствиям. У вас приложение работает, выполняет какую-то функциональность, но работает ровно один раз. После того, как вы в последующем попытаетесь выполнить ту же самую функциональность, оно перестает работать. Отловить это достаточно сложно, особенно если эта операция достаточно редкая. Попробовать воспроизвести в тестах, не зная то, что это может произойти, тоже сложно, потому что тесты выполняются один раз на каком-то состоянии, соответственно, они работают. Вы же не знаете, что их нужно выполнять по два раза, чтобы воспроизвести какой-то неправильный бехейвер. Типичный пример, собственно, ну ладно, это не типичный пример, это простой пример, который нереален на самом деле, но если попробовать экстраполировать это все на большие системы, то оно где-то так и работает. То есть у нас есть функция, которая что-то процессит, она получает конфиг. Она вызывает функцию процесс hello, которая в итоге возвращает там hello, какой-то юзернейм. Не важно, как она это делает. Мы получаем этот конфиг, мы передаем этот конфиг в процесс Samsung. К сожалению, функция процесс hello, которая могла быть написана абсолютно в другом модуле и другими разработчиками, переиспользует вот этот список для того, чтобы интерполировать юзернейм как бы в свое вот это приветствие. К сожалению, после того, как вы вызовете вот эту функцию, конфиг безвозвратно поменялся и вы больше не сможете восстановить как бы предыдущее его значение. Не сильно реально, но оно такое бывает и, к сожалению, это одна из проблем, которые очень сложно добавить, особенно в больших приложениях. Кто знает, кто это такой? Отлично. Это Rich Hiki, это создатель Clojure, кто не знает, что такое Clojure, тоже почитайте. И я очень строго рекомендую посмотреть все его доклады, которые можно найти по вот этой вот ссылочке. Я слайды выложу сегодня же. То есть это человек, который, возможно, очень сильно поменяет ваше мнение о программировании, о том, как надо это делать и так далее. Продолжим. Второй момент, который структуры, иммутабельные или персистентные структуры данных решают вот сразу и навсегда, это конкуренции. То есть персистентные структуры данных отличаются тем, что они не делают никаких изменений на существующих объектах. Нет изменений на существующих объектах, нет проблем с многопоточностью, они thread save by default. Все хорошо, то есть нереально все хорошо. Это не то, что там кто-то где-то что-то недозолочил и так далее. Они будут полностью отлично работать в любых многопоточных случаях. Не важно. Они позволяют вам легко и дешево сохранять историю изменений свою же. То есть у вас было какое-то дерево, вы добавили какие-то новые узлы, вы сохраняете возможность достаточно дешево с точки зрения памяти и производительности хранить все состояния, которые определяют, нет, не все состояния, все, короче, историю изменений этой структуры данных, которые привели к тому, что она оказалась в каком-то состоянии вот текущем. Зачем это нужно? Типичный пример, я вот как раз вчера вечером его вычитал. То есть любое, скажем так, насколько часто случаются случаи, когда у вас что-то не работает, вам нужно рефрешнуть браузерную страничку, чтобы оно заработало. Ребутнуться, чтобы оно заработало. Типичный пример, то есть старый Windows бла-бла-бла, ребутнитесь, все заработает, все хорошо и так далее. Это проблемы менеджмента стейта. То есть если, и проблема в том, что часто очень сложно понять, как мы, собственно, оказались в стейте, который не валиден, но мы к нему каким-то образом пришли через какие-то тернии. Собственно, вот эта штука позволит вам достаточно дешево хранить абсолютно всю историю состояния, соответственно, легко определить через какие вызовы, каких методов и так далее, вы пришли к тому, что вы оказались в текущем состоянии пофиксить ваши баги. И последний момент, они в некоторых случаях могут быть производительнее, чем обычные структуры данных. В основном они в n раз медленнее. В n раз медленнее, но вот эта штука, она бесценна на самом деле. Они могут быть быстрее в случаях, если вам нужно часто детектить некоторые изменения в структуре данных. То есть произошли ли изменения или нет, и если да, то где. В обычных структурах данных, если у вас там есть какие-то вложенные хэши, массивы и так далее, в общем случае сказать, что типа, а вот эта структура данных изменилась, нельзя. Если вы точно не знаете, что вот в месте, где вы ее вызывали, вы добавите какой-то callback в то место, где вам нужно об этом знать. Это, кстати, вот та проблема, которую пытаются решить Angular, React и так далее, которую хорошо решают иммутабельные структуры данных. Но об этом я, возможно, поговорю в конце, если успею. Для тех, кто захочет просто продолжить углубляться после этого доклада, если такие еще найдутся, то вот книжечка, с которой все начиналось, это там 2000, нет, 1900 какой-то год, 96-й, по-моему, с которой началось как бы бурное обсуждение, которое собрало в себе на тот момент набор структур данных, персистентных структур данных, которые можно использовать в реальной жизни. Так вот, то, что мы сейчас рассмотрим, я надеюсь, мы успеем, это списки, стеки, очереди, три мапы, вектора, хешмапы и сеты. Мы будем рассматривать структуры данных, то, как они есть на самом деле, из Closure с примерами в основном на JavaScript. То есть, потому что Closure все равно никто из вас, скорее всего, не понимал. Кто знает, что такое Closure? Практически никто не понимает. Окей. Односвязный список. Это самая простая, самая… я не смог найти проще структуру данных для того, чтобы описать, что же такое персистентность. То есть, он характеризуется тем, что как персистентный, так и не персистентный список реализовывается одинаково для некоторых операций. Например, то есть, все, кто не понимает, что такое односвязный список. Есть. Отлично. Две операции. Push и pop начало. Push, естественно, делается просто. Мы создаем новый узел этого списка и указываем как бы нашу новую переменную в него. Старая переменная остается указывать на старый конец списка. При этом мы переиспользуем всю структуру старого списка и получаем как бы и старую версию, и новую. При этом для того, чтобы хранить обе версии сразу, там, где-то, для debugging purposes и так далее, вам, собственно, достаточно хранить просто вот это значение, чтобы хранить обе версии. Собственно, удаление происходит примерно так же. Вы просто указываете на следующий элемент за началом списка. Я буду очень много раз в этом докладе спрашивать, это понятно, потому что если это будет непонятно, дальше идти не стоит. Это понятно всем? Да. Вопрос? Окей, хорошо. Insert и Remove – это те операции, которые часто в персистентном… Ну, в общем, не так. Персистентные структуры данных, кроме того, что они персистентные, характеризуются еще одним условием, которое может быть не очень приятным. Не все операции могут быть реализованы эффективно для персистентных структур данных. То есть для каждой структуры данных есть операции, которые могут быть реализованы эффективно. В персистентных структурах данных это количество операций минимизируется до самого маленького случая, просто для того, чтобы обеспечить персистентность. Некоторые операции на персистентных структурах данных могут отсутствовать, то есть те, к которым вы привыкли в обычных структурах данных. То есть могут отсутствовать или реализовываться за достаточно большое время, ну, относительно размера этой структуры данных. Но, как бы, как правило, они не то чтобы очень часто используются. В данном случае операции вставки или удаления ноды не из начала списка будут вам… А, ну да, и предыдущие операции вот эти, они константные по факту. Операции вставки и удаления будут вам стоить O от I, где I – это, собственно, индекс с какой ноды вы удаляете или, соответственно, добавляете. Просто потому, что вам нужно будет скопировать все начало списка, после этого вставить в данном случае новую ноду и указать ее на старый конец. При этом шарятся будут между двумя списками вот эти три ноды. 5 и 4, к сожалению, придется копировать в новую структуру данных. Вот. Хочу заметить, что двухсвязный список, в общем-то, не персистентен по определению, потому что, учитывая… как бы это так сказать… короче, то, что у них… у него есть связи и в одну, и в обратную сторону, для того, чтобы вставить ноду хоть куда-нибудь в двухсвязном списке, вам придется полностью его скопировать и поменять уже полную копию. Так что двухсвязный список, как правило, нигде не реализовывается, как персистентная структура данных. Так, стэк – это, собственно, тот же самый linked list, только без операции insert и remove, то есть у него есть только push и pop в голову. Чуть-чуть интереснее. Очередь. Очередь, как правило, реализовывается через или два списка, или список и вектор. Про вектор мы поговорим потом, он значительно интереснее, чем все предыдущее, но и значительно сложнее. Поэтому я объясню, как это работает на двухсвязных списках. Вот, это примерный код, я к нему еще вернусь, но пока попробую объяснить, как эти операции выглядят визуально, потому что в предыдущей версии доклада я этого не делал, это плохо. Лучше всегда объяснять, как выглядят структуры данных визуально. Итак, у нас есть два списка. Один используется для чтения, один используется для записи. запись в очередь, в которой нет ни там, ни там никаких элементов, производится, как бы это ни показалось странным, в список для чтения. Почему такой инвариант этой очереди? Запись в очередь, которая уже имеет какие-то элементы, производится всегда в список для записи. Таким образом, у нас на каждый момент времени у нас существует два вот этих списка. Эти списки персистентные, то есть при каждом изменении этой же очереди, по факту мы получаем как бы два новых списка или один новый список и так далее, и сама очередь тоже персистентная, то есть это две разные структуры данных, которые шарят между собой вот все вот эти синенькие ноды. И они, собственно, вот эти операции вставки и удаления из списка, скажем так, effectively constant, но не всегда. Чтение, то есть не чтение, а как бы удаление элемента из очереди первого. Если у нас оба списка заполнены, то мы просто берем и читаем первый элемент из списка для чтения. Вот если у нас оказывается ситуация, когда в списке для чтения оказывается только один элемент, мы его читаем и дальше мы делаем довольно интересную штуку. Мы берем список для nq, разворачиваем его задом наперед и вставляем для дека. В этом случае у нас сложность вот этой операции в общем будет o от n, но стоит понимать, как это все работает в реальности. То есть если у вас идут постоянно операции вставки и удаления, то вот этот вот nq, который мы будем разворачивать, он будет маленький. Соответственно, как бы, ну и развернуть его достаточно дешево. Если у вас получается ситуация, когда вы сначала все вставляете, а потом читаете, то этот nq будет большой, но после того, как вы его один раз развернете, вы будете просто дальше считывать информацию из дек лист достаточно долго. То есть в общем случае оно работает достаточно быстро. И выглядит это так. Вот в реальности это, да, JavaScript, все дела, все хорошо. То есть лист в данном случае это персистентный лист и при каждом вот nq и дек соответственно мы каждый раз возвращаем новую структуру данных, в котором меняем или список для чтения, или список для записи. То есть осознаем, задаем вопросы. Реверс нужен для… смотри, потому что мы хотим, ну то есть это очередь. Мы сначала записываем элементы, потом хотим, чтобы в том же порядке мы их считали. Считывать напрямую и удалять элемент из конца списка очень дорого. Поэтому для того, чтобы сделать это дешево, мы производим один раз реверс, который дорогой, но дальше мы будем считывать напрямую из дек лист, который, собственно, будет нам считывать, точнее удалять элементы с самого начала за константное время. То есть это оптимизация для того, чтобы сделать очередь более или менее производительной в реальных кейсах. То есть после того, чтобы первый раз из очереди что-то выкинула, у нас появится перевернутый? Если у нас был nq лист заполненный, да. Причем он появится уже в дек лист, развернутый, и больше мы разворачивать как бы, пока что нам больше разворачивать нечего, пока не окончательно опустеет вот этот дек лист. Да. Они собираются garbage collection в общем случае. То есть если вы хотите использовать это не в garbage collected языках, там типа C++, я думаю, не все структуры данных это могут сделать, если да, то вам придется там работать с ревкаунтами почти на каждом уровне. Нет, хранятся не div, хранятся полные, ну то есть смотри, какой div, вернемся сначала, где div между вот этими структурами данных? Двумя. То есть у тебя есть два списка, первый и второй, две переменных, между ними нет div, ты div как таковой не хранишь, но если у тебя есть желание, ты можешь оставить ссылку на старую структуру данных, которую можешь потом добавить там семерку, которая уйдет вот сюда. А можно, можно, пожалуйста, микрофон человеку, то я его не слышу. Да, имею в виду, но я запомнил, что 6 у меня вставляется в голову списка, да, в начало, то есть это и есть div. Сама операция запомнилась и запомнилась и операция. Это не всегда возможно. Это не всегда возможно, и в общем случае как бы div хранить, ну вот, что значит хранить div? У тебя есть объекты, у тебя есть объекты в памяти, которые каким-то образом связаны друг с другом. Как ты, как можно хранить их div? Ну как Svn div хранить. В общем случае, нет, оно так не работает. Оно так работает с точки зрения вот логической, но именно div не хранятся, потому что div имеет смысл хранить, когда ты их там, потом захочешь обратно восстановить в объекты. Зачем тебе хранить div, если у тебя уже есть вот эти объекты? Чтобы память меньше расходовать. А? Чтобы память меньше расходовать. Почему? Окей, смотри, вот эти две структуры данных, первая и вторая, отличаются на один элемент. Как ты сможешь сохранить div между этими двумя структурами данных, не сохранив как минимум этот элемент? Ну я сохраню первую структуру, сохраню выполненную операцию, сохраню оперант. Так, у тебя и так есть две структуры данных. Ну а на третьей операции у меня третья структура, правильно появится? Да, которая тоже будет отличаться одним единственным. То есть память линейно будет расти после каждой операции, правда? Еще раз. Память будет линейно расти. Память будет линейно расти для всех, короче, для всех вот этих версий структур данных, если ты захочешь их хранить, ну вот как бы вместе, не то, что память будет расти, короче, для того, чтобы хранить две этих структуры данных, нам нужно условно говоря шесть ячеек в памяти, три структуры данных, семь и так далее. Понятно, спасибо. Да. Подождите, подождите, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Вернуться к слайду сочи. С какой именно? Про которую парень спрашивал. Ну вот. Пример, там где диф был. Там где что? Там где было добавление элемента шестого. А лист? Да, да, вот этот слайд. То есть у нас нету как такого дифа и у нас… У нас нет дифа, у нас есть две ссылки на два разных списка, которые шарят между собой по факту весь старый список. И то есть одна ссылка это на пятерочку, которая дальше продолжается до один. Да, вторая на шестерку. Понятно, спасибо. Сюда еще, на второй. Подожди, подожди. Вопрос такой, а если в какой-то момент мы захотим эти персистентные структуры хранить в базе данных? То есть, ну когда они в памяти, у нас все здорово, все классно. Персистентные структуры данных называются персистентными не потому, что это persistence, база данных и так далее. Я говорю, если в какой-то момент нам это потребуется. Хорошо, как ты будешь обычный список хранить? Точно так же. Они не для того, чтобы сохранить, сдампить вот эту штуку, сериализовать и положить куда-то. Если ты захочешь, ты можешь это сделать примерно, ну как бы, все равно, храня вот это все. Но для того, чтобы сдампить это в строку, тебе нужно будет каким-то образом закодировать то, что вот эта шестерка ссылается на вот эту пятерку, у которой было предыдущее значение. Это персистентные структуры данных называются персистентными не потому, что мы их сохраняем в базу данных на диск или куда-то еще, а потому что они сохраняют свое предыдущее состояние. То есть они сохраняют свою историю как бы в них. Эта история может быть удалена garbage collection, если она никому не нужна. Если она нужна, она будет храниться и она будет храниться очень эффективно. Ну и вы получаете все плюсы функционального программирования, конкаренсии и так далее. Породолжим. Так, три мапы. Все просто, все понятно. Кто не знает, что такое три мап? Все знают, что такое три мап? В данном случае я хочу уточнить, что мап это просто отображение из ключей значения, а три это детали реализации. Это всегда так, но я просто уточняю. Для персистентных структур данных это отношение сохраняется. Три мапы, как правило, реализуются с помощью binary search trees или его подвида красно-черных деревьев. Binary search trees могут выглядеть так. Так. Ну или, как правило, они выглядят все-таки так. То есть у нас есть какой-то корневой элемент деревья, слева от него находятся элементы, которые меньше него, справа, которые больше него. И это отношение сохраняется на всех его уровнях. На самом деле, для того, чтобы это был мап, в каждой ноде должен храниться не просто какой-то ключ, а еще и его значение. То есть в данном случае у каждой ноды есть еще и значение внутри них, но мы их подразумеваем, что они есть. С точки зрения персистентности значения никак ни на что не влияют. Операция добавления в персистентную структуру данных отличается от неперсистентного дерева тем, что вместо того, чтобы найти место, куда нам нужно вставить, и просто взять и вставить, нам приходится для того, чтобы обеспечить персистентность, копировать весь путь от корня к узлу, который мы вставляем, и попутно расставляя ссылки на предыдущие поддеревья, которые существовали. Таким образом, по факту мы для этого тратим от log2n памяти и времени, но получаем на выходе два дерева, два корня, с которых будут двумя восьмерками, которые шарят между собой большую часть своей структуры. То есть фиолетовыми показаны ноды, которые остаются в обоих деревьях. Синие – это то, что осталось только в старом, а оранжевое – это то, что появилось только в новом. Поэтому тут на втором ряду вопрос. Про балансировку будет чуть дальше. Вот эта штука называется PES-копиинг. Пожалуйста, запомните это название, потому что оно нам понадобится на всех остальных структурах данных. Так, это было удаление, это было добавление. Обновление абсолютно аналогично. То есть мы идем вниз, попутно копируя все ноды и обновляем одну ноду. То есть вместо пятерки у нас появляется нода 42. При этом, как всегда, все остальные части, которые нам были не нужны, мы удаляем. На самом деле тут не совсем… В общем, вот это уже появилось не binary… Короче, неважно, игнорить. Удаление абсолютно аналогично. Просто вместо того, чтобы тут иметь ссылку на пятерку, мы имеем ссылку на пустую ноду, которая никак не хранится, по факту тут будет нул. Красно-черные деревья. А кто знает, что это такое? Кто знает, почему они такие крутые? Окей. Я нет. Так вот, красно-черные деревья – это подтип binary search trees, которые нам позволяют делать… короче, которые позволяют нам гарантировать, что дерево не выродится в список, по факту. Что значит выродиться в список? Это значит, что оно уйдет… Все добавления последующие уйдут в какую-то сторону, там, влево или вправо. Например, вы вставляете в дерево числа от 1 до 10 подряд. В итоге, если вы не будете балансировать, все числа в binary search trees уйдут постоянно направо. Вот. Red-black trees – это один из алгоритмов, которые позволяют балансировать эти деревья. Он говорит о том, что у нас по факту есть два ин-варианта, и там несколько дополнительных условий. Два ин-варианта – это вот красный и черный. Красный говорит о том, что у нас не может быть две красные ноды одна под другой. То есть… А, и red-black trees, в принципе, это обычные деревья, которые… в которых все ноды раскрашены в один из двух цветов. Это красный или черный. Так вот, красный говорит, что двух красных подряд быть не может. Черный говорит о том, что каждый путь от минимальной и максимальной… Как бы так сказать. Короче, минимальный и максимальный путь от корня к листьям будет отличаться не более чем в два раза за счет того, что как бы… Ну, короче, да, будет отличаться не более чем в два раза, потому что в нем будет не более чем… Точнее, в нем будет одинаковое количество черных нод. Когда мы вставляем в этот список, в этот дерево, простите, нода всегда получается красный, когда… И корень всегда остается черным. Это, кстати, вот… Корень всегда остается черным – это опциональное условие, но, как правило, оно так и есть. На самом деле, с точки зрения конкретной реализации, это все можно свести к четырем видам балансировки. То есть у нас есть вот это, вот это, вот это и вот это, которые в итоге превращаются вот в это. Это просто стоит запомнить, как бы этот… И эта штука на самом деле работает. Дальше вам, возможно, будет немного непонятен код на скале, он немного страшен, ну, как и любой код на скале и так далее, но в то же время он очень красив. Функция balance в данном случае отвечает вот один в один, собственно, тем четырем случаям балансировки, которые я показывал. То есть мы говорим, есть ли у нас там два красных бранча подряд, два красных бранча подряд и так далее. То есть каждый кейс четко отвечает за то, что у нас был один из случаев, которые описаны двумя слайдами ранее. И дальше мы возвращаем то, каким образом нужно перебалансировать это дерево. И два последних случая, то есть тут всего шесть кейсов, четыре из них это случаи балансировки, последние два это мы просто возвращаем эти все ноды, не балансируя. При этом, что интересно, красное-черное дерево, в общем-то, балансируется снизу вверх. То есть мы вставили какое-то, мы вставили или удалили, ну, в случае удаления там все чуть-чуть сложнее, мы вставили какую-то красную ноду вниз. Если у нас оказалось две красных ноды, мы их как бы переставляем. Если у нас после этого оказалось две красных ноды, мы их переставляем дальше. И в итоге оно как бы балансируется сначала на низком уровне, потом на высоком, потом еще на высоком, пока не дойдем до рута. Эта штука не очень хорошо, скажем так, она не очень хорошо работает с персистентностью, то есть она вам сможет сломать structural sharing для того пути, куда вы вставили. Потому что вы будете перебалансировать эти все ноды. Но при этом оно не затрагивает те ноды, которые вообще не касались балансировки, то есть другие поддеревья, которые находятся справа или слева. Эта штука достаточно эффективно работает в реальных условиях, поэтому, честно, я не знаю, насколько эта штука влияет, насколько плохо эта штука влияет на персистентность, но, учитывая то, что все языки функциональные имеют реализации тримапа с помощью именно красно-черных деревьев, я думаю, говорит о том, что эта штука работает достаточно хорошо. Тут начинается самое интересное. Тут и на следующей структуре данных. Итак, вектор – это, собственно, все понимают, что такое вектор. Это некоторый кусок памяти, к которому мы имеем доступ по индексам за константное время. Это то, как работают векторы вне функциональных языках. В функциональных языках все становится значительно сложнее, к сожалению, или к счастью. Кто знает, что такое try? Один? Ну, да. Окей. Значит, не зря я это все делал. Try – это структура данных, которая позволяет вам закодировать с помощью дерева ассоциативный массив. В данном случае – это простой пример из Википедии. В данном случае у нас закодированы вот эти слова и соответствующие им значения. Каким образом? Мы слова бьем посимволно и каждому символу сопоставляем стрелочку из соответствующей ноды. То есть для того, чтобы найти значение по слову «чай», мы будем идти «t», «e» и «a». И в итоге придем в ноду «t», которая имеет значение «3». Это очень важно. Это понятно? Это индексация по сути. При этом стоит заметить, сразу стоит заметить, что try – он не обязательно бинарный. Он вообще может быть какой угодно. В данном случае try может быть, если вы расширите алфавит, то он может быть какой угодно по ширине. На каждом из этих уровней. В смысле? Почему тройка? Нет, тройка – это значение. Это просто то значение, которое мы храним. Тут может быть «object.new.что-нибудь еще». Это понятно? Это очень страшное слово, с помощью которого в Closure реализовывается вектор. Это структура данных, которая называется persistent bitpartitioned vector try. и она очень прикольная на самом деле. Представьте себе, что такое вектор. Ну или массив, raylist, неважно, как вы это назовете. Вектор по факту – это ассоциативный массив из индексов в какие-то значения. Представьте себе, что мы индексы разобьем на отдельные биты и каждому этому биту поставим в соответствие какую-то стрелочку в try. В итоге это приведет к тому, что мы наш вот этот старый вектор сможем представить в виде вот этого try и иметь возможность легко перейти к нужному нам значению. То есть для третьего элемента, то есть у нас индексация с нуля, то есть к третьему элементу у нас будет путь 0, 0, 1, 0. То есть 0, 0, 1 и тут нулевой элемент. То есть тут у нас двоечка. Понятно? Нужно понять, что вектор, собственно, он будет расти только вправо. То есть у него элемент сначала 0, потом 1, потом больше. Самый минимальный вектор вот такого вида будет выглядеть так. Ну тут на самом деле значения не будет. Ну то есть двухэлементный вектор будет выглядеть так. То есть у нас будет 0 и 1, которые достаются за один шаг. Четырехэлементный вектор будет выглядеть так. То есть 0, 1, 2, 3. И при этом нам понадобится еще один уровень дерева и 2 шага для того, чтобы узнать, где находится нужное нам значение. Семиэлементный в данном случае тут одного значения нет. Будет выглядеть так. И у нас добавляется еще один уровень вверх. И у нас уже значения трехбитовые. Девятиэлементный трай будет выглядеть вот так. Даже девятиэлементный вектор, построенный на базе трая, будет выглядеть вот так. Нужно понять, что в данном случае вот эти все внутренние ноды, они существуют исключительно для того, чтобы иметь возможность индексировать этот вектор для, ну как бы, внутри трая. Они не хранят никаких значений, кроме того, что они используются для индексации. Они, по факту, они хранят только вот эти вот ссылки. И еще, ну короче, да, ладно. И зачем вообще вектор представлять вот в таком вот виде? Для того, чтобы иметь возможность использовать пэскопиинг, который мы услышали первый раз на обычных деревьях бинарных, и иметь возможность не перекопировать весь массив каждый раз, когда мы добавляем, изменяем или удаляем элементы из него. Мы можем делать добавление, удаление, изменение любого элемента по любому индексу. В данном случае мы меняем пятерку на слово bif. И мы делаем это абсолютно аналогично случаю с деревом. То есть мы копируем полностью новый путь к вот этой листьевой ноде, попутно расставляя ссылки на уже старые существующие ноды, которые были до этого. При этом, как бы, у нас получаются два вектора, каждый из которых шарит большую часть структуры данных между собой. и сложность вот этого всего будет от log2n по времени и столько же по памяти. n в данном случае это общий размер вектора. То есть путь по дереву это вектор, да? Путь по дереву это вектор, да? Ну вот тот, который был там изображен. Путь по дереву это индекс. Это индекс, который приводит к значению, которое записано в листьевых нодах. То есть индекс разбитый на бит, и каждый бит… Но вектор это же по сути есть индекс. Нет. Вектор это набор элементов, которых индексом соответствует какое-то значение. И который начинается с нуля и растет до бесконечности. Ну а вот это вот… Array. Вот. Вектор это вот это. Да, да. Ну так это же и есть индекс. Хорошо. И если бы я тут… Bif это не индекс. Нет, Bif это не индекс, но 0,1,2,3,4, Bif,6,7,8 это индекс. Это значение, которое в данном случае соответствует индексам, просто для того, чтобы это было чуть-чуть понятнее, почему мы приходим именно в эту ноду. Но вообще нет, это не индексы, это значения. То есть вот здесь хранятся индексы. Вот здесь хранятся значения, а индексы это пути… Ну, к четверке мы можем же прийти только… К четверке мы прийдем 0,1,0,0. Ну, в любом случае. Да. Независимо от… Ну, здесь же может быть не 4, а 100,5,4,2. Ну, а мы можем в одном векторе… А, можем, все. Еще вопрос. Там, там, там. А вот у нас Red Black 3, и вот здесь вот апдейт стоит одинаково. Имеет ли в каких-то случаях использовать, может быть, именно 3Map вместо вектора? Это будет… Это будет дальше. Спасибо. Так. Что-то… В общем, пока вопросов я не принимаю, дальше будет сложнее, но быстро. Добавление. Добавление характеризует… Короче, добавление – это три случая. Первый из которых у нас есть листевая нода, в которую мы можем добавить значения. В этом случае мы просто копируем и заменяем листевую ноду, добавляя в нее значение 5. В данном случае добавление приводит к тому, что мы создаем новые ноды правее от тех, которые у нас были раньше. И оставляем ссылки на предыдущие. И последний вариант – это когда мы переходим от восьмерки к девятке, от 16 к 17 и так далее, когда нам нужно добавлять новый корень, который находится выше предыдущего по уровню, просто потому что вот такой вектор не может уже хранить 9 значений. Вот такой вот трай. Удаление происходит абсолютно аналогично. То есть было 4.5, стало 4, скопировали путь. Было 4.5, 6, стало просто 4.5, а вот эта ссылка на 6, ее больше не существует. И, собственно, удаление последних случаев, когда мы переходим от девятки к восьмерке и так далее, мы вместо того, чтобы хранить вот этот вырожденный корень, мы от него просто избавляемся. У корня всегда будет 2 ссылки вниз. Это я показал вам вектор с бренчинг-фактором 2. Бренчинг-фактор – это количество нод на вот этом уровне. То есть для того, чтобы хранить 9 элементов, хотя бы 9 элементов, нам нужно 3 дополнительных уровня. Это ведет к тому, что у нас будет сложность алгоритмов log2n. Это вектор с бренчинг-фактором 4. То есть для того, чтобы хранить 16 элементов в таком векторе, нам достаточно всего лишь одного дополнительного уровня. В реальности у нас бренчинг-фактор будет 32. То есть на каждом уровне вектора у нас будет 32 значения, которые, соответственно, ссылаются вглубь, 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 вглубь. То есть для того, чтобы хранить 32 элемента, нам достаточно просто сразу ссылаться на листевую ноду. 32 в квадрате – один дополнительный уровень, 32 в третий и так далее. На практике это часто маркетологами продается как константу. Просто потому, что для того, чтобы хранить 1 миллиард элементов, вам достаточно иметь всего 6 уровней. И на практике 1 миллиард элементов в векторе – это уже достаточно дофига. А O от 6 и O от 1 – это не то, чтобы сильно отличающиеся варианты. Индексацию мы, в общем-то, разобрали. Для векторов вот такого вида у нас индексация теперь выполняется не по одному биту, а по два. То есть мы группируем векторы, точнее мы группируем вот эти биты, на которые мы разбили числа, индексы, на группы по два. И каждому из вот этих вот ячеек, а каждая из этих значеек соответствует два бита, теперь они один. Для бренчинг-фактора 2 у нас получается для миллиарда, например, для индекса в миллиард, у нас получается вот такое вот число. Для бренчинг-фактора 32 у нас получается ровно 6 групп, которые вот-вот описаны. Вот так выглядит вектор, точнее вот так выглядит один путь у вектора, имеющего бренчинг-фактор 32, который имеет вот столько, чуть больше миллиарда элементов. И, собственно, для того, чтобы найти в нем значение по индексу 1 миллиард, нам понадобится выполнить вот таких вот 6 прыжков. И нужно понимать, что на самом деле, как бы, вот это я показал, это только путь к индексу 1 миллиард. На самом деле на каждом из вот этих вот уровней у нас будет количество элементов, это степени 32, то есть в данном случае рутовый элемент у нас будет один, потом их будет 32, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой. Хэш-мап. Как и для 3-мапа, хэш – это деталь реализации. Эта структура данных называется Persistent Hash Array Map Try. Еще сложнее. Но на самом деле, если вы поняли вектор, то примерно вы достаточно быстро поймете, что такое хэш-мап. Оно базируется в Closure, оно базируется на вот этих двух публикациях, которые написал Фил Бегвелл, который работал в компании, которая занимается разработкой кайскалы. Эти две публикации описывают структуры данных, которые называются, в общем-то, ideal hash tries, уже ideal hash trees, которые рассказывают о том, как построить отличную хэш-таблицу на базе try. В Closure, собственно, вот эти две публикации были использованы в качестве референсной реализации, только в них добавилась персистентность. Поехали. Нет, нет, нет. Да. То есть общий принцип простой. То есть хэш-мапа как работает? Мы находим хэш от ключа и дальше с ним что-то делаем. В данном случае хэш от ключа это int и дальше мы будем строить try, используя вот эти хэши как индексы. Естественно, мы не будем, собственно, строить вот такую вот огромную структуру данных, если у нас появился сразу же хэш со значением миллиард. Поэтому мы будем строить их постепенно и pass-copying в данном случае будет работать точно так же, как и раньше. Это уже пошла типичная реализация, не типичная, а реальная реализация, как она работает в Closure. У нас есть три типа нод. Вот это первая. И у каждой ноды есть, по факту в данном случае мы рассмотрим две операции, asog и find. Asog это аналог пута, find это, соответственно, найти по ключу какое-то значение. То есть k-value понятно, что это такое. Хэш это вот тот хэш, который мы нашли, применив ключу хэш-функцию. Shift это смещение относительно начала, как бы это так описано, а вот так это можно описать. Shift это смещение от начала вот этого битового значения хэша. То есть на первом уровне хэш-мапа оно будет 0, на втором 5, на третьем 10 и так далее. Bitmap to index node это первый тип нод, который используется там. Он построен примерно таким образом. То есть мы добавляем в хэш значение с хэшом 1 миллиард 3. Это вот такая вот строка. Как работают битмапы индексы в базах данных, кто-то знает? Не многие. Принцип такой. Мы находимся на первом уровне, это корневой элемент хэша в данном случае. Мы находимся на нулевом уровне. Мы берем во внимание только вот эту первую группу. Значение 0,011 это 3. Просто вот троечка. Мы записываем единичку на третью позицию вот в этом битмапе. Битмап это набор бит, как массив бит рассматривается. И записываем ключ значения как бы отдельно в массив. При добавлении еще одного элемента, который хэш миллиард, у нас появляется единичка на нулевой позиции. При этом нам нужно каким-то образом… Да, ну и битмап, собственно, показывает, какие элементы с какими хэшами у нас уже были вот в этой ноде. Собственно, как мы соответствуем тому, что вот эта единичка соответствует вот этому значению, а вот эта единичка вот этому. То есть массив мы описываем таким образом, что вот эта единичка соответствует нулевому элементу, вот эта единичка первому. Если появляется единичка вот здесь, то оно будет на третьем месте. Собственно, добавляем миллиард пять, пошла единичка сюда, и ключ значения записались как третья пара. Это понятно? Кому уже непонятно? Ну, просто. Окей. Пять минут. Ладно. Whatever. Слайды будут доступны. То есть принцип такой. Если у нас здесь есть единичка, нода, точнее, ключ значения, который… Вот этот ключ, он здесь был, и, соответственно, он находится на определенной позиции, которая соответствует количеству единичек правее от нашей. То есть правее этой единички ноль единиц, правее этой единички одна единица, правее этой единички две единицы, и, соответственно, вот это идет на нулевой индекс, вот это идет на первый индекс, вот это идет на второй индекс. Оно придет сюда же, сейчас я расскажу, как это будет выглядеть после этого. Пока что здесь нет никакого path copying, то есть каждый раз, когда мы создаем, точнее, когда мы изменяем вот это все значение, мы создаем вот новую ноду заново. То есть пока что у нас никакого толку от персистентности в общем-то нет, мы каждый раз полностью пересоздаем вот эту вот штуку. Добавляем значение 1.0.0.32, которое в данном случае будет мапиться на тот же самый нолик, куда и мапился 1 миллиард. В этом случае мы заменяем вот эту пару ключ-значения, потому что вот эта единичка может просто сказать да или нет, было или не было. Она не может сказать, что было с таким-то ключом, было с другим ключом. Это, собственно, так работают битмап индексы. Мы просто определяем да или нет. Нумерация, собственно, остается той же, но вместо того, чтобы на базе вот этой единички, которая находится здесь в массиве на нулевом индексе, мы вместо того, чтобы хранить тут ключ-значения, мы создаем подноду, которая работает абсолютно так же, как и предыдущая битмап индекс нода, в которую добавляем вот этот k2, у которого хэш был 1 миллиард, и k4, у которого хэш 1 миллиард 32. При этом мы используем уже не последнюю группу, а предпоследнюю, потому что мы углубились на еще один уровень внутрь хэша. Добавляя значение, например, 1007 после этого, мы изменяем только корневые ноды, но вот эта нода, которая не повлияла никак на значение 7, то есть мы тут добавили вот эту единичку, которой тут не было, и записали k5, v5. Вот эта нода, она остается как есть, мы просто на нее оставляем ссылку. Здесь уже проявляются нюансы персистентности. Первая оптимизация, это когда мы меняем вот этот битмап просто на массив из 32 элементов, где нулы будут значить, что этого элемента нет, а ссылки будут всегда ссылаться на ноды внизу. Зачем это делается? Для двух причин. Во-первых, вот это все-таки уже быстрее и эффективнее обрабатывать. Во-вторых, при дальнейшем росте хэша вот эти вот ссылки вниз, они ведут к тому, что вот эти ноды, которые находятся внизу, они будут более вероятно как бы расшарены между старым и новым значением. Вторая оптимизация, это хэш-коллижен ноды. Это когда у вас в итоге приходит ключ-значения, которые абсолютно одинаковы. То есть два ключа, у которых хэш абсолютно одинаков. То есть в этом случае мы создаем не битмап индекс ноду, потому что у них полностью одинаковый хэш. Мы не можем их различить на этом этапе. Мы просто создаем хэш-коллижен ноду, записываем туда хэш и складываем туда ключ-значения. Как делается поиск по этому всему? В битмапе мы просто смотрим для каждой группы, которая нам сюда зашла. Если единички нет, значит этого значения в хэше никогда не было. Если единичка есть, мы смотрим. Если это реф, то мы, используя следующую группу, углубляемся внутрь и смотрим, есть ли это значение там, если да, какое у него значение. Если это сразу ключ-значение, то мы проверяем. Если ключ совпадает тому ключу, который мы ищем, значит V1 это то значение, которое нам надо. Если нет, то нет. В array мы всегда говорим, типа, если ссылка вниз есть, значит значение есть, и ищи его ниже. Если ссылки нет, ну как бы в хэш-мапе нет такого значения. Для хэш-коллижен-ноды мы просто сравниваем ключи, вот весь array мы прогоняем, как бы сравнивая ключи, потому что, ну часто бывает, когда у вас для разных ключей одни и те же значения хэша. Сеты реализуются через мапы, собственно, это понятно. В кложере в данном случае в качестве значений используются ключи, но вы можете использовать все что угодно. Я видел реализации, в которых просто записывается true, например. Вот так это все развивалось. То есть начиная с 59-го года, когда, собственно, появился try, оно потихоньку-потихоньку шло, и через две статьи Фила Бегвелла в 2007 году привело к тому, что эта штука стала использоваться в кложере. Домашнее задание. Это, вот, посчитайте про то, что такое транзиенты. Я ничего не скажу. Это интересно, но уже не успеваю. Я еще успеваю что-то сказать? Нет? Короче, персистентные структуры данных – это отличный способ ускорить ваши React-приложения, которые используют Redux. За всем остальным, как бы, можете потом подойти. Спасибо. А, не, можете хлопать. Я хочу поблагодарить, собственно, организаторов конференции. Я маленький пиар, то есть мы тоже делаем митапы в VIXE. В данном случае у нас будет следующий митап 23 августа. Мы находимся на meetup.com, наша группа. Там в Днепре этих митап-групп, наверное, штук 5 максимум, поэтому найти нас можно легко. Поэтому спасибо. Вопросы потом. Можно микрофон? У кого есть вопросы? Еще буквально пару минут, а потом уже в кулуарах отдельно. Окей? Отлично. Вы про структуры данных говорили. Мне интересно, вот вектор, да, там доступ за логарифмическое время. Лог по 32 ОТН. Сортировка такого вектора. Какие там огромные ж накладные расходы будут. Да, да, да. Плюс еще на выделение памяти. Вот эти структуры данных, они отличаются тем, что некоторые операции могут занимать очень долгое время. Сортировка, да, это одно из них. С этим последний мой вопрос. Вот два подхода. Классический, да, когда мы не храним вот эту версионность и так далее. Какую задачу нельзя решить с помощью старого подхода, но можно легче решить вашим подходом. Дело не в том, что легче или сложнее. Дело в том, что эти структуры данных это базис для того, чтобы минимизировать изменения состояния в вашем приложении. То есть это лучше сделать целый доклад про просто функциональное программирование и так далее, который вот эту часть покроет, идеологическую имя. Но здесь участвует идеология. Я не люблю идеологические споры, хотя я в них очень люблю участвовать, но вообще я их не люблю. Так вот, если вы не изменяете структуры данных in place, то вы можете гарантировать, что вот имея очень-очень длинный стэк функций, в которых эти структуры данных передаются, что ни одна из них ничего не изменит. И если вот самая последняя из них вернет какую-то обновленную структуру данных, на которую нужно заменить первую, это будет происходить всегда в одном месте. Это основа того, на базе чего вы можете изолированно контролировать изменения состояния в вашем приложении. Если вы это привыкли сделать, вы просто не будете возвращаться к старым структурам данных вообще никогда. За исключением performance. Самый простой способ отсортировать массив, это скорее всего скопировать его в обычный, отсортировать, скопировать обратно. Это будет достаточно дешево, чем постоянно доступиваться до O от log at n. Но при этом, собственно, O от log по 32pn, как можно заметить, то есть для миллиарда элементов это всего 6 дополнительных доступов. У вас CPU за то, что вы будете достукиваться к разным элементам, если вам реально нужно достукиваться в разных элементах, все равно сожрет на доступах к памяти. Вы не будете делать обмен, вы будете строить заново, ну не постоянно, а как бы… А, это, кстати, еще может решиться с помощью транзиентов, можешь почитать. То есть транзиенты – это способ оптимизации. Давай. Маленький вопрос. Последний вопрос, да. Персистентная база данных, да и томик от автора, к ложу. Приходилось ли щупать и… Нет, ну щупать приходилось, использовать в продакшене нет, я бы… Ну, то есть я не могу рекомендовать. Это интересно, но это интересно не с точки зрения персистентных структур данных, это интересно с точки зрения применения ивент-сорсинга и версионирования, ну точнее, и сохранения всех историй изменений, которые у вас в базе данных были. А Closure, Closure Script… Да, использовал. Продакшен, да. Отлично, поздравляю. Спасибо. Да, давайте еще раз похлопаем Паше. Пожалуйста. Паш, ты взорвал, наверное, многим мозг тут. Вот, мне самый большой вопрос был, почему там что-то Black… Red Black 3? Да, написано зеленым, а не черным. Это тут так видно, оно черное. Вот. Хороший вопрос. Да. Возьми тебе пакетик. Подарочек, отлично. Вот, у меня… Я тебе уже подарила подарочек, и хочу тебе подарить вот такую грамоту на память. Вот, не знаю, возможно, тебя поставишь где-то у себя там возле стола рабочего, и будет вспоминать о сегодняшней конференции, и будешь вспоминать всех нас. Спасибо большое тебе, что пришел к нам. Спасибо. Сейчас мы поговорим, мне кажется, на данный момент по поводу очень популярной темы. Вот, поговорим о том, как создавать собственного интеллектуального бота, и об этом теме нам больше, более детально расскажет наш следующий докладчик. Пожалуйста, поприветствуйте, Александр Краковецкий. Ура, ура. Раз, раз. Ну что ж, доброго дня, шановне друзей. У нас сегодня такое чудовое место. Мне очень приятно, что Днепропетровск, Днепро на сегодняшний момент стает таким достаточно интересным IT-центром. Мне очень нравится, что большая количество конференций проходит в Днепре. И мне очень приятно, что я тоже частью этого IT-комьюнити. Поэтому сегодня мы поговорим про ботов, мы поговорим про то, каким чином, взагалі, что происходит в мире, почему это стало популярным самым сегодня. И, взагалі, поговорим про то, каким чином написать интеллектуальный бота, используя Microsoft-технологии и Microsoft-бот-фреймворк. Меня зовут Александр Краковецкий, я керівником компании Деврейн Солюшнс. Мы как раз таки занимаемся и Microsoft-технологиями, и останним часом разработаем власных ботов. Также я захисли в кандидатскую по штучному интеллекту, поэтому, в принципе, какие-то вещи, которые связаны с математическими методами, с обработкой данных, тоже сегодня будут присутствовать в моей презентации. Ну что ж, поехали, давайте подивимося спочатку, взагалі, чому про боти всі почали говорити. Ми з 2007 року почали жити в світі, де є дуже багато мобільних аплікейшенів. В якийсь момент це був великий бум, кожного дня з'являються більше тисячі аплікейшенів для платформи, iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry, Nokia и так далее. Але на сьогоднішній момент ми бачимо певний спад в розвитку мобільних аплікейшенів, і люди почали менше качати, менше користуватися, і в той же час ми бачимо, що є певна категорія мобільних аплікейшенів, які починають рости. Це месенджери. Якщо ви подивитеся на цифри, на сьогоднішній момент WhatsApp має 1 мільярд активних користувачів, Facebook Messenger 900 мільйонів, WeChat 700 мільйонів, і ці цифри постійно збільшуються. Відповідно, так як всі ці платформи були досить закритими, ми не мали змогу отримувати доступ до тих людей, які чатяться, але все змінилося тоді, коли WhatsApp, Facebook і інші компанії зрозуміли, що потрібно давати доступ і створювати певні автоматизовані речі, які ми зараз називаємо мобільними ботами. Що взагалі відбувається на сьогоднішній момент в світі? Які є хороші приклади? Ну, наприклад, стартап, який має назву MSG AI, який займається тим, що він поєднує локальний бізнес з інтелектуальними ботами, і він дозволяє зменшити кількість операторів, які працюють, скажімо так, в службі підтримки, і, наприклад, 70 операторів були замінені на один чат-бот. В принципі, це досить такий очевидний кейс, і насправді не можна сказати, що цей кейс є унікальним, як для 2016 року, тобто такі кейси, вони були і раніше, але на сьогодні ось цей поріг входу для компаній, для бізнесу, він є досить низьким. Ось ще один приклад, це 19-річний розробник, розробив робот, який допомагає консультувати водіїв, які отримали штрафи за неправильну стоянку. Ну, тобто, ідея в чому? Штраф, наприклад, коштує 100 доларів. А для того, щоб знайти юриста, який напише вам правильну скаргу для того, щоб відправити, це коштує приблизно 300-400 доларів. Ну, зрозуміло, що простіше, дешевше заплатити штраф. Але ось ця розробка, вона робить наступну річ. Вона виясняє за допомогою деяких питань, а взагалі, ви дійсно побачили знак, що там не можна паркуватися, а ви дійсно впевнені, що там не можна паркуватися, і так далі. Тобто, і оці типові відповіді, вони збираються, і під кожний випадок формується певна заявка, яка відправляється в контролюючий орган, потім проходить якась певна кількість часу, і в 90% випадків представники державних органів не йдуть в суд, щоб оскаржити цю скаргу. І, відповідно таким чином, ось цей бот зекономив 3 мільйони доларів, і ці гроші, по суті, власники авто не платили. От за рахунок одного бота. Якщо, в принципі, бувають такі ситуації, коли бот не може розпізнати, що це за ситуація, тоді ця ситуація попадає безпосередньо розробнику, і він в ручному режимі, ось цей там 2-3-5% випадків, розглядає самостійно. Ось, в принципі, теж хороший кейс. Є такий ринок азіатський, про який ми дуже мало чого знаємо, там взагалі все дуже цікаво. Наприклад, є Тіна, це Телеграм-бот, який має 2,6 мільйонів підписчиків, і який кожного дня спілкується з величезною кількістю іранців. Причому це абсолютно такий, тобто це емуляція дівчини, молодої дівчини, яка може допомогти, поспівчувати, надіслати якусь цікаву інформацію і так далі. Ще один приклад, це Microsoft Китай, який емулює роботу 17-річної дівчини, вона живе в WeChat і Weibo, це два популярних месенджера азіатських. І насправді ось цей чат-бот називають найбільшим в історії тестом Тюрінга, тому що величезна кількість людей кожного дня чатиться з ботом, не знаючи, що вони чатяться саме з ботом. Відповідно, ну якби тест Тюрінга багато хто проходить. І ще один такий хороший приклад, стартап X2AI з Кремлівої долини, вони займаються тим, що написали бота, який є психологом для біженців, для сирійських біженців в Лівані, тобто не вистачає людей, які надають психологічну допомогу, і відповідно ці боти допомагають якимось чином працювати з людьми. Тобто, як ви бачите, вже досить багато є прикладів цікавих. Зараз ви можете побачити, що велика кількість венчурних капіталістів, і в Кремлівій долині дуже багато проєктів, які пов'язані самі з ботами. Чому боти? Ну, знову ж таки, яка причина, чому ми не можемо писати сайти, чому ми не можемо робити мобільні аплікейшони? Є насправді чотири простих причини. Замість того, щоб писати, використовувати власну інфраструктуру, створювати цю інфраструктуру або її орендувати, ви можете використовувати вже існуючу інфраструктуру. Тобто, у кожної великої кампанії, Facebook, Microsoft, у них вже є своя інфраструктура, на базі яких працюють ті чи інші боти. Тот же самий Telegram. Для того, щоб розіслати вам повідомлення, вам не потрібно мати потужні сервери, для того, щоб всім ваших тисячу чи десять тисяч підписчиків відправити повідомлення. Це бере на себе Telegram. Тому це дешеве рішення. Відповідно, все, що вам потрібно зробити, розробити певну логіку, а про все інше ви можете передати тим кампаніям, тим інструментам, які, по суті, займаються інфраструктурою і доставкою цих повідомлень. Це досить легко запрограмувати. Мені здається, що по складності чи по легкості, це ще простіше, ніж мобільні аплікейшони. Тобто, для того, щоб написати мобільні аплікейшони, там є UX, UI, бо треба розробити якісь екрани, карту переходів, подивитися, щоб відслідкувати, щоб батарея не закінчилася під час використання. Потрібно подумати, що ж робити, якщо в момент використання вашої програми хтось подзвонить. Тобто, є дуже багато речей, про які вам потрібно переживати, коли ви робите мобільний аплікейшон. Коли ви робите веб-сайт, знову ж таки, у вас є респонсів дизайн, у вас є UX, UI, у вас є якісь сценарії, тобто робота серверу і так далі. Тобто, є величезна кількість задач, які у вас з'являються для того, щоб розробити той чи інший інструмент. Тут же у вас є звичний для людей юзер-інтерфейс, тому що всі знають, що таке месенджер, всі знають, що таке смески. Тобто, це той юзер-інтерфейс, який використовують люди протягом останніх 10, 20, 30 років, коли існують смески, чати і діалоги. Відповідно, ці чотири причини говорять про те, що ваша задача сконцентруватися на безпосередньо логіці вашого бота. Тобто, що ви будете автоматизовувати, що цей бот буде робити, все інше ви можете передати існуючій інфраструктурі. Якщо ви подивитеся на телеграм, є два типи, яким чином ви можете працювати з вашою публікою. Перше, це канали. Канали, по суті, нічим не відрізняються від, наприклад, твітера чи фейсбук-групи, де ви просто підписуєтеся на людину, чи групу, чи групу осіб, і починаєте отримувати повідомлення. Для того, щоб створити телеграм-канал, вам, в принципі, навіть не завжди потрібно програмувати. Ви можете це зробити через бот-фазер, який є в телеграмі. Тобто, задати певні команди, дати опис, сказати, як воно буде називатися, виставити якусь іконку, і, в принципі, у вас є свій бот. Після цього ви можете або особисто писати в телеграм, і всі ваші підписчики будуть отримувати повідомлення, або ви можете запрограмувати це і робити через телеграм-апі. Ну, досить все просто. Насправді, підключення займає, там, 15 хвилин. Є другий спосіб, це ще, яка річ є у телеграмі, це команди. Ну, наприклад, якщо ми хочемо зробити бот, який буде пропонувати чи шукати квитки на потяг, ми, мабуть, захочемо ввести станцію початкову, кінцеву, дату, якісь додаткові параметри. Відповідно, в нас є певний набір команд, які ми можемо запрограмувати. Знову ж таки, це такий досить примітивний інтерфейс, який доступний вам в декларативному вигляді, вам навіть не потрібно там сильно програмувати, ви це можете робити в телеграмі досить просто. Зрозуміло, що і інші сервіси, і фейсбук, і вічат, і всі ці платформи, і месенджери, з якими ви працюєте, в них є певні особливості. Щось є ось тут в фейсбуці, щось є в телеграмі, але все воно приблизно досить однакове. Якщо ви подивитеся на більш такий вищий рівень, зрозуміло, що якщо у вас є боти, у вас є декілька команд, то ви можете працювати з ботом лише в рамках цих команд. І там, якщо у вас є чотири команди, п'ятої, ну, сорі, чекайте, поки буде додаткова опція. Більш високий рівень розробки ботів – це є інтелектуальні боти, або те, що ми говоримо «official intelligence», коли ми пишемо у довільній формі якийсь запит, є певна логіка, яка розуміє, розкладає наш текст на речення, на слова, розуміє суть того, що написано. Це все робиться через алгоритми «natural language processing». І, по суті, якимось чином намагається реагувати на ваші репліки. І якщо ви підключили певний метод чи інструмент машинного навчання, ви можете в процесі навчати вашого бота. Ось недавно був випадок, коли Microsoft запустив свого бота в Твіттері, суть якого була в тому, що він вчився на тих твітах, які йому писали. Ну, так як ви знаєте, що люди полетіли в космос, там, скоро на Марс полетять, створили Теслу, мобільні технології, ну, людство не може нічого поганого навчити бота, ну, мабуть. Ну, це не так. Тому що вже через 20 годин бот написав, що з Мексикою потрібно побути піну і примусити Мексику заплатити за це. Ось. Ну, інтелектуальний бот, насправді. Мені здається, що з Трампом в них риторика, в принципі, співпадає. Ось. Ну, потім пройшло ще декілька годин. Так, і через 24 години, в принципі, його прибили, ну, якби від гріха подалі. І, по-моєму, на наступний день, чи то китайці, чи хтось сказали, що виділяють там дуже багато грошей для того, щоб досліджувати штучний інтелект, ну, щоб таких випадків не було. Ось. Ну, можливо, ви чули про ініціативу Маска, OpenAI. Не чули? Ну, скажімо так, це організація, яка буде досліджувати розвиток штучного інтелекту для того, щоб в якийсь момент роботи нас не перемогли. Ну, я не знаю, насправді, добре це чи погано, але... Ось. Взагалі, де можна використовувати ботів? Ну, є очевидні якісь речі, да, тобто, ну, наприклад, програмісти можуть розробляти свої машин-леонінг, NLP, official intelligence алгоритми, платформи, методи, бібліотеки і так далі. Звісно, будуть з'являтися якісь бот-фреймворки, тобто інструменти для розробників ботів. Звісно, десь це все має хоститись, тобто, хтось повинен кудись відправляти своїх ботів, хтось повинен їх там рейтинг виставляти і так далі. Тобто, будуть з'являтися магазини ботів. Звісно, є такі хлопці, тіпа нас, які люблять розробляти ботів, відповідно, для нас ніша буде, наприклад, як в розробці ботів. Це автоматизація всього, що може бути в бізнесі в різних сферах. Насправді, ось ці боти, вони дуже часто, навіть зараз, коли ми користуємося Gmail, Outlook, якимись бізнес-інструментами і тими самими Siri, в принципі, там оця вся математика, логіка, вона там вся присутня. Друге питання, що ми про це або не знаємо, або воно не оформлено там у вигляді ботів. Але, в принципі, оця вся автоматизація, вона буде все більше, всебічна. І в нових версіях програмного забезпечення ми будемо отримувати рішення, які будуть полегшувати нашу з вами працю. Ну і теж такий досить великий тренд – це боти в маркетингу. Тобто робота з аудиторією, робота в мене, тобто, ви розумієте, 1 мільярд активних користувачів, і у вас є доступ до них. Ви можете отримати інформацію, де вони живуть, скільки їм років, проаналізувати їхню поведінку і так далі. Відповідно, це дуже чудовий спосіб вийти на нові ринки, створити нові маркетингові інструменти, ну і, звісно, продавати якусь рекламу або послуги. І на сьогоднішній момент, якщо ви подивитеся на ті боти, які вже створені, це бізнес, це служба підтримки і це маркетинг. Ну, тобто, три основні речі. Тепер давайте перейдемо до певних інструментів, і що ми взагалі можемо робити на платформі Microsoft з точки зору розробки ботів. Перше, що було анонсовано, це можливість розробки ботів для Скайпа. Якщо ви завантажите нову версію, скоріш за все, вона у вас вже завантажена, ви можете побачити нову вкладочку, яка називається боти. І там уже пару тестових ботів є, і, в принципі, зараз уже ніхто не заважає вам розробляти свої боти для Скайпа. Для цього вам потрібно зайти на Skype.com, зареєструватися на сайті, отримати SDK для розробки Скайп ботів, написати логіку вашого бота, і все інше SDK зробить. Тобто, вам потрібно зареєструвати бота на сайті Microsoft, дати йому назву, отримати певний ключ, вставити його в свій аплікейшн, і, в принципі, ваш бот готовий. Ось тут є посилання на документацію про те, що можуть робити, як завантажити, як це все зробити. Паралельно з цим, Microsoft анонсувало Microsoft Bot Framework. Чесно скажу, я не знаю, чому Скайп не увійшов в Microsoft Bot Framework, чому вони зробили два різних SDK. Можливо, просто за того, що робили дві різні команди, і, можливо, там скоро ми побачимо, що Скайп також війде в бот-фреймворк. Що таке взагалі бот-фреймворк? Це набір інструментів, це набір сервісів, і, по суті, набір певних порталів, які дозволяють вам створювати інтелектуальних ботів, в тому числі навіть без програмування. І, в тому числі, без глибинних знань, математичних методів, систем машинного навчання. Або, якщо ви розбираєтеся і хочете робити якісь свої речі, ви використовуєте свої інструменти, знову ж таки, ви теж можете їх використовувати. Давайте розглянемо, як це працює. Microsoft Bot Framework складається з трьох основних компонентів. У вас на самому початковому рівні знаходиться певний веб-сервіс. Веб-сервіс, по суті, який реалізує логіку вашого бота. Дуже на такому примітивному рівні. На вході у вас є певний текст, або зображення, або відео, тобто якісь вхідні дані. Потім є логіка вашого веб-сервісу, вашого бота, і на виході ви повинні видати певний результат. Це може, знову ж таки, бути текст, це може бути відео, це може бути whatever. Тобто, це може бути все, що завгодно. По суті, на бекенді у вас є один метод, в куди входять всі ваші повідомлення, і ви повинні повернути певний результат. Що ви зробите між цими двома станами, це вже, по суті, ваша задача як програміста. Далі є так звані інструменти, які називаються бот-конектор, який, по суті, займається тим, що мапить ваший ресурс, мапить вашого бота на конкретний веб-сервіс. Реєстрація ботів. Якщо ви хочете створювати ботів, які будуть не лише давати запитання-відповідь, але відслідковувати ще і сесію, і стан, і щоб він ще запам'ятовував, про що ви раніше говорили, відповідно, вам потрібен менеджмент сесії. Відповідно, ці інструменти також ходять в бот-фреймворк. У вас є додаткові сервіси, наприклад, якщо я говорю українською мовою, але дуже мало сервісів, які розуміють українську мову автоматично, тому мені, скоріш за все, потрібно перекласти це на англійську мову і, наприклад, використовувати додаткові інструменти, які існують для англійської мови. Або ні. Тобто, знову ж таки, це набір сервісів, які ви можете або не можете використовувати конкретно в вашому випадку. І, звісно, у вас є певні апі, певні SDK, які дозволяють розробити, які полегшують вам розробку ваших ботів. І у вас є певні канали. Канали, ну, ви розумієте, що як тільки Facebook сказав, що будуть робити ботів, Telegram сказав, що в них будуть боти, зрозуміло, що зараз всі будуть робити своїх ботів. Їх буде досить багато. Досить багато платформ, які пропонують написати ботів саме для них. Ну, наприклад, ви можете зробити ботів в емейлі. Ну, ви пишете емейл, вам автоматично щось приходить. Ну, можете? Можете. GroupMe, Skype, Slack, CMS, Telegram, Web. Тут ще є Facebook, вже додався. Ну, коли був анонс Microsoft Bot Framework, анонс Facebook був за декілька днів до цього. Тому в першій версії Facebook не було. Зараз Facebook теж доданий. Тому, по суті, ви один раз, написавши ось цей веб-сервіс, вам потрібно просто через певний портал, який називається Microsoft Bot Framework.com, якось так, ви просто підключаєте ті чи інші канали, які вам потрібні. Якщо вам потрібен тільки Telegram, окей, користуйтесь Telegram. Якщо вам потрібен і Skype, і Telegram, і Slack, і SMS, і так далі, будь ласка, підключайте. Тобто, для кожного каналу Microsoft розробив певну процедуру підключення, яка заключається в тому, що ви просто, наприклад, йдете на Slack і кажете, я хочу підключити сторонній аплікейшн. Окей, ми реєструємо, отримуємо приватний ключ, отримуємо якусь додаткову інформацію, йдемо на сайт Microsoft, вбиваємо цю інформацію, і таким чином ось ця система розуміє, який самий веб-сервіс повинен обслуговувати конкретний канал і конкретний інстанц цього каналу. Ось таким чином виглядає код на сервері. Процедура, взагалі, яким чином ми можемо написати бот, заключається в тому, що ми завантажимо бот-апплікейшн-темплейт, вони існують на C-sharpі і на Node.js. Тобто, якщо ви не .NET-розробник, ви можете використовувати Node.js. Після того, ви будуєте бот, можете використовувати бот-фреймворк-імулятор для того, щоб зрозуміти, що відправляється на сервер, що відправляється до сервера, там все це відбувається в форматі JSON. І ось так, наприклад, виглядає фрагмент коду, який вам потрібно заповнити. Тобто, по суті, у вас є Messages Controller, який наслідує IP-контролер. У вас, по суті, є одна функція, яка називається пост. У вас на вході є об'єкт типу Message. У Message може бути тип, наприклад, це може бути Message, Video, якісь інші варіанти. І, по суті, ось тут ваша логіка. І ось тут ви повертаєте, наприклад, якийсь текст. Знову ж таки, от що ви тут напишете, це вже, по суті, ваша задача як програмістів. І є ще декілька стрічок веб-конфігів, в Global Asaxi, і, в принципі, все. Тобто, на цьому все інше для себе бере Microsoft Bot Framework. І ці бібліотеки, які реалізовані. Тобто, ваша задача – зробити, по суті, логіку обробки. Ось так це виглядає, після того, як ви задеплоїте ваш аплікейшн, у вас буде ось цей ендпойнт, і, по суті, HTTPS, your bot hostname, slash api, slash messages. І, по суті, це буде ваш ендпойнт, який потрібно вставити в Microsoft Bot Framework для вашого бота, для того, щоб ваш бот розумів, куди відправляти ваші повідомлення. Ось так виглядає, по суті, емулятор. Тобто, з однієї сторони у вас є, ну, скажімо так, емуляція чату. З іншої сторони у вас є JSON, який ви відправляєте на сервер, і який відправляється назад. Тобто, ви можете потестувати, що було відправлено і так далі. Крім того, у Microsoft Bot Framework ви можете виставити автоматичний переклад ваших повідомлень. Тобто, ви можете писати на будь-якій мові, ось тут, якщо стоїть опція перекласти текст, то тут ви будете отримувати оригінальний текст і переклад, який зроблений через Bing Translator. Ви можете це як включити, так і виключити. Ви можете підключити інші бібліотеки і інші сервіси, які будуть робити за вас переклад. Якщо вас не влаштовує, наприклад, Bing Translator. Ось так виглядає сторінка реєстрації вашого бота. Тобто, у вас є Bot Framework Preview, у вас є ваш бот, ви пишете назву, пишете description, вбиваєте ваш endpoint, тобто, ось цю адресу вашого веб-сервісу, пишете якусь додаткову інформацію, email для зв'язку, push, публікуєте, і воно доступне. В принципі, все. Ось так виглядає сторінка після того, як ви створили бота. Ось у вас з'являється AppID, у вас з'являється Primary AppSecret, у вас є, певні, те, що я казав, Translate Channel Messages, OnOff. Чи хочете ви опублікувати його в діректорії, тобто, чи він буде закритий, чи він буде публічний, чи він буде лише для вас. І ось тут ченели, ось всі можливі ченели і ті канали, які ви вже підключили. В принципі, все. Те, що я говорив в WebConfig, і ви просто прописуєте ваш AppID, ви прописуєте ваш AppSecret, і таким чином ви валідуєте, що ваш EndPoint, ну, ви ж можете і чужий EndPoint вставити правильно, відповідно, є певна модель перевірки того, що дійсно той EndPoint, який ви розробили, що ви дійсно розробили саме ви. Відповідно, ви прописуєте ось цей Secret і AppID, і в той момент, коли ви відправляєте повідомлення на сервер, це все валідується, що дійсно це ви відправляєте в рамках вашого бота. Ну, достатньо все просто, як на мій погляд. Ось, як я вже говорив, є певний набір каналів, вони кожен раз доповнюються, тобто, як тільки якась популярна платформа додасть можливість створювати ботів, ми можемо, вони з'являються ось тут. І якщо ви вже розробили свій бот, і тут Facebook випустив свій SDK, свій API, у вас з'являється Facebook. Все, що вам потрібно, це створити Facebook-сторінку, створити Facebook-апплікейшн, прописати AppSecret і зв'язати тут його з Facebook. І через 15 хвилин, приблизно це займає 15 хвилин, через 15 хвилин ви можете, ваша логіка бота буде доступлена в тому числі для Фейсбука. Звісно, відповідаючи на запитання, ну, чи обов'язково використовувати Microsoft Word Framework? Звісно, ні. Тобто, якщо ви хочете писати, тобто, у кожної платформи є своє API, тобто, ви можете взяти Telegram API і написати його, ну, безпосередньо на тій мові, на якій ви хочете, потім взяти Facebook API і для Фейсбука написати, потім взяти WeChat API, ну, і витратити, насправді, там, ну, набагато більше часу. Тобто, зрозуміло, що bot framework, можливо, не реалізує всі можливі сценарії, всіх можливих платформ і всі можливі варіанти, як це можна зробити. Але цей інструмент дозволяє дуже швидко налаштувати бот для всіх платформ, для, там, для десяти платформ за 15 хвилин. Ось, в принципі, його основна задача. Ось так, наприклад, виглядає Skype, налаштування Skype. Коли ви налаштовуєте той чи інший канал, вам розповідається, що вам потрібно зробити, на яку сторінку перейти, які дані вести і який AppSecret чи ID вбити в діалоговому вікні. Після цього ви Connect, воно перевіряє всі ці дані. Якщо все добре, канал з'являється в списку підключених. І ви вже можете знайти цей бот в, наприклад, Skype, додати його до себе і почати з ним спілкуватись. Ну, і скоро обіцяють зробити вже нормальний Microsoft Bot Directory, для того, щоб ви могли не лише працювати з ботами, але й публікувати, можливо, і, скоріш за все, ви зможете навіть продавати ботів. Ну, тобто, це буде такий самий магазин ботів, де ви можете давати доступ до ваших ботів, наприклад, за один долар, чи по підписці, чи ще якось. На сьогоднішній момент, наскільки я розумію, воно в закритому режимі. І чекаємо, коли воно повноцінно запуститься. І тепер, насправді, виникає запитання. Ну, окей, у нас є бот-фреймворк, ми це все налаштували, ми починаємо відправляти певні повідомлення, але все рівно нам потрібно зробити логіку. Ось цю логіку, яка буде розуміти, що ж ми написали, аналізувати це все справу і відправляти певну відповідь. Тому ми зараз переходимо до другої частини, яка називається, які методи, алгоритми бібліотеки можна використовувати для вирішення задачі розуміння того тексту, який пише користувач. Цим займається розділ науки, який називається Natural Language Processing, або, переклад, це обробка нативної мови, на російській мові обробка естественного язика, і безпосередньо підрозділки називаються NER, або Named Entity Recognition, перекладається як знаходження онтологій і сутностей в слабо структурованих текстах. Ідея заключається в тому, я зібрав, насправді, це далеко не повний перелік сервісів та інструментів, які можна використовувати. Кожен з цих сервісів має плюси-мінуси, підтримує ту чи іншу мову або мови. І, насправді, ну, знову ж таки, ви повинні використовувати той інструмент, який підійде конкретно під вас. Тому що всі ці інструменти, вони навчені по різним алгоритмам, вони використовують різну ресурсну базу. І, ну, для якихось задач може підійти один інструмент, для інших задач підійде інший інструмент. Як це все працює? Наприклад, один із таких інструментів, який мені подобається, називається Open Collise. Це інструмент від Reuters, який заключається в тому, що, ну, Reuters – це новинарна компанія, яка збирає, пише величезну кількість новин. Вони це все збирають за довгий-довгий-довгий період часу. І після цього, як вони, ну, тобто, дивіться, в кожній новині є автор, дата, про яку кампанію написали, про яку подію написали, про якихось людей вони написали, факти, і якісь зв'язки між ними. Відповідно, ось ця вся інформація, вона накопичувалася протягом довгого часу. І в якийсь момент вони випустили інструмент, який дозволяє на їхній ресурсній базі робити те, що ми називаємо Name Identity Recognition. Тобто, ми вставляємо певний текст, і нам підсвічують, що це взагалі за тексти, що це в нас за сутності. Що може бути сутністю? Це може бути дата, ім'я, факт, і зв'язки між цими фактами. Ну, наприклад, ось тут ми можемо побачити певний набір сервісів по обробці даних. По-перше, це на якій мові написаний цей текст. Тобто, автоматичне визначення мови. Далі, OpenColice вміє визначати, на яку тематику, якої тематики цей текст. Ну, наприклад, тут написано Broadcasting. Це може бути Internet, Medicine, Politics, тобто, є певна класифікація, яку вони використовують, і, відповідно, ви можете вже зрозуміти, до якої категорії відноситься той чи інший текст. Якщо категорія, наприклад, ну, дивіться, тут 0%, там, от Topics є, Law Crime, 87%. Тобто, ви можете отримати не лише одну категорію, ви можете отримати, наприклад, політика 95%, там, економіка 16%, там, медицина 80%. Тобто, це певна ймовірністна модель, з якою ймовірністю той чи інший текст відноситься до того чи іншого категорії. Після цього ми можемо побачити Entities. Всі Entities розбиваються на групи. Ну, наприклад, кампанії, люди, позиції, це можуть бути факти, тобто, певні категорії, по яким групуються наші Entities. Відповідно, ось це все, ну, плюс, дивіться, тут є ще івентс і факти, тобто, є ще певні взаємозв'язки між різними подіями і різними Entities. Все це ви можете отримати через API, тобто, ви можете відправити текст через API, і в структурованому вигляді отримати перелік ось цих всіх топіків, Entities, івентів, фактів, і використовувати це так, як ви вважаєте за потрібним. Інший приклад – це DBpedia, тобто, я думаю, всі знають, що таке Вікіпедія. Вікіпедія – це HTML, це зібрані знання в HTML-форматі, ну, скажімо так, для людей. DBpedia – це машинний формат представлення інформації, яка зібрана на всіх версіях Вікіпедії. Відповідно, якщо, наприклад, є стаття Вікіпедії на українській мові про Дніпро, є на російській мові, є на англійській мові, є на французькій мові, то для того, щоб отримати всю інформацію, вам треба прийти на всі 5 сторінок і зібрати, наприклад, якщо ви хочете опис Дніпра на 5 мовах, вам треба зайти на 5 сторінок і зібрати цей опис. В DBpedia ви заходите на одну сторінку, яка називається, ну, там, певна адреса «slashDnipro», на якій зібрана вся інформація з усіх версій Вікіпедії, яка структурована по категоріям, по антологіям, по категоріям, і яка дає можливість вам завантажити всю цю інформацію в JSON, в XML, в RDF і в іншому форматі. Знову ж таки, це для програмістів. На базі DBpedia, знову ж таки, так як це величезний масив текстової інформації, і то в DBpedia прийняли за гіпотезу, що якщо в Вікіпедії є сторінка про якусь людину, або про якийсь факт, або про якесь явище, то, скоріш за все, це суспільно важлива інформація, і вона може визначатися як сутність, як ентіті. Відповідно, логіка роботи, тобто, по результатам роботи цього сервісу, принцип роботи приблизно той самий. Ви відправляєте певний текст, і вам підсвічує ті слова, які є в Вікіпедії, і які вважаються певними сутностями. Єдина різниця, що тут різні системи навчання. Тому, наприклад, тут 13-е сенчурі може бути непідсвічене, а тут 13-е сенчурі може бути підсвічене як ентітіс. Тому, знову ж таки, це інструменти, і які ви виберете для свого проєкту, залежить, знову ж таки, від вашого проєкту. Ще один сервіс, який був анонсований Microsoft, називається Lewis AI, це система машинного навчання. Тобто, у вас є, наприклад, певний масив текстової інформації, і ви самі знаєте, які типи антологій, і які типи категорій, і типи ентіті ви хочете визначати з ваших текстів. Тому вам потрібно взяти ось цей весь набір даних, перенести його в Lewis, і руками розмітити ті ентіті, які ви вважаєте, ну, які ви хочете визначати потім. Тобто, чим більше ви візьмете цієї інформації, чим більше ви перенесете в систему машинного навчання, тим кращою буде модель визначення цих ентітів для подальших текстів. Ось тут ви можете вибрати ці типи ентіті, які хочете визначати, і вони, тобто, є якісь певні стандартні, да, тобто, є, ну, наприклад, імейли, там, дати, тобто, ті речі, які є стандартними, і вони можуть визначатися якимись ргексами, регулар експрешнс, якимись іншими словниками, але є ті речі, які важливі лише для вас в контексті вашої задачі. Відповідно, ви навчаєте цю систему, і ось тут, після того, як ви зробили, навчили цю систему, ви можете опублікувати вашу модель у вигляді веб-сервісу. Ваш веб-сервіс буде виглядати, знову ж таки, як певне посилання вебі, і ось тут, знову ж таки, повертаємося до Microsoft Bot фреймворку. Якщо у вас є дані, і ви не знаєте, які методи алгоритми використовувати, ви не знаєте, як це запрограмувати, ви можете це все навчити через систему, взагалі, без програмування, опублікувати це як веб-сервіс, і в Microsoft Bot фреймворку замість свого сервісу, який я показував, як зробити, ви можете вставити сервіс Льюіса. І таким чином комбінація цих інструментів дозволяє вам сконцентруватися на пошуку даних, на їх навчанні, а все інше на себе бере Microsoft Bot фреймворк і Льюіс. Звісно, є багато аналогів, тобто, це не подумайте, що я вас агітую використовувати лише цей інструмент, є багато інших інструментів. Ми тестуємо Льюіс, ми тестуємо від AI, і в принципі їх є набагато-набагато більше. Є ще така штука, називається Cognitive Services від Microsoft, які реалізують велику кількість API. Ну, наприклад, якщо ви хочете Face Recognition, окей, будь ласка, от є веб-сервіс, який ви можете вже використовувати, замість того, щоб писати самостійно. У вас є Bing Speech, у вас є Language Understanding, у вас є Text Analysis, у вас є Knowledge Exploration, Academic, Bing Web Search, тобто, близько 40 сервісів, які ви можете підключати для обробки ваших даних. Все це доступно в рамках Ажур-підписки. Ви платите за тисячу викликів. Ну, тобто, тисячу раз викликали Face Recognition, заплатили 18 центів. Ще один сервіс, ще один інструмент, який пропонує Microsoft, називається Azure Machine Learning, який виконаний у вигляді такого графічного редактору, тобто, знову ж таки, ви тут не програмуєте, ви просто створюєте ось такі Data Flow або алгоритми, алгоритми обробки даних. Тобто, у вас є щось на вході, ви можете підключити будь-який Data Source, ви можете підключити різні варіанти обробки цього Data Source, фільтрація, вилучення даних, які мають пропущені значення, ви можете перевести з одного формату в інший, після цього, наприклад, зробити кластеризацію даних або зробити якісь статистичні розрахунки і в тому числі тут є один із категорій Azure Machine Learning є аналіз текстів, звідки ви будете брати дані, говорити, за яким принципом ці дані мають оброблюватися, публікуєте все як веб-сервіс і підключаєте цей веб-сервіс ваше стороннє програмне забезпечення. На сьогоднішній момент Azure Machine Learning наскільки я знаю він безкоштовний, тобто в принципі ви можете спробувати цей інструмент погратися, вивчити різні методи починаючи ну якщо ви тут подивитесь додіться є Data Transformation Feature Selection Machine Learning математика і статистика OpenCV якщо є якісь речі які вам недостатньо цих методів ви можете вставляти код на R або на Python тобто якісь частини ви можете дописувати якщо цей функціонал не реалізований в рамках Azure Machine Learning ось в принципі це все я вам сьогодні розповів про різні абсолютно різні підходи інструменти все що є на базі Microsoft звісно є велика кількість інших інструментів є IBM Watson є Amazon Machine Learning є Facebook WebMatrix якось так воно називається Google випустив свої інструменти для розбору текстів тобто всі великі компанії в принципі мають набір тих чи інших інструментів і ви вільні вибирати той інструмент який підходить конкретно під ваші задачі дякую за вагу є питання мікрофон спасибо якщо є питання у нас буквально там минуты 3-4 точно є відповіді дякую за допомогу всього если я все же выбрал этот бот фреймворк но мне нужна какая-то кастомная фича могу ли я обратиться к нативному апі или как мне это обойти или что мне делать в этом случае да короткое питание не можете тобто у вас тобто у вас є певна можливість змінювати логіку в том плані що ви можете в залежності від того який тип меседжа плюс кожна система прислає якусь службову інформацію тобто цей джейсон він містить якісь мета інформацію хто чому коли айді тобто теоретично ви можете взяти наприклад айді цього користувача який вам написав і наприклад через фейсбук апі зробити те що вам потрібно але відповідь все рівно буде ну от якомусь там текстовому чи в якомусь xml виді який підходить конкретно під цей канал звісно що на сьогоднішній момент ні фейсбук ні телеграм не підтримує якоїсь величезної кількості функцій тобто більшість цих каналів вони дуже прості отримали текст надали відповідь звісно воно буде змінюватися яким чином Microsoft буде реагувати на ці зміни на сьогоднішній момент я не знаю інструменту два місяці ось на сьогодні це працює ось таким чином але знову ж таки якщо ви плануєте розробляти серйозного бота тобто це буде вашим бізнесом вашим стартапом вашим там ще щось можливо дійсно цей інструмент не буде найкращим але його можна наприклад використати для минимум available product або для демонстрації або для перевірки певних гіпотез але потім він буде написаний наприклад на нативних технологіях то знову ж таки це одна із опцій і ще питання по поводу тестування ви показували там симулятор наскільки я розумію це просто якийсь сферичний симулятор де ми можемо побачити питання відповідь тобто це не конкретно якийсь телеграм або скайп симулятор це симулятор тобто є дві версії симулятора ви можете завантажити десктоп програму на Windows і ви можете такий же самий симулятор є на сайті по суті його роль це коли ви пишете повідомлення ну крім повідомлення відправляється ще велика кількість службової інформації вона відправляється в JSON тобто ваша задача подивитися а що ж туди відправляється що ви отримуєте і коли ви відправляєте відповідь то що саме ви відсилаєте у відповідь тобто по суті це можливість подивитися яким чином сервери і клієнти спілкуються між собою але це такий загальний емулятор він не емулює по суті це просто емулятор передачі даних не прив'язаний ні до скайпу ні до чого тому що оцей протокол ці дані які передаються вони однакові для всіх платформ а вже потім Microsoft на сервері вже розуміє як ці дані інтерпретувати і як конкретно під конкретний канал яким чином переробити ці дані і відправити у тому вигляді який потрібен наприклад телеграму то є виходить я дивлюсь голі дані а якщо мені наприклад відправляють якісь координати і в кожному меседжері підтримуємо ці координати відображаються по-разному чи в виде карти ще щось то я маю дивитися конкретно на цій платформі я зрозумію Дякую Александр дуже цікавий доклад це питання таке а чи підтримують SharePoint Online і Skype для бізнесу от підключення таких ботів хороше питання на сьогоднішній момент Skype for Business в мене немає інформації що воно підтримується а про плани ще рано казати ну ще рано так тобто я думаю що воно буде але поки що просто Skype і про SharePoint теж SharePoint чесно говоря не знаю SharePoint онлайн ось ці всі речі вони з'являються в бізнес-інструментах набагато пізніше тобто скоріш за все потрібно чекати якесь велике оновлення софта для того щоб це все тому що все-таки це бізнес-інструмент вони не можуть якісь експериментальні речі отак прямо та там зараз експериментів дуже багато так так дякую спасибо огромное за выдающийся доклад з рекламою Майкрософта вопрос такий ти говорив об одном із трендів як боти для маркетинга так же упоминав о том що когда-нибудь буде или может быть сейчас є возможность записи даних сесій пользователей що нибудь слышав когда-нибудь или планирується може быть или сейчас є сервіси типа гугл аналитикса или аналитики которые могли бы собирать данные из одного или нескольких мессенджерів і в якому-то віде представлять їх для не программистів для там маркетологів продакт менеджерів і других пользователей этих ботів для саппортерів може быть хороше питання тобто по суті чи є гугл аналитикс для ботів да вчора займався вивченням цього питання такий легкий гуглінг не знайшов таких інструментів тому я думаю що ти можеш написати його і заробити багато грошей ну вот типо пишем но я честно говоря думаю они же должны что-то подобное уже должно быть скорее всего я просто тоже не нашел я трошечки технічно відповім тобто ідея в чому коли у вас є тобто різні системи різні канали тобто телеграм скайп вони по-різному оброблюють яким чином ці повідомлення можуть працювати з точки зору різних діалогів і різних користувачів ну тобто умовно в телеграмі наприклад там є там групові групові повідомлення тобто групи в фейсбуці є групи в скайпі є групи але наприклад в першій версії групові чати в телеграмі не підтримуються а вже в другій версії апі вони підтримуються тому це дуже швидко змінюється і все залежить від того чи дає платформа наприклад шарити вашого бота з різними з іншими чатами і з іншими ботами ось тут такий момент тобто наприклад є чат-бот вибачте є бот наприклад у приватбанка який дозволяє переводити кошти з вашої карти наприклад на твою карту відповідно коли ми з тобою говоримо в телеграмі я можу приватбанковський бот підключити в нашу розмову тому що для цього нам не потрібно створювати додатковий сервіс тобто є боти які є по суті інлайн ботами які ти встановлюєш один раз і вони доступні в будь-якій бесіді наприклад в інших системах цього немає і відповідно ти можеш зробити таку опцію наприклад в телеграмі але в скайпі ти цього не зробиш тому що там зовсім інші способи роботи з колективними якими і от з шарінгом цієї інформації звісно це все буде розвиватися звісно пройде певний час і буде знайдений певний спосіб яким чином отримувати цю інформацію і шарити наприклад деякими людьми на сьогоднішній момент самий такий демократичний меседжер це телеграм який дозволяє досить широкий спектр тих чи інших задач на самий закритий на сьогоднішній момент це фейсбук тобто поки що там є досить примітивний набір функцій які ви можете робити але знову ж таки пройде зовсім трохи часу і ці функції будуть абсолютно розширені і звісно програмісти будуть створювати інструменти для програмістів і для маркетологів і для того щоб дійсно отримувати якусь певну інформацію пасіба нас ще один вапросик є к сожалению время вже да дякую за доповіч мені здається чи може то мені так здалося якась аналогія з системою хрумера та хрефера так само самонавчаючася система є така парсери це мені здалося чи воно дійсно є якісь совмісні ну совмісні розробки може бути команда дивіться з приводу конкретних методів чи алгоритмів тобто самонавчаємі системи насправді ви можете використовувати абсолютно будь-які системи ви можете поставити статистичні методи можете на пайтані це написати можете використати будь-які сервіси нейронні мережі не знаю генетичні алгоритми якісь свої алгоритми які ви розробили тобто питання в тому що ви це просто оформлюєте у вигляді певної функції або бібліотеки і підключаєте до свого бота вибір методів навчання в даному випадку абсолютно ніяким чином не враховується друге питання що кожен провайдер ось цих от бібліотек він використовує якийсь метод навчання наприклад якщо ви зайдете в ажур машин льонінг в нер там використовується певний метод навчання но який конкретно метод навчання там використовується ніхто не знає крім майкрософта відповідно по якимось таким ознакам якщо там ви розбираєтеся в математиці якщо ви можете по певним ознакам зрозуміти яким чином використовуються ті чи інші алгоритми но 100% вам ніхто не скаже в тому числі там в тому самому майкрософті якщо вас не влаштовує ті алгоритми методи і той рівень навчання і достовірність навчання ви просто пишете свою систему використовуючи матлаб статистику будь-які інші інструменти і підключаєте до вашої системи та по-моєму ще одне питання і будемо закінчувати так? Да Окей, Катя Також вийде Дякую за доповідь У мене таке питання як від тестувальника Чи є бути написані за допомогою інструмента Microsoft Boot Framework ну як залежні від оновлення браузера чи оновлення Skype тобто ті аплікації куди він був заімпліментований тобто я як тестувальник наскільки критичні дефекти після оновлення я можу побачити Після оновлення боту чи після оновлення клієнтів? Ну клієнтів так мабуть там Skype чи знаєте як веб-версія Skype у Хромі після оновлення Хрому Дякую хороше питання насправді дивіться от те що там пам'ятаєте слайд був коли казав що там простота звичний юзер інтерфейс тобто боти вони ж ну прості досить тобто є клієнт і є веб-сервіс тобто якщо програмісти ну дуже сильно налажають ну таке теж не можна виключати то звісно в якийсь момент у вас це може поламатись але якщо у вас поламається робота клієнт сервер то скоріше за все у вас поламається все ось оновлення Скайпу насправді тобто коли був Microsoft Build вони випустили нову версію Скайпу де просто додали додаткову функцію яка дозволяє дуже просто шукати ботів але якщо ви будете шукати цих самих ботів через звичну там ну строку пошуку ви також їх знайдете ось і з точки зору ось цього програмного забезпечення і інфраструктури боти це такі самі користувачі просто в нашому випадку є сервер і дві людини а в випадку ботів є сервер і людина ось і все тобто технологічно воно навіть простіше ніж просто звичайне спілкування між двома людьми і в більшості випадків ви просто пишете певне повідомлення і отримуєте назад знову ж таки текстове повідомлення тому з точки зору тестування ви навіть ніколи не здогадаєтеся що на сервері хтось оновив вашого бота і це ну і перехід від одної версії до другої і ви навіть цього не дізнаєтесь якщо вам про це не повідомлять колеги дякую за увагу Спасибо большое давайте поаплодіруемо Александром хочу представити вашому вниманню Алексея Сипенко СТО і основателі такої платформы як Саймон.ео прошу поприветствовать Лешу Доклад у нас действительно буде про функціональне реактивне программировання і у мене сразу вопрос поднімите пожалуйста руки в зале кто любит поднимать руки когда задають вопросы отлично вы мне будете помогать просто поднимайте руки і все периодически вот значит функціональне реактивне программировання давайте разберемся сначала в этимологии это в первую очередь функціональне во вторую очередь это реактивне и в третью очередь это программировання да и в принципе только с программированием более-менее все понятно вот мы вроде как здесь в зале собралось большинство программистов несколько тестировщиков насколько я знаю про программирование мы еще более-менее все знаем а вот с первыми двумя я предлагаю разобраться в первую очередь функциональне давным-давно а я сейчас слайд расскажу про то что я не буду рассказывать ни про один из известных фреймворков ни про один из известных библиотек потому что все что вы можете узнать об этих библиотеках или фреймворках можно почитать либо в редми либо в секции документации в серьезные библиотеки или фреймворки у них целые сайты есть которые посвящены как работать с этим и там на ютубе постоянно каналы в каналы всякие выкладывают видосики как с этим всем жить вот поэтому слайдов про пересказывание редми у меня не будет вот начну с функционального и тут надо окунуться немножечко в историю давным-давно это было очень давно во времена пиратов был клевый чувак вот и этот чувак сформулировал вот эту проблему вот вот это слово оно означает я тут чтобы не перепутать записал это проблема разрешения проблема разрешения она формулирует как решать проблему разрешимости именно поэтому я это и записал проблема разрешимости звучит как дайте мне нечто и я вам отвечу правда это или неправда это проблема разрешимости а проблема разрешения которую сформулировал Гильберт звучит приблизительно как дайте мне утверждение и в пределах той алгебры на которой сформулировано это утверждение можно ли сказать выполняется оно или не выполняется правда это или неправда может быть решено или не может это фактически то что сформулировал этот ученый вот и это было как я сказал уже давно и через некоторое время эту проблему начали решать и решали ее два замечательных товарища это Тьюринг ну ладно чего мы и Чорч вот интересно что Тьюринг был студентом Чорча а Чорч был научным руководителем Тьюринга и все википедии говорят о том что Чорч и Тьюринг решили проблему вот эту разрешимости проблему разрешимости они решили независимо друг от друга в один и тот же год именно по имени Чорча Тьюринга была названа эта теорема теорема Чорча Тьюринга которая доказывает что нет нельзя найти такого универсального алгоритма который четко нам скажет можно или нельзя решить эту проблему вот ну они написали две научные работы очевидно они там перезванивались или переписывались вот и договаривались мол типа я там через месяц напишу работу ты там тоже готовься чтобы вместе со мной написать а то ты же мой студент надо же как-то с тобой работать вот но эти два товарища Тьюринг и Чорч они еще известны благодаря своим другим достижениям и вот эти вот проблемы разрешимости и формулирование теория Чорча Тьюринга она легла в основу двух работ этих Чорча Тьюринга и которые называются рано рано машина Тьюринга и лямбда исчисления это два товарища которые по-своему формулировали проблему разрешимости и пытались доказать что нет нельзя что такое машина Тьюринга более-менее все знают правильно и даже кто-то знает что такое лямбда исчисления но лямбда исчисления как мне кажется знает меньшее количество людей потому что с машиной Тьюринга работают практически все это состояние и алгоритм изменения этого состояния у нас есть такая вот штука которая постоянно мутирует и постоянно находится в каком-то состоянии и собственно благодаря этой машине Тьюринг и пытался показать что нельзя найти такого решения которое однозначно скажет можно ли или нельзя решить ту или иную проблему в рамках алгебры вот и лямбда исчисления это такая штука которую которая по сути является функциональным программированием сейчас ее часто ставят в один ряд с объектно-ориентированным программированием наверное потому что функциональное программирование объектно-ориентированное программирование вроде как обе программирования и там какое-то прилагательное есть но на самом деле нельзя их сравнивать потому что в лямбда-исчислении его можно корректно сравнивать только с тюринг-полными языками, которые основаны на тюринг-машине. Это то, что касается лямбда-исчисления. И лямбда-исчисление, или функциональное программирование, оно совершенно другое. Те, кто на FPP писал, понимают, что там в принципе мы оперируем другими понятиями, в отличие от переменных, которые там мутируются. У нас там есть персистентные структуры данных, много всякого такого интересного. И функциональное программирование само по себе крутое. И Чорч, в отличие от тюринга, основывал свою теорию на абстрактной математике. И в основу лямбда-исчисления легла именно абстрактная математика, а не как у тюринга изменяющееся состояние, которое мы привыкли в принципе оперировать. Именно поэтому, кстати, машина тюринга, как мне кажется, и захватила весь мир, потому что этой штукой проще оперировать, а не потому что там по памяти какие-то быстрее, какие-то гарбаш-коллекторы и прочая штука. Просто потому что она понятнее нашему мозгу. И функциональное программирование, оно настолько крутое и настолько мощное, что в принципе можно даже татуху себе набивать. Вот. И ходите и гордиться этой татухой. Ну, вы главное, когда будете набивать татуху, смотрите, чтобы как-то вот так не получилось. И чтобы вы знали, что вы набиваете. Потому что может получиться какое-нибудь мракобесие. Ну, более-менее с функциональным программированием понятно, а вот с реактивным программированием, сейчас мы поговорим, этот термин, он идет в разрез с функциональным и никак с ним не пересекается. То есть реактивное программирование, оно может быть как функциональным, так и объектно-ориентированным. Даже есть процедурное реактивное программирование, которым я, в принципе, не слышал никогда. Только на Википедии читал. Ну, наверняка есть. Вот. И всеми любимый React, куда же без него, какой доклад обходится без React? На самом деле является не FRP, а объектно-ориентированным реактивным программированием. Они так себя и, собственно, и позиционируют. Вот. И с некоторых пор даже язык ELM, который изначально позиционировал себя как функционально-реактивный язык, сейчас там у них даже есть такая в бложике статья, сказали, что нет, ребят, мы на самом деле, мы тут подумали, мы объектно-ориентированное функциональное программирование. Вот. Так что же такое реактивное программирование? И, в частности, функциональное реактивное программирование. Давайте разберемся. Во главу функционального реактивного программирования, во главе, стоит сущность, которая называется событие. Ну, событие мне слово не нравится, потому что этих ивентов, особенно в JavaScript, просто дофига. И там, если говорить слово event, все начинают пугаться и говорить, вот это буковка E, которая в функцию входит. Я называю это реакцией, просто подобрал красивый синоним. И реакция, на самом деле, может быть все, что угодно. То есть это какое-то временное событие, нечто во времени, которое в себе содержат какие-то данные. И данные могут быть совершенно произвольные, какие вам захочется. В принципе, это единственный способ сообщить кому-то что-то. Надо просто выдать реакцию с какими-то данными, а данные вы, собственно, сами формируете. Дальше мы увидим как. И почему функциональное реактивное программирование вот такое особое? Это потому что, во-первых, функциональное программирование иммутабельно по определению, и реакция, которая происходит, это вот если посмотреть на пространство-время наше, это нечто, которое уже произошло, и менять его бесполезно. Даже если мы что-то поменяем в событии, которое было мгновение назад, ничего по-настоящему не поменяется, мы прошлое изменить не в состоянии. И эта штука лягла в основу ФРП, и оно оперирует событиями, которые уже произошли. Передаются события у нас с помощью цепочки реакций. Если у нас происходит событие А, оно может породить за собой событие Б, дальше С и Д. Помним фильм «Эффект бабочки», ну или теорию, кто-то может знать эффекта бабочки, это когда у нас где-то, кажется, в Аризоне, бабочка махает, машет крылом, и где-то в Японии происходит цунами. И в ФРП есть два вида цепочки этих событий. В классическом ФРП они называются, опять же, события, event и behavior, но я их называю stream и box. Просто выбрал два красивых названия, и в принципе они слегка отражают суть того, что происходит. Давайте по очереди. Сначала box. Box — это у нас функция от времени. То есть у нас в любой произвольный момент времени есть какое-то значение. Это непрерывная функция. И когда мы обращаемся к box, у него всегда внутри есть значение. И потом оно со временем меняется. Если мы попробуем box отобразить в виде какой-то наглядной картинки, я могу предложить вам вот такую штуку. Вы сейчас закройте глаза, и потом в произвольный момент откройте глаза. И вы всегда будете знать значение, в котором сейчас находится box. Хотя он менялся еще несколько мгновений назад, до того, как вы открыли глаза. Если же box представлять в виде графика, то выглядит он будет как-то вот так. То есть это непрерывная функция. В отличие от стрима. Stream — это не непрерывная функция. Stream — это набор пар. Время и значение. Это в какой-то момент времени происходит какое-то значение. В остальные моменты времени у нас нет этого значения. Если представлять это графически, то получится вот такая вот блымающая картинка. То есть если вы опять же закройте глаза, откройте в произвольный момент времени, вы не будете знать предыдущего блыма. Вы узнаете только о следующем блыме. А если представлять это графически, то это будет просто набор точек. Если же мы посмотрим на стрим и box вместе, если их сравнить между собой, отличаться они будут одной маленькой чертой. После мы давайте откроем глаза в момент пунктирной линии и в box мы получим данные от события A, а в стриме мы от него не получим. А вот в момент B мы оба получим события B и от стрима и от бокса. То есть их разница на самом деле небольшая и отличается только в том, что бокс хранит свое значение, а стрим нет. И в принципе вот этими двумя цепочками событий и собственно самими событиями и оперирует функциональное реактивное программирование. И по большому счету из теории как бы все. Примеры бокса это ничто и константное значение. В первом случае это у нас будет пустой бокс, который никогда ничего не пошлет. А в втором случае это кто бы ни подсосался к этому боксу, он всегда получит одно и то же значение 10. В отличие от бокса, которого есть метод ничто, у нас у стрима есть метод никогда. Который ровно точно так же как и бокс никогда ничего не сообщит, но в отличие от бокса у него терминология немножко другая. Бокс в нем постоянно есть какое-то значение, а стрим это какой-то набор событий. Ну и здесь еще два примера. Опять же единственное событие 10, которое происходит один раз, и все подписчики этого стрима получают его единожды, и все последующие об этой десятке никогда ничего не узнают. Ну и пример вызова конструктора, на котором произойдет событие через реакцию, через одну секунду. Более сложные примеры, которые уже взаимодействуют с нашим дом-деревом, с нашим браузером, это получить стрим из промиса, и получить стрим из набора ивентов. Вот в случае с набором ивентов, вроде как все даже интуитивно понятно, то есть у нас есть какие-то события, мы подписываемся на этот стрим, и стрим нам как-то там пробрасывает, дальше будет понятно как. Событие, в реакции которой в данных, лежит собственно сам ивент браузера. А с промисом, это у нас произойдет один раз, промисы такие, они однократные, но тем не менее это все еще конвертируется в стрим. И в принципе, по большому счету, можно сказать с некой натяжечкой, что стрим это такой многоразовый промис, когда можно узнавать о событии много-много раз подряд на одном и том же. Вот два примера об одном и том же, вроде как бы о ивентах в браузере, но они показывают, почему одно из них стрим, а второе бокс. В боксе, в случае бокса, у нас всегда есть позиция курсора. Куда бы мы ни крутили, как бы мы ни отвлекались от работы с браузером, у нас всегда есть какая-то позиция. И это бокс. А вот в случае с кликами по элементу, у нас клик либо происходит в какое-то мгновение, либо его нет. И какого-то значения постоянного у стрима быть не должно, собственно. Мы поговорили про те штуки, как сработать с этими стримами, а теперь, что, собственно, дальше с ними делать. Все знают функцию map. Я тут останавливаться не буду, она достаточно очевидна. А вот реализация map на стримах будет приблизительно такая же. То есть у нас мы получаем стрим, price value, и на выходе у нас получается еще один стрим, значение которого либо true, либо false. Ну, в реакции хранится значение булевое, либо true, либо false, в зависимости от того, больше ли цена какого-то определенного порога или нет. Или, допустим, там, где map, там и фильтр. Мы получаем, фильтруем, получается, цепочку событий в стриме только до тех, которые больше определенного порога. Ну, опять же, реализация фильтра, все знают, для стримов она работает точно так же, как для коллекций. Почему она так медленно кликается назад? Есть еще краеугольный камень функционально-реактивного программирования. Это функция flatmap или bind. В некоторых языках она так, в некоторых так она звучит. И она тоже достаточно очевидна. То есть мы делаем плоский массив массивов, если мы говорим о массивах данных. Если же мы говорим о стримах и боксах, у нас тут появляется проблема, потому что мы можем схлопнуть в один плоский список набор массивов как-то по-простому, потому что там просто лежат значения. В случае же стримов, они растянуты у нас во времени. У нас в какой-то момент времени происходит событие, в какой-то не происходит. Если у нас есть два стрима с асинхронным выполнением каких-то событий, то результирующий стрим, который мы flatmap'нем по этим двум стримам, он должен содержать набор этих значений. Поэтому мы разделяем flatmap на два подвида flatmap'ов и называем их flatmap all и либо flatmap last. Flatmap all – это flatmap, который ведет себя так, как обычный flatmap на обычных массивах. Он их собирает всех в один список плоский и с ним работает. В случае с flatmap last – это не так. Он обычно применим для боксов и выглядит он, как взять последнее событие с последнего бокса, где оно произошло, и положить в результирующий бокс. То есть у нас же, если, допустим, есть пять боксов, их надо flatmap'нуть, у них у всех всегда есть событие, значение какое-то. И мы берем только то, которое произошло последним. Как выглядит flatmap на наших стримах-боксах? Вот приблизительно вот так. То есть у нас есть стрим идентификаторов пользователя, и мы хотим получить данные с сервера об этих пользователях. Мы конструируем набор стримов, которые получают, собственно, эти данные, и возвращаем новый стрим, на котором вызываются реакции с данными от этих пользователей. И получается, здесь у нас порядок user IDs вовсе не такой, какой будет порядком на результирующем стриме, потому что на результирующем стриме они придут асинхронно в зависимости от того, как там у нас сервер отвечает. Функция map, как, впрочем, очень многие другие, если не все функции, реализуется через flatmap. Весьма просто и весьма очевидно. То есть для того, чтобы сделать map, нам надо flatmapнуть по функции, по стримам из одного элемента. Фильтр тоже реализуется через flatmap, но в принципе все реализуется через flatmap. Если вы сейчас начинаете понимать, к чему я веду, то вы, наверное, поняли, что такое монады, ну или вы знали, что такое монады. Но у меня, к сожалению, доклад не об этом. Есть еще одна клевая функция, это zip, ну или zip-виз, которая называется, которая работает, как молния на куртке. Она выбирает пару значений с двух стримов, ну или в двух или более стримов, которые мы подаем ей на вход. И она тоже реализуется через flatmap. Debounce – это та функция, которую я показывал в начале, реализуется через flatmap и функцию later, которая достаточно очевидна. Теперь больше реальных примеров. У нас, значит, есть два стрима, кликов по кнопочке плюс и кликов по кнопочке минус. И мы получаем результирующий стрим, на котором происходят все события сразу. Он тоже достаточно очевидный. Используется функция merge, которую я не описал, потому что она вроде как понятна. Или вот еще несколько примеров. Мы удаляем дупликаты на каком-то результирующем стриме и получаем позиции курсора. Вы знаете, те, кто с джаваскриптом работает, что если мышкой шевелить меньше, чем на один пиксель, то она постоянно посылает одни и те же координаты. И вот skip duplicates – функция, которая скипает повторяющиеся значения реакций, эту проблему решает. Или, допустим, более сложный пример – это когда мы посылаем на сервер только измененные данные формы, а не все подряд, чтобы пользователь тысячу раз клик-клик-клик на сабмите не жал. Пример функции SampledBy мы дальше будем использовать – это функция, когда мы берем результат из одного стрима, когда происходит другой. Тоже достаточно очевидно и тоже реализуется через FlatMap. Несколько примеров еще. Take – это взять первые 10 стримов, take while – взять, пока что-то там происходит, и take until – это как take while, while – только until. И теперь, собственно, настоящий пример от ADAIA. Мы будем реализовать drag-and-drop на вот только что нами написанной библиотеке FRP. То, что я рассказывал, это не какая-то из существующих библиотек, это написанная буквально во время написания этих слайдов. Что такое drag-and-drop? Это перетягивание мыши от момента нажатия вниз мыши до нажатия вверх мыши. И, собственно, так и запишем. Получаем три стрима. Первый стрим называется у нас mouse down, второй mouse up, третий mouse move. Это просто три независимых стрима. В события mouse move мы получим поток событий при любом движении мышкой. А mouse down мы получим при нажатии только на item, а mouse up мы получим всегда. Собственно, как здесь это написано. Теперь сделаем новый стрим, который называется mouse drag, который звучит как делать, пожалуйста, mouse move до тех пор, пока не произойдет mouse up, но с момента mouse down. То есть на моменте mouse down происходит событие, и мы делаем flat map по вот этому стриму, а этот стрим – это фактически позиция mouse move до тех пор, пока не произойдет mouse up. Читается очень просто. Дальше мы mouse move превращаем в поток x, y координат и запоминаем стартовая и текущая позицию. Стартовая позиция – это позиция курсора в момент нажатия mouse down, а текущая позиция – это позиция курсора в момент mouse drag. Разница между start position и current position описывается приблизительно вот так. Мы используем здесь функцию zip ну или zip with, которая получает разницу между этими двумя значениями и у нас получается stream shift position. После этого все, что нам надо сделать, это поменять CSS свойства x и y у какого-то айтема в момент, когда происходит shift position реакция. Это собственно все. Ну, за одним маленьким исключением, чтобы этот пример полностью работал, а он работает, нам надо еще убедиться в том, что эти элементы, айтемы – это, не дай боже, не ссылки, и никто никуда не начнет переходить в браузере. Ну, собственно, это и есть тот самый пример. Как с этим жить? Я уже упоминал несколько библиотек. Самая крупная и самая развесистая – это RxJS от Microsoft. Есть еще не менее крутая, но уже на вольных началах формируемая – это beacon.js, которой я, собственно, и вдохновлялся, когда работал с этими слайдами. И есть Javelin для Clojure-скриптизеров. И есть Elm для всех остальных. Вопросы, может, какие-нибудь? Ну, как светло. Вопросов нет. Все устали. А у нас есть вопрос какой-то. Сейчас, подождите, пожалуйста, секундочку, сейчас микрофон поднесут. Я слышал, что в Backbone там сильно ругают за его производительность, это что он раздуто как-то написан, а кефир, допустим, не сталкивались с таким. Там его сильно продвигают как замену. Но он, правда, от российского, как видим, по названию там кого-то. Я не понимаю, как Backbone связан с ФРП, если честно. Backbone, а, ой, господи, Decon. Decon. Ну, да, действительно, как любое ФРП, как любое ФРП, оно слегка медленнее, чем мутабельные, мутабельные языки, мутабельный вообще способ работать с памятью, да. Это медленнее, но это все решается путем того, что, ну, там на тех слайдах у нас, собственно, события, они, они результируются, они берутся, но пока не вызывается функция onValue, у нас ничего-то дальше не происходит. То есть только в момент onValue начинает вычисляться вся предыдущая вот эта вся цепочка стримовых событий. Поэтому надо просто, как в любом другом программировании, аккуратно подходить к этому процессу и внимательно следить за тем, что нет никаких вызовов, лишних вызовов onValue. И все. Ну, да, с производительностью, как и везде, есть задачи, да, которые нужно решать. Часно, спасибо. А у меня вопрос не по теме. Подскажите, пожалуйста, поделитесь сервисом, в котором вы делали вот такие красивые слайды вашей презентации. Ну, тату, наверное, мы тоже найдем. Вот, спасибо. Спасибо. Этот сервис, это вот эти вот руки, ну вот, и еще один дизайнер. Но вам спасибо за столь высокую оценку слайдов. Keynote, если что. Да, еще вопросы. Обычный PPTX без всякой магии. Алексей, очень шикарная презентация. Спасибо. Спасибо. Такой вопросик. Вы сказали, что с помощью флэтмапа можно построить очень много операторов. Как часто в реальной жизни приходится это делать? Когда это стоит делать? Ну, когда я писал библиотеку для вот этих вот слайдов, это было два года назад, но тем не менее, у нас, в принципе, был написан флэтмап, флэтмап и флэтмапласт, мы их объединили в одну функцию, которая true-false принимает, и либо last, либо all себя ведет. Вот. И все остальные функции были реализованы через флэтмап. То есть есть реальная библиотека, FRP, которая работает на одной большой функции флэтмап. Все остальные функции были сделаны из флэтмапа. Вот. Ну, вообще в любом FP флэтмап – это самая главная штука для монады, которая делается. И, собственно, FP и монады – это как курица-яйцо. Спасибо. И второй вопрос. Вы просто заикнули, что вы делали презентацию, да? Да. Немного раньше. Это, к примеру, связано с сервисом Simon.io? Ну, да, слегка связан. А чем… Ну, порекламируйте немножко, что этот сервис будет делать? Когда его ожидать? Ну, вы сами напросились. Вот. Ну, сервис-то занимается… Это сложный continuous integration сервер и с запуском серверов. Он там построен на базе докера, поэтому у вас там, если есть проект с пятью ветками, там, с пятью pull-реквестами, да, если вы на GitHub это делаете, то сервис Simon.io, помимо того, что пять раз вам запустит тесты параллельно, он еще и пять серверов вам подымет. И у каждого разработчика будет свой собственный стейджинг, а не один стейджинг на всех, который после мержа, вот это вот есть ветка мастера, есть ветка production, которые они там друг к другу подтягиваются и деплоятся. В данном случае он позволяет поднять пять серверов параллельно. Как… Где там FRP в клиенте? И его там уже нет, он там был. Вот, два года назад, а сейчас там его нет. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. На второй вопрос не ответил. Когда ждать? Он в закрытой бете, регистрируйтесь, и мы вам пришлем письмо. Спасибо большое, Леша. Давайте похлопаем Леша. Спасибо вам. Хочу вам представить нашего следующего докладчика. Вот, это, как по мне, человек очень удивительный, я бы так сказала. Потому что при каждом общении с ним ты узнаешь постоянно очень много новой информации. Причем он всегда сможет тебе рассказать именно то, что тебе интересно. И всегда я удивляюсь, как это возможно. Поэтому хочу поприветствовать человека именно такого. Это Дима Маленко, CTO компании Rolab. Вот, Дима сегодня нам расскажет, откуда же приходят новые технологии, и как же уследить за темпами этих технологий. Да, Лен, спасибо. Даже после такого представления я прям даже не знаю, как мне теперь что-то рассказывать здесь. Но я попробую. Обычно, когда я что-то рассказываю под закат мероприятия, или во второй его половине, я благодарю тех слушателей, которые остались и дождались меня, наверное, чтобы послушать то, что у меня есть им сказать. И я обычно говорю, что вот несмотря на такое, вот большое вам спасибо, что несмотря на такую хорошую погоду, на кучу замечательных вещей, которые вы могли бы делать сегодня воскресенье, вы все-таки остались здесь, меня слушайте. Но сегодня, похоже, не тот день. Сегодня как раз наоборот. История про то, что те, кто уже пришел сюда, им вообще некуда идти, там холодина какая-то на улице, несмотря на середину августа. А вторая половина, которая не пришла, она решила, посмотрев на улицу, решила остаться дома и просто попрограммировать. Наверное, сегодняшний день... Черт. Да, это... С онлайном была, похоже, плохая идея. Но, похоже, сегодняшний день это такое вот живое подтверждение той байки, почему Microsoft свой офис сделала в Сиэтле. Наверняка вы знаете эту историю про то, что когда Microsoft только начинала, делала свои первые шаги, когда они вот тот вот самый basic, который они в IBM PC впихнули, они, в смысле, они, Пол Аллен и Билл Гейс, делали это в каком-то... в подвале или в гараже в замечательном городе Альбукерке в штате Нью-Мексико, который очень солнечный, жаркий и все такое. И когда вот они как-то раскрутились, у них куда-то что-то пошло, пришло время, как бы, как у настоящей большой компании, сделать новый офис, вот кампус, ну, чтобы по-взрослому, чтобы как по-настоящему, несмотря на такое вот, может быть, не очень удачное, маленькое название, они стали выбирать, а где же сделать нам новый офис, и их выбор упал на город Сиэтл, который находится в штате Вашингтон, на северо-западе Соединенных Штатов Америки. И поговаривают, что они выбрали Сиэтл, потому что там, среди всех городов Mainland USA, наибольшее количество пасмурных дней в году. Для того, чтобы девелоперы не смотрели за окошко, не видели там солнышко, и не думали о том, куда бы надо бы пойти, как-то скипнуть из этого унылого офиса, а сидели и просто программировали. И, наверное, сегодняшний день к тому живое подтверждение, половина сидит программирует, а половина, спасибо, вам сидит меня слушает. И, наверное, я попробую, вот я думаю, как лучше всего, как более эффектно сделать мне мой сегодняшний рассказ. Может быть, я скажу, что просто никакого рассказа не будет, давайте все пойдем домой. Потому что все, наверное, как устали, вот мы послушали много таких вот глубоких технических докладов про код, списки, математику, здорово, интересно, но все-таки, ну не знаю, как вы, но я так немножечко подустал. Поэтому я не буду, наверное, сегодня такого что-то, чего-то такого вот уж совсем экстраординарно глубокого рассказывать. Я попробую рассказать историю про то, как связаны три вот такие вот вещи. Вот это вещь первая, ну не вещь, объект, да, или вот три сущности, назовем это сущности, да, у нас же там программирование, мы оперируем сущность, это первая сущность, такая вот, это вторая сущность, и это сущность третья, даже ее, наверное, сложно назвать, назвать сущностью. Чтобы устанавливать связи между ними, хорошо бы было их хоть как-нибудь, хоть как-нибудь назвать. Это у нас будет слушательница курсов, курсистка, я не смог перевести это на английский язык, потому что, поэтому получилось то, что получилось. Это, естественно, вареники, не мады правды диты, это вареники, и это передовой край технологии. И вот сегодня мы попробуем эту связь между этими объектами как-то установить. Знаете, когда, не знаю как кто, но когда я начинаю готовиться к презентации, у меня всегда есть моменты, когда я придумываю что-то, какой-то вот образ, или какую-то идею, концепцию, которую хорошо было бы рассказать, и всегда начинает меня терзать сомнение, смогу ли я где-то найти подтверждающую какую-то информацию для вот этой вот идеи, или хорошую картинку, или хорошую иллюстрацию, или вот смогу ли я выразить ту мысль, которая у меня в голове родилась. Но то, с чего я хотел начать эту презентацию, не вызывало у меня абсолютно никаких сомнений. Я хотел начать с того, что все девелоперы, особенно у нас, как-то так сложилось в Украине, очень любят новые технологии. И я точно знал, что для того, чтобы найти подтверждение тому, что девелоперы любят новые технологии, достаточно зайти на любой сайт, где публикуются вакансии, только наоборот, где девелоперы говорят о том, что они хотят какую-то найти работу, например, сайт Genie, и я там без проблем за пять минут смогу найти подтверждение тому, что девелоперы любят новые технологии. Ну, и естественно, это вот один из тех моментов, когда эта уверенность меня не подвела, заходишь на джин, на первой странице читаешь что-то такое, на второй странице или тоже на первой читаешь что-то другое, но все по то же, мы любим новые технологии, дайте нам новые технологии, мы не хотим работать с технологиями старыми и вообще даже не пытайтесь к нам подходить со своими старыми технологиями. И меня как-то в какой-то мере всегда этот факт поражал, ну не могу сказать всегда, потому что я тоже был из вот этих вот людей, которые любят новые технологии, сейчас во мне этого стало немножко меньше, но тем не менее это меня не перестает удивлять, вот это вот наше рвение и желание изучать новые технологии и как-то ставить вот эту вот новизну во главу угла, во главу нашей работы. И я мог бы привести много примеров или аргументов или объяснений тому, почему это так именно вот в наших условиях, в условиях Украины, Днепропетровска, и вот того, как и куда развивается наша IT-индустрия, но это как бы будет отдельный разговор, он немножко не связан с тем, что бы я хотел сегодня осветить, но все равно у меня есть теория, потому что когда мы приходим работать в офис, в обычный хороший офис IT-компании, он выглядит kind of boring, да, вот как вот Билл Гейтс, который со своими дождливыми пейзажами за окном заставляет девелопера работать, такие как бы офисы наши тоже, мы стараемся, чтобы сделать так, чтобы они воодушевляли, но не всегда воодушевляют, ты приходишь на работу, это же работа, ну фана как бы не очень много. И вот когда появляются новые технологии, то как мы видим происходящее вокруг нас преображается, и мы начинаем чувствовать себя просто замечательно. Это вот дает нам буст и как бы классно, новые технологии, вперед, будет здорово. Кто так себя чувствует? Все так себя чувствуют, те, которые не поняли руки, наверное, просто стесняются. Ну, это здорово, это добавляет драйва, мотивации, и как бы это хорошо. Это хорошая технология, новая, замечательная. Кто считает, что программировать на реакте или нет? Программировать на реакте и звучит неправильно. Кто считает, что создавать что-то или использовать реакт, это круто? Вот вообще прям yes. Вот если попал на проект D-React, это вот yes, you have arrived, жизнь удалась. По крайней мере на следующие пару месяцев. Come on, guys. Это круто же. Ну, круто же. Ну, вот прям вот так круто. Вот когда ты с реактом что-то делаешь, это вот прям вот. Вот ты там повелеваешь миром. Правишь компьютерами, браузерами где-то там совсем-совсем далеко. А наверняка из вас есть те, кто, как и я, часто ходит по всяким айтишным конференциями события. Ну, вот есть такие люди. Мы не будем показывать на них пальцами, но они такие люди есть. И вы помните, что, может, пару лет назад была другая такая интересная затея. Которая называлась «Новый сквеллый» и там с разными своими вариациями. Монго деби, я даже уже сейчас не вспомню каких-то других таких вот больших пафосных слов. И тогда же это тоже было круто. Вот прям, прям круто. Сейчас как бы тоже как бы круто, но уже как-то не так. Чуть-чуть более, чуть-чуть не так круто. Если копнуть еще глубже, ну, я не знаю, вот настолько глубже, то я помню те времена, когда появился Ruby on Rails, когда в книжке Джоэла Спольски была целая отдельная статья про то, что такой Ruby какой-то крутой язык, который я даже прочитал, установил Ruby, начал пробовать. Обычно со мной такого не бывает. То есть это было вот вообще круто, вау, супер. Сейчас наверняка есть те люди, которые программируют на Ruby, и с использованием Ruby on Rails. Они делают классные штуки, ну, что-то как-то уже круто, но как-то не так. Вот что-то уже чего-то не хватает, где-то что-то, какая-то харизма или драйв какой-то ушел. И если чуть-чуть отступить на пару шагов назад и посмотреть на эту ситуацию, то становится понятным, что вот это вот то, что круто сейчас, оно как бы меняется, все время меняется. Ну, тут мир развивается, вот это вот то, что круто меняется, мода проходит, мода уходит, ничего в этом удивительного нет. Вот есть колесо какой-то технологии, мельничное, на которое кто-то непонятно, а мы поговорим об этом, кто и как, накидывает, в смысле наливает что-то сверху на него, нового, замечательного. Мы вот этим вот живем, тем, что крутит колесо, а потом то, что уже как бы отработано, уже больше неинтересно, сливается куда-то в отстойник, и там как бы себе живет, и там продолжает подпитывать, может, растения какие-то поливает или еще что-то в таком духе. И вот если не задаваться мыслью о том, что вообще происходит, и смотреть только на вот это вот колесо, и пытаться уследить за тем, что кто-то невидимый или неведомый наливает на него и заставляет его крутиться, и пытаться уследить за вот этими всеми технологиями, то можно, а может и нельзя, то как бы можно вообще запутаться, и вот как бы потерять line of sight. и интрига потерялась, да, потому что вот здесь вот и прослеживается первая связь. Вот те, кто смотрит на вот это вот колесо и стараются словить то, что откуда-то там падает, и забраться на одну ступеньку повыше, чтобы работать на еще более новой технологии, не в обиду будет сказано, но мне напоминает слушательницу хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, которая думает, что творог добывают из вареников. Вот точно так же и у нас есть, и у меня есть такие ситуации, и такие периоды в жизни, когда я вот хочу схватиться за вот этот вот творожок, который непонятно откуда выпадает. Он выпадает, он вкусненький, давайте я его сейчас съем и сделаю что-то замечательное, здоровское и классное. Но если все время жить в такой вот реальности, то ваше мировоззрение может очень сильно измениться и преобразиться. Да, оно преобразилось в неправильную сторону, но пока вы смотрите сюда, гипнотизируетесь и пытаетесь расшифровать, что же там происходит, то если смотреть только на вот это вот колесо и пытаться уследить за его вот этим вот мельтешением, ничего путного не получается. Вы будете как вот эта вот гипертрофированная или атрофированная или аноморфная белка бегать по этому колесу, выскочить из него, посмотреть где, где, что, как, и снова вы вяжете в колесо, учить новую технологию и там что-то делать, то, что делают все, все обычно. И вот это неправильно. Из этого колеса нужно выходить, и сейчас мы вместе с вами попробуем это сделать. Ну, вернее, я расскажу свои взгляды, как выйти из этого колеса, перестать там крутиться и начать жить здоровой такой девелоперской жизнью. Ну, соответственно, да, вот что нам нужно делать для того, чтобы не бегать, как белка в колесе. Давайте себе представим ситуацию. Вот сегодня, нет, я забегаю вперед. Сегодня воскресенье, и поэтому нам всем несложно представить завтрашний понедельник. Все представили завтрашний понедельник? Ну, примерно так. Вы приходите на работу, начинаете что-то делать, и рано или поздно вы открываете браузер, у многих это происходит, к сожалению, раньше, чем позже, и заходите на какой-нибудь хабр. И с этого хабра на вас начинает смотреть огромное количество новых технологий, про которые вы никогда, может быть, дальше, раньше не слышали. Но они начинают на вас смотреть. Местами пристально. Вы на какие-то из них начинаете обращать внимание, пытаетесь понять, какие-то из них вам начинают нравиться больше, чем другие, может быть, даже больше, чем те технологии, которые вы уже используете, и возникает желание о том, что а вот нужно бы, а вот как бы перейдем же, будет же лучше. И вот тут надо остановиться. Потому что технологии, да, они всегда будут на вас смотреть, потому что есть люди, которым это выгодно. Но ваша задача посмотреть на них, увидеть, чем они отличаются, и для себя сделать осознанное решение, куда же нужно двигаться дальше. И вот сейчас мы попробуем эти осознанные решения принимать вместе. Из всего вот этого богатого многообразия технологий, которые на вас могут сваливаться, есть одна очень простая категория. Это новые технологии или обновления, которые обновляют вашу платформу. То, на чем вы разрабатываете. И тут я платформу определяю достаточно широко. Это то, на чем строится ваш продукт. Если приходит обновление или новая технология для вашей платформы, новая платформа, ну вот ваша новая технология как платформа, новая платформа как технология, вы программируете, ну используете, например, dotnet 3, выходит dotnet 4. Вот такого рода обновления обязательно нужно использовать. Такие обновления нельзя пропускать. Это вот как бы самый простой вариант. Если обновляется платформа, вам нужно идти за ней и обновляться за ней. Как бы тут очень просто дать категорический ответ, что да, это нужно сделать. Немножко сложнее объяснить, почему я считаю, что действительно тут нужно поступать именно так. Но я, несмотря на сложности, попробую это сделать. Прямо сейчас у вас на глазах. Если представить себе все многообразие технологий, то интуитивно мы можем их поделить на две большие категории. Вот если я вам скажу, что вот у нас есть какой-то проект, я не знаю, это же такое банально-бухгалтерское приложение, которое мы хотим сделать, или новый модуль для банально-бухгалтерского приложения, и давайте мы его будем разрабатывать на Delphi. Значит, вы мне скажете, у-у-у, ты что, Delphi, это же как бы не то. Ну, интуиция срабатывает правильно. Delphi уже как бы не то для современного дня, для сегодняшнего дня. Это как бы что-то не то. Это то, что находится вот в этой вот красной, условно-красной зоне на вот этом вот слайде. Если я вам скажу, давайте мы будем делать новую социальную сеть, нет, я не буду вам этого говорить, меня сразу бросаете помидорами, но мы будем делать новое приложение для управления warehouse. И мы скажем, что мы его будем делать как мобильное веб-приложение, чтобы можно было использовать вообще любое устройство на складе, вдруг его там раздавят или еще что-то с ним делать, чтобы просто мне жалко было выбросить, взять другое и продолжить работу. Поэтому мы не хотим использовать какие-то дорогие устройства. И давайте мы будем делать это при помощи, I don't know, React Native. Вы скажете, о, да, sounds good, вот как бы может сработать. Интуиция нам подсказывает, что это как бы вот это вот самая синяя, условно-синяя зона на данном слайде технологии, которые как бы хорошо или условно можно использовать для создания нового продукта или для развития уже существующего. И если отойти вот туда вот где-то в конец зала и прищуриться вот интуитивно, глядя на вот эти вот все разные технологии, то между ними, вот между красной и синей зоной можно увидеть линию, которую я называю technology baseline. Это вот тут среднемировой крейсерский уровень того, как создаются приложения на текущий момент. И если вот размышлять о вот этом technology baseline, его можно сравнить с вот этим вот указателем мирового рекорда у спортсменов, которые плавают. Вот текущий мировой уровень, вот он, вот он нарисован. Соответственно, то, что ниже текущего мирового уровня, вот это вот Delphi, вот эта вот красная зона предыдущего слайда, это вот вы вот где-то здесь находитесь. А если у вас что-то есть, что выше текущего мирового уровня, то это вот зона вот эта, и как бы можно там чувствовать себя более уверенно и как бы двигать вот эту вот планку мирового уровня вперед. Ну, достаточно такая простая идея. И возвращаясь к платформенным обновлениям, объяснить их будет достаточно просто. Если вот глядя на вот это вот technology baseline, решить, что технология или переход на новую технологию, он для вас, для вашего продукта, для вашей компании, может играть только две роли, по большому счету. Первую и вторую. Первая роль – это закрыть gap с текущим вот этим technology baseline, с текущим мировым уровнем. Если у вас есть сейчас продукт, разработанный на Delphi, то вы отстаете от мирового уровня, и вам нужно срочно закрывать вот эту вот дыру, потому что те, кто находится впереди, могут что-то делать быстрее, лучше, удобнее, эффективнее, с меньшими затратами, чем вы. Вам нужно закрывать эту дыру, вам нужно догонять уходящий поезд вот этого технологического baseline, который все время движется вперед. или, если вы настолько мощны, мудры и дальновидны, то вы можете перейти на какую-то технологию, а еще лучше, мы об этом поговорим, придумать какую-то свою новую технологию. Это может вам дать гигантский скачок вперед, который позволит вам опередить ваших конкурентов и, в общем, пожать плоды своего праведного труда. И с этой точки зрения объяснить, почему платформенные обновления всегда нужно воспринимать так и переходить на новые версии своих платформ очень просто, потому что текущая версия вашей платформы находится чуть-чуть ниже technology baseline. Microsoft, Apple, what have you, выпустили IDE, SDK, платформу, которой вы пользуетесь два месяца назад. За эти два месяца technology baseline уже ушел вперед. Поэтому текущая версия вашей платформы находится чуть ниже этого baseline. Соответственно, предыдущая версия находится совсем не совсем я, наверное, переувеличил, но достаточно далеко от этого baseline и переход на новую версию всегда осмысленно позволяет вам закрыть вот тот gap, который возникает в данном случае. И это такая вот первая простая идея и простое обновление. Если у вас обновляется платформа, на эту технологию обязательно нужно переходить, чтобы не было потом мучительно больно, потому что, может, и не удастся догнать вот тот поиск, который был на предыдущем слайде. Ну, естественно, вот этот вот technology baseline, как я уже несколько раз сказал, он все время движется вперед. Он не стоит на месте. То, что было вчера круто, вау, замечательно, сегодня становится так, так себе, а послезавтра это становится уже как бы либо само собой разумеющейся штукой и удивительно, и пользователи или кто-то начинает вас спрашивать, как у вас этого нету, либо просто вы, оставаясь на вот этом вот уровне, который, с которого мир уже шагнул вперед, не можете двигаться с такой же скоростью, с которой этого бы хотелось. И вот с этим technology baseline, на него можно навесить линейку, которая двигается вместе с ним. Вот чем дальше в синюю область от technology baseline вы уходите, тем больше шансов сгенерировать вау-фактор. Если у вас есть какая-то новая, если есть что-то новое, которое находится вот здесь, намного больше шансов, что это вызовет у пользователей вау, когда они будут это видеть. Либо тем или иным образом вы сможете обеспечить тем, кто платит вам деньги, вот это вот самое вау, либо сделав что-то очень-очень быстрое, либо сделав что-то очень-очень хорошо. А по мере того, как это появилось вот здесь, вот эта вот technology baseline движется вперед и она превращается из вау в kind of cool, окей, в me too, да, у меня тоже теперь такое есть, я тоже теперь программирую на реакте. Когда, как только платформа, вот платформа, вот то, что вам дает вендор, то, что вы получаете из коробки, как базовая среда разработки для того устройства, либо для той экосистемы, для которой вы разрабатываете, как только вендор дает вам инструменты, вот на те, делайте вот это, вот такими вот простыми, простыми тулами, мы переходим на уровень average job, когда кто-то, закончив трехнедельный, нет, я привлечу трехмесячные курсы программирования где-то в Бангладеш, может сделать такое же крутое приложение, как год или полгода назад делалось на вот этом вот уровне. Ну, сейчас он его делает, но это уже никого не удивляет. И по мере того, как этот technology baseline убегает вперед, то, что попадает в красную зону, это уже must have. Вы не можете эффективно двигаться вперед, если у вас нет вот технологий, которые находятся где-то, где-то вот здесь вот. Ну, такая вот простая, простая относительно концепция, вот это вот будущее и прошлое, которое бежит вперед, и рядом к ней прилеплена линейка, которая все время передвигает то, где находится вау и остальные, остальные разделы вот этой вот шкалы того, как мы можем подходить к тем технологиям, которые мы могли бы использовать в нашем продукте. все движется вперед, и это хорошо. Ну, я уже как бы об этом сказал, да, что baseline движется вперед, и здесь один есть такой вот неочевидный момент, как то, как приложения, с которыми взаимодействуют пользователи, влияют на то, как они видят или каким они хотят видеть ваше приложение. Несколько лет назад еще бытовало такое мнение, что если вы разрабатываете для интерпрайза или для какого-то корпоративного клиента, то там как бы вообще не очень надо париться может быть там с дизайнами, еще с какими-то такими вот штуками, потому что ему придут к этому клерку, скажут, ты юзаешь вот эту софтину, вот только вот эту ты можешь поставить себе на компьютере, ты там должен делать такие-таки-таки операции. Раньше это работало, потому что пользователи, как правило, не видели чего-то другого. Сейчас, когда у них на компьютере в одной вкладке браузера открыт Gmail, который работает очень супербыстро и красиво в соседней вкладке браузера будет открыто ваше приложение, которое перезагружает страницу по 10 секунд на каждый клик или на каждый экшен, то у пользователя начнут зарождаться какие-то сомнения, что то приложение, которое вы ему подсовываете, оно как бы не очень хорошее, если бы оно работало быстрее, как Gmail. У него все происходило бы намного лучше, он начнет капать на мозги своему начальнику, который заставляет его этим приложением пользоваться, а начальник через начальника через своего начальника начнет капать на мозги начальник тех девелоперов, которые подсунули ему такое приложение и волей-неволей им придется как-то подтягиваться к мировому бейзлайну и то, что сейчас каждый из людей взаимодействует с огромным количеством ультрасовременных приложений как бы заставляет этот бейзлайн, по крайней мере в части пользовательских ожиданий двигаться вперед намного намного быстрее. Естественно, все стремятся то, что находится на самом вау-факторе, завернуть в что-то простое, чтобы как можно большее количество людей могли этим воспользоваться и использовать в своих приложениях. Все движется вперед. А давайте теперь посмотрим на две такие вот реакт. Мы уже про это говорили, да? Про реакт. Реакт все еще, как мне кажется, он находится где-то вот в этой вот синей зоне. Еще не так уж много систем используют эту библиотеку. И тут, как бы, вот когда я говорю, когда вы говорите реакт, вы имеете в виду вот этот вот реакт, там пишется все что-то. Когда я говорю реакт, я имею в виду другое. Я имею в виду очень быстрый дом. Для меня реакт это очень быстрый дом апдейты. Когда вот Facebook его сделал для чего? Для того, чтобы решить свою проблему. Как сделать так, чтобы пользователь оставался у них в приложении, не уходил куда-то в другое место, как быстро давать ему новый контент. И они этот контент решили. И вот эта вот технология быстрого обновления страницы, она сейчас еще все еще, все еще крута, все еще хороша. Поэтому если вы работаете в таком бизнесе и думаете о том, нужно ли туда переходить, то как бы еще еще есть шанс, когда это приносит результат. А есть еще одна технология, про которую наверняка многие даже не думают, что это технология. Тут, наверное, может быть есть еще два или три человека, кроме меня, которые помнят те времена, когда еще не было Ajax, вот как такового, как широко доступного инструмента. Но все согласятся с тем, что без Ajax сегодня никуда. Если вы разрабатываете приложение и не используете Ajax, то вообще говоря, непонятно где вы были последние 10 лет, наверное, примерно, примерно как-то так. И вот если посмотреть на этот самый Ajax и вспомнить те времена, которые были до Ajax или то, как появился Ajax, оно может навести нас на очень интересное размышление. Давайте попробуем посмотреть. Ну видите, 2016 год, а как бы все равно перенос презентации с одного компьютера на другой, как-то негативно сказывается на ее внешнем виде. Но идея в том состоит, что в 2000 году, когда Ajax как технология и вот ее квинтэссенция XMLHttp Request была впервые использована в таком замечательном приложении от замечательной компании Microsoft, которое называлось Outlook Web Access. Ну тогда, поскольку это был такой внутрикорпоративный продукт, он не... многие люди о нем не узнали и вот обратили внимание на технологию в году 2004, когда Gmail всему миру показал смотрите, как круто же можно делать приложение в браузере. И все так сказали, точно круто можно делать приложение в браузере. И уже к 2007 году каждый, каждый Чо и его мама могли с помощью Ajax, такого вот кусочка дополнения к Ajax, просто перетягивая компоненты на веб-страницу и устанавливая какие-то свойства реализовать Ajax. То есть то, над чем три года назад бились лучшие умы планеты, через три... в 2007 уже было доступно ну вообще любому. А в 2016 это просто вот само собой разумеющееся. Это как знать, что такое вот if, while, repeat, ну repeat уже не знает, это по скале же люди, люди не учат. Вот какие-то такие вот базовые, базовые вещи. И вот пока мы были вот здесь вот, использование этой штуки, это вау, это круто, это дает реальный бенефит. Когда мы находимся вот здесь, то это уже как бы никому не интересно, уже все так делают, это статус-кво, это современное состояние мира. Ну естественно в 2016 мы не встретим человека, который не умеет пользоваться Ajax, если он делает что-то, что-то для веба. Ну и как бы без Ajax не было бы возможно многое из того, что мы видели. Ну и естественно как бы вырезка из малой Википедии про то, что кода раньше было много. Когда это вау, это трудно. Если вы делаете что-то и это легко, это не может быть вау. Если вы делаете что-то и это просто, то это уровень Average Joe, потому что он тоже может взять и просто-просто сделать. Ну и это как бы естественный ход событий, естественное развитие технологии. Ну соответственно как бы вопрос, да, вот есть вот этот React, есть вот это вот еще что-то новое в синем области, что еще не все используют. Как бы вот, ну что, как прыгать-то можно уже, туда нужно переходить? Это даст нам тот рывок, даст нам вот эти вот самые признания, статина так раньше и толпы благодарных пользователей? Не знаю. Нет у меня готового для вас ответа, но есть готовые размышления на эту тему. Давайте попробуем посмотреть на несколько вот таких вот технологий, ну которые, как мне кажется, были знаковыми в те времена, в которые они были знаковыми. Ну естественно, мы начнем с предания старины глубокой Ruby on Rails. Если есть здесь те, кто программировал когда-то на Ruby on Rails, они наверняка знают, что это Ruby on Rails пошел из компании 37 Signals, которые сейчас стали компанией Basecamp, которые продвигают, разрабатывают продукт, который называется Basecamp. Но в те времена они были просто Web Development Studio, то есть они делали много-много-много веб-проектов разных. И они делали это на Ruby, я уже не помню, почему так получилось, но да, это и не важно. Но они поняли, что для того, чтобы быть конкурентными на том рынке, на котором они работали, им нужен был какой-то удобный инструмент делать много разных веб-сайтов, которые имели какую-то базовую интерактивность, взаимодействие с базой данных. Вот эти вот все хорошие штуки, которые мы ожидаем от веб-сайтов таких вот средних. Вот они и сделали, они решили свою проблему, потом посмотрели, что это вообще как бы классная штука. Из этого получилось. Они использовали ее в середине у себя для того, чтобы достичь каких-то бенефитов, которые выделяли их над конкурентами, которые тоже создавали веб-сайты, может быть, там, cut and paste или еще как-то, не используя код. И вот это использование Ruby on Rails позволяло 37 сигналам делать это намного эффективнее. Потом они поняли, что это как бы классная штука, она может быть полезна для других, они ее заопенсорсили, и потом все прибежали и тоже начали это использовать. Но когда это начали использовать уже все, то это перестало быть таким вот выделяющим фактором. Потому что все, вот я, вот вы и вот вы могли взять это Ruby on Rails и быстро клепать, неправильное слово, но быстро создавать несложные веб-приложения. Ну, может быть, даже и сложные вот Twitter пытался создавать сложные веб-приложения. Ну, такой вот паттерн. Ну, окей, с Ruby on Rails это сработало. Какое-то время была популярная история про bootstrap. Мы все мучились с CSS, как бы поняли, что нужно как-то делать страницы красиво, а не просто Times New Roman, черный на белом фоне. А к дизайнерам обращаться как бы сложно. Они такие люди непонятные, делают что-то медленно. А потом они такое нарисуют, что ты смотришь на это и не знаешь, как это реализовать, а красиво сделать хочется. Ну, вот вы помните те времена. Они, к счастью, уже прошли. И точно такие же времена были у ребят из Twitter. Они... разрабатывали свою платформу на Ruby on Rails, имели кучу всяких проблем, и поэтому разрабатывали много внутренних инструментов для поддержания или управления вот той системой, которую они создают. Я не знаю, как у вас, но у нас, мы не очень большая компания, мы виртуализируем приложения, но у нас вот есть одно, два, три внешние вещи, которые мы называем продуктами, которые мы показываем всему миру. Но я, наверное, с легкостью нас считаю десяток внутренних инструментов, которые мы используем для того, чтобы этим всем хозяйством управлять и развивать, и двигать его дальше. Точно такая же история была у Twitter, только у них вот этого внутреннего хозяйства было еще больше, чем у нас. И в какой-то момент у них возникла проблема, что это все хозяйство выглядит очень по-разному. И люди, которые взаимодействуют с чем-то одним, когда им нужно взаимодействовать с чем-то другим, они смотрят на это как баран на новые ворота и как бы путаются, возникают ошибки, ну и всякие вот такие вот плохие вещи, которые возникают из-за несогласованности UI. И мудрые ребята из Twitter решают что-то с этим сделать, собираются и придумывают bootstrap. Делают его, используют внутри, существенно ускоряют разработку вот этих вот внутренних инструментов для них. И потом, когда они уже поняли, что это классно, вот это нам приносит замечательную такую вот пользу, давайте мы его отдадим всем остальным, пусть они тоже попользуются. Ну и теперь, когда этим стали пользоваться все, мы в Twitter, в Facebook или где-то возмущаемся, о нет, опять еще один сайт, сделанный на bootstrap, ну что вы люди, невозможно же на это смотреть. Когда это стало уже доступно всем, это уже перестало быть дифференчейтером. Все уже могут быстро сделать относительно красивый, удобный веб-сайт. Это уже не дифференчейтер, когда это доступно всем. Ну и даже без реакта. С реактом примерно та же история. Вот я уже начал говорить про то, что Facebook работает как? Деньги Facebook в рекламе. Реклама в глазах пользователей, в их внимании. Чем больше внимания пользователя приковано к Facebook, тем у Facebook больше денег. Ну там таргетирование, вот эти data science, вот это вот все там, конечно же, присутствует, но этого всего не будет, если пользователи не будут своими eyeballs смотреть на страницы Facebook. А если пользователь все время видит одну страницу, ему через 20 секунд становится скучно и он хочет куда-то уйти. Поэтому ему нужно показать, что, оу, чувак, ты еще не все прочитал. Там есть new stories. Ты нажимаешь new stories, если ты будешь 10 секунд ждать, пока эта новая story загрузится, ты уйдешь, не посмотришь, реклама не будет, денег не будет, все будет плохо. Поэтому Facebook надо сделать так, чтобы вот все новое к вам в браузер или в то приложение Facebook, которое вы смотрите, поступало быстро. И ребята нашли способ это сделать. Они его сделали. Впервые React был использован в Facebook в 2011 году, в 2012 он был использован на Instagram, на сайте Instagram.com. И только в 2013 он был open sourced. Вот эти вот два года, пока этим пользовался только Facebook, они смогли сделать очень многое. И вот хотя в то время говорили, что Facebook там все будет плохо, непонятные бизнес-модели, как-то там все будет странно и непонятно, финансовыми результатами Facebook в этом году, вот конкретно в 2016 все просто восхищаются. Но когда все начали использовать React, это уже как бы неинтересно, оно уже не приносит такого бенефита и постепенно это перейдет к какому-то базовому уровню разработки веб-приложений. Ну, я думаю, вы заметили некоторую похожесть от того, что я здесь пытался рассказать на вот этих вот трех примерах. Вау можно получить и пожать плоды вот этого создания или технологического вау для пользователей в том продукте, в котором вы разрабатываете, только если эта технология еще не доступна для широкого массового применения. Если для этого уже есть фреймворк или библиотека, то вы этим не удивите. Передний край, он находится дальше этого всего. И я недаром заговорил про вот этот вот самый передний край, потому что кроме вот этой вот линии, которая определяет базовый, как бы базовый уровень комфорта и эффективности в разработке программного обеспечения, есть еще вот этот вот уровень. Этот уровень вот его передового края, за которым стоят еще какие-то неизведанные дали, где появятся какие-то технологии, которые пока что выглядят в виде каких-то идей у людей, которые работают вот где-то там далеко, которые сталкиваются с проблемами, про которые мы еще не знаем, и они придумывают, как эти проблемы им решить. И по мере того, как вот эта вот вся конструкция движется вперед, из этого технологии Frontier, из этого переднего края технологий начинают вылупляться вот эти вот те самые новые технологии, про которые мы рассуждаем, нужно на них переходить или не нужно. И вот если вы запомните из всего того, что я сейчас рассказывал только одну мысль, то эта мысль должна быть вот эта. Передний край технологий, он состоит не в использовании реакта или каких-то вот новых, модных штук, про которые кто-то где-то уже написал. Передний край технологий, он состоит в создании этих вот технологий для того, чтобы решить те проблемы, с которыми еще никто не сталкивался. И вот это вот как бы связь, да, того, что не стоит быть слушательницей хореографических курсов имени Леонардо да Винчи и выковыривать технологии из того, что подается уже на тарелке, а нужно смотреть дальше и стараться находить для себя задачи, которые будут сложными и работать над их решением. Ну как бы тут все просто, это как бы еще такой вот summary того, о чем я говорил. Переход на новую технологию, это он может вам дать шанс не закрывать вот этот gap, не догонять уходящий поезд в будущем. Поэтому если вы видите, что где-то появляется что-то, что уже кто-то сделал, ну оно может избавить вас от каких-то лишних затрат и сэкономить время на чем-то, ну не знаю, вот там Bootstrap тот же пример, на верстке какой-то. Нет смысла дизайнить какие-то внутренние тузы, их можно сделать на Bootstrap либо на другом, любом другом аналогичном фреймворке. Это нужно делать, потому что когда все будут там выкатывать изменения быстро, вы будете делать их по два дня, вы начнете отставать еще больше. Поэтому переходы вот эти вот там, где они оправданы для того домена, в котором вы работаете, их делать нужно. Настоящие прорывы происходят там, где вы выпрыгиваете за доступные технологии. И я не включил это в презентацию, но буквально две недели, три недели назад Dropbox опубликовал тоже новую технологию сжатия изображений, которая позволяет им на 20% сэкономить место для хранения фотографий, которые загружают пользователи. Я всегда смотрю очень внимательно такие штуки, потому что мы там виртуем, виртуализация, передача графической информации в вебе для нас очень важна эффективность. Я на все такие штуки смотрю. Но вот как бы это очередной пример того, как ребята решили проблему, вот они вот в этом вот технологии фронтире не смогли себе сэкономить 20% на хранение изображений, и потом как бы отдали это всем. И когда теперь это все начнут использовать, то это как бы уже не будет чем-то таким особо выдающимся. Это уже могут сделать все, и если раньше Dropbox мог тратить на 20% меньше, чем все остальные, то сейчас все смогут тратить на 20% меньше, чем все остальные, но все-то уже потратили, а Dropbox еще не потратил. Как бы главная мысль, передний край, он там, где есть еще нерешенные задачи. Ну и естественно, если вы где-то, так получилось, что вы где-то плететесь, это плохо, плохо сказал, что так получилось, что те технологии, с которыми вам приходится работать, они уходят за технологию бейзлайн, то имеет смысл предпринять все усилия для того, чтобы к этому технологию бейзлайну подтягиваться. Соответственно, если вы одеваете вот такой вот костюм, не идите учить в нем новую технологию, не идите в нем, не знаю, что этот товарищ в этом костюме такого делал, он там боролся с монстрами какими-то. Вот идите и ищите новых монстров, с которыми бороться, а не просто красоваться на площади и позировать с детьми где-нибудь в парке или в Диснейленде. Ищите для себя сложные задачи, не ищите для себя новые инструменты для того, чтобы их изучить. That's it. Если есть вопросы, то я попробую на них ответить. Спасибо за интересный доклад. А где вы? Здесь. Такой вопрос. На одном известном портале DoUA читал достаточно давно, около трех лет назад, статью, когда был сильный дефицит кадров. Статья называлась как-то по-умному, но, по сути говоря, это было переломать и своим девелопером ноги. То есть, один человек призывал в разработке использовать Delphi. Никто его не использует, а вы используете, ваши специалисты никуда не денутся от вас, и, соответственно, вы будете постоянно в профите. Но зато вы пожертвуете современностью. Как вы относитесь к такому подходу? Я к нему не отношусь. Но хороший вопрос. На самом деле, у меня про этот вопрос есть история, я в конце скажу, из него станет понятно мое отношение. Мы занимаемся тем, что мы виртуализируем приложение. Мы можем взять приложение, которое работает на десктопе, и с помощью нашей специальной магии сделать так, чтобы с этим приложением можно было работать просто из браузера, из любого устройства. Ну, делается это на пальцах достаточно просто. Там запускается где-то виртуальная машина, в которой виртуализируется все, с чем это приложение может работать. Мы как-то эту информацию используем для того, чтобы воссоздать приложение в браузере. Вот это то, чем мы занимаемся. К нам очень часто приходят компании. Вот одна из тех, кто приходил недавно. Ребята делают приложение не на Делфи, но вот на технологии из тех времен. Они делают приложение для управления парком частных самолетов. Вот если у вас есть маленький аэропорт где-то в Америке, и там хостятся, гнездятся, располагаются вот такие вот маленькие самолеты, которых в Америке достаточно много, эти самолеты должны тоже подвергаться правилам большой авиации. Если где-то производитель выпускает обязательную maintenance procedure или Federal Aviation Agency выпускает какой-то бюллетень, что нужно сделать, обязательно что-то с самолетом проверить, они должны как бы это делать для этих самолетов. И ребята, вот эти вот, которые делают на условном Делфи программу, они вот как бы на этом рынке работают, позволяют автоматизировать и упростить работу такого рода фирм, которые мониторят такие самолеты. И они пришли к нам и говорят, у нас проблема, помогите нам. К нам приходят люди и говорят, что им нужно вот эту вот софтину запускать на iPad или на каком-то другом Chromebook. Там механики какие-то покупают дешевые Chromebook для того, чтобы следить за тем, что с самолетом было сделано или не было сделано. И мы им стараемся помочь. И таких компаний намного больше, чем вот этот вот один пример. И объединяя вопрос с вот этой вот историей, можно сказать, что я негативно отношусь к такому призыву, потому что придет момент, неожиданный момент. Никто не мог предвидеть, что у пользователей не будет Windows-лэптопа для того, чтобы запускать эту программу. А так оказалось, что через пять лет это все пропало, и весь их бизнес, по сути, находится под угрозой. Им кто-то звонит, потенциальный клиент, а софтина очень недешевая. Там подписка стоит пару тысяч долларов в год на одно место использования вот этой вот штуки. Он звонит, вы работаете на iPad? Нет, не работаем. Окей, мы пошли к каким-то конкурентам, и есть все шансы, что их бизнес вот так вот пойдет вниз. Это может быть не такой яркой истории, если мы какой-то софт разрабатываем для внутреннего потребления, но рано или поздно момент вот подобного рода придет и будет очень сладко из-за того, что мы отстали от поезда прям уж совсем чересчур. Спасибо за ответ. Спасибо за доклад. Вопрос, на самом деле, два вопроса такие. Вот вы говорите там, не гоняйтесь за технологиями, гоняйтесь за интересными задачами, там, сложными задачами. Я как раз обрабатываю. Решайте сложные проблемы. Да, да. Примерно то же самое. Суть в том, что, как правило, сложные задачи, они, ну вот, не валяются просто так вот в открытом космосе сами по себе. Как правило, пути решения к сложным задачам, они приходят как раз-таки через смежные области, другие технологии. То, что тоже развивается вот прямо сейчас. Поэтому если, ну вот вообще не смотреть на то, что происходит, а там, я не знаю, просто зацикливаться на том, что вот скоро там Microsoft или Oracle обновит какую-то нашу платформу, мы станем ее использовать без, в принципе, ну скажем так, без того, чтобы смотреть по сторонам и, возможно, чуть дальше. Ну, как бы, это, в общем-то, бесполезно. И второе, если заглядывать вот совсем уже наперед, то есть, да, возможно будет, или мы сделаем технологию, которая даст нам возможность через пару лет, там, взять и резко обогнать конкурентов. Насколько это, в принципе, имеет смысл вкладываться в подобные разработки с точки зрения компании, потому что, как правило, это дорого? Два вопроса, я тоже на них попробую дать два ответа, но, как всегда, я сталкиваюсь с проблемой того, что я не помню первый вопрос. Первый вопрос, слишком. Давайте второй сначала. Второй, нужно ли вкладывать... И насколько ли это разумно? Нужно. Вот, как бы, рискованные, наибольшие дивиденды дают какие-то рискованные вещи. И надо вкладывать не просто в технологии, в новое что-то ради нового чего-то, а надо вкладывать в то, что является вашим core competency, сделать что-то такое, что ваши конкуренты сделать не смогут или не смогут повторить, когда вы покажете это всем. Если мы... Хотел сходу пример какой-то готовый придумать. Ну вот, с тем же, 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 с тем же... Вот TensorFlow, который Google недавно за open sourcil, они его внутри использовали уже очень много лет. Они уже извлекли кучу пользы для себя из вот этого вот продукта. Они уже научили кучу вот этих вот своих нейронных сетей или чего-то там, что оно обучает или что совершенствует вот эта вот технология. Они это уже сделали. И теперь, когда они показали это всем и все схватились и начали это использовать, они все равно уже не смогут догнать Google. То есть мы... Они, по сути, с их точки зрения... Ну, сложно, конечно, там залезть к ним в мозг и говорить, что вот они думали именно так. Ну вот, как бы перекладывая, скажем, на нашу компанию, я думаю, что мысли у них были похожи. Они решали для себя определенную задачу. И они для себя ее решили. Потом они это решение обкатали. Обкатали еще раз. Оно хорошо работает, приносит пользу. Мы уже из этого извлекли максимум, что мы могли в технологическом плане. То есть оно уже у нас работает, оно нам уже дает результаты. Давайте мы теперь извлечем из этого какие-то дополнительные дивиденды. Будем выглядеть хорошо в глазах технического сообщества. Привлечем какие-то силы к тому, чтобы они нам помогали это как-то развивать, фиксить. Для каких-то сценариев, которые мы, возможно, не видели. И как бы будем двигаться вперед. Но они вложились, по сути, не в новую технологию, а в то, что они решили задачу, которая для них была важна, которая входила в их корневую компетенцию. И вот за счет этого они оправдали свое вложение, что ли, в решение этой задачи. А вот созданная технология в какой-то мере является побочным продуктом такой деятельности. Спасибо. Первый вопрос, в общем-то, можно сформулировать теперь на базе второго. То есть, возможно, проблемы, которые перед нами стоят, условно говоря, их можно решить частично с помощью тех технологий, которые сейчас находятся, уже существуют, находятся там на вот этом вашем фронтире. Но они, конечно, не полностью решают наши проблемы, но не смотреть на них просто глупо. Как бы, можете прокомментировать? Да, да. Ну, как бы нужно двигаться, потому что там, хорошо, там какой-нибудь условный Google с этим TensorFlow уже пожал какие-то свои большие плоды, но если окажется так, что то, что они сделали, лежит на нашем курсе, и нам это тоже поможет, то имеет смысл, опять же, в зависимости от ситуации, компании и тех планов, которые у них есть, постараться скорее на этот корабль запрыгнуть, запрыгнуть быстрее, чем все остальные, чтобы в тот момент вот эта вот разница, когда она у нас уже работает, а у них еще не работает, тоже получить себе какие-то дополнительные дивиденды. И я вспомнил, что я хотел на самый вот этот первый вопрос сказать, что мне бы очень хотелось, чтобы мы как разработчики меряли свой успех не тем, что я знаю Ajax, React, Bootstrap и еще что-то, какие-то много других каких-то страшных слов. А что мы говорили, я сделал вот такую вот штуку, которую больше никто не делал. Потому что вот сейчас я бы, наверное, скорее взял человека, который сказал, я сделал свою реализацию красно-черных деревьев, которая работает вот для таких вот сценариев на 10% быстрее, чем стандартная библиотека, чем того, кто... Что-что? Ну, даже если это на Делфи, that's fine. Если он объяснит, почему он это сделал на Делфи, ну, может, у него так жизнь сложилась, что это нужно было встроить в Делфийскую систему. Кто знает. Чем человеку, который будет бить себя пяткой в грудь и говорить, что я там React или еще что-то там прям вот делал и там любую новую технологию разорву за полчаса. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вопрос касательно open source. То есть я зацепился за Bootstrap, когда вы говорили, что вот Twitter для себя решили проблему, а потом они обнародовали, и каждый из нас говорит, о, вот еще один сайт на Bootstrap. О, этот тоже на Bootstrap. Так вот, все-таки, вседоступность open source проектов, она тянет бейзлайн, ну, технологий бейзлайн вниз, или все-таки продвигает его вверх? Нет, она его как бы тянет вверх. Просто как бы технология вот на вот той карте условной, которая была у тех технологий, остается все время в одном месте. Вот она там, где появилась, вот она там и остается по отношению ко всему остальному. Дереву или не дереву, или графу технологий, который уже есть. А бейзлайн, он как бы ползет вверх, и рано или поздно он накрывает собой эту технологию, делает ее такой, которая просто must have. Если вы этим не пользуетесь, то вы существенно теряете и проигрываете конкурентам, потому что все они этим уже пользуются. Это входит в базовый набор инструментов, которым пользуются разработчики. И open source эту как бы штуку подвигает вверх, потому что там прочитав об идее делать что-то, идешь на гитхаб, находишь библиотеку, которая это делает, и оп, оно у тебя уже есть в проекте. То есть оно помогает сблизить придумывание идеи, придумывание технологий в широком смысле с тем моментом, когда широкие массы начинают его использовать в разных своих проектах и задачах. Спасибо. По-моему, вот тут еще был вопрос. Дмитрий, с первой парты вопрос. С благодарностью, Дмитрий. Ну, коллега уже ответил на часть вопроса, который я хотел задать. Ну, а вторая часть, вот скажем такая. Работа во фронтире предполагает все-таки высокий уровень специалистов, которые должны быть на фирме. Ну, говоря языком альпинистов, это должны быть, ну, минимум кандидаты в мастера в спортах, чтобы идти где-то к вершине. А основное стадо, ну, я извиняюсь, а не кошерное выражение, скажем, электронное стадо программистов, уровень не такой высокий. То есть их надо подтягивать, их надо обучать. Любое движение стоит денег. У вас вообще был опыт, когда не только положительная работа, ну, вот обучили команду, а выхлопа нету, а бюджет потрачен. Или у вас так все хорошо, все 99% великолепных выхлопов, этот 1% не влияет на общий выход. С благодарностью. Такой вопрос с противоречивой мотивацией, потому что, конечно, у вас все хорошо и замечательно, но на самом деле нет, это жизнь и всякое бывает. Да, бывает такое, что, бывает разное, бывает, как на уровне людей, мы в людей вкладываем, и потом от них не получаем ожидаемого результата. Такое бывает, бывает, мы вкладываем в технологии, в то, чтобы на них перейти, и даже вот тех людей, от которых есть результат, они обучились, они этот результат дают, а оказывается, что этот результат – это не то, что нужно. Ну, это бывает. Нам как бы в таком стартапе чуть, может быть, проще где-то в этом плане, потому что есть замечательная поговорка «Hire slow, fire fast». Как бы нанимать, подбирать людей нужно долго, чтобы найти того, кто нужен, а если кто-то не справляется, его нужно быстро, как бы это не приятно звучало для всех участников процесса. Но если кто-то не справляется, если кто-то не может лезть, вот как кандидат в мастера спорта впереди связки, то, может быть, он может где-то в другом месте лезть в конце, если они забираются не на такую сложную гору. Для каждого человека, наверное, можно найти место, где он может приносить пользу. С благодарностью. С первой парты вопрос. Дмитрий, спасибо за интересные мысли. И вы рассказывали про появление Ruby on Rails фреймворка, а я в то время помню, был еще такой фреймворк, Merp назывался. Один из прямых конкурентов Ruby on Rails. И половина разработчиков после открытия Ruby on Rails начали изучать Merp и прогорелись тем, что Merp просто не дошел до вот этого вот бейслайна. Как быть с теми технологиями, которые отмирают еще в условно синей половине? Ну, они, как там это было, то, что мертво умереть не может. Ну, да, они умирают, это неизбежный процесс. Я тут как чего-то такого не скажу. Точно так же, как стартапы или идеи какие-то не появляются, но какие-то из них умирают, потому что они не могут пережиться с технологиями. Особенно на том раннем этапе, когда есть проблема и какие-то альтернативные варианты решения. Какое-то из них, если это действительно такая вот острая проблема, которая многих цепляет, наверняка потом какое-то из этих двух альтернативных решений станет таким вот превалирующим. Если сделать неправильный выбор, то лучшее, что можно посоветовать, это постараться разглядеть, как можно раньше, что выбор был неправильным, и сделать его в правильную сторону уже, с учетом той информации, которая была получена. Спасибо большое за доклад, мне тоже очень понравился. Я хотела вас спросить, вот ваше мнение, вам не кажется, что жизненный цикл инновационных проектов, он стал короче? То есть проекты стали быстрее устаревать, я имею в виду технологию быстрее устаревать. Да, стали быстрее устаревать. Да, и не кажется ли вам, что когда-нибудь наступит такой момент, что просто жизненный цикл проекта инновационного не будет просто уже укладываться в рамки его окупаемости, в рамки срока окупаемости его? То есть будет экономически неэффективно эти технологии разрабатывать? Я думаю, что такого не будет, потому что если что-то экономически неэффективно, оно не может долго существовать, и значит оно умрет, и останется то, что медленнее было. Ну вот тут можно посмотреть на, это конечно глобально, но на айфон, да, когда только начиналась вот эта технология смартфона вот такого вот вида, обновления айфона выпускались регулярно раз в год. Раз в год выходил конкретно реально новый айфон. Потом, начиная с айфона 4s, они конкретно реально новые айфоны стали выгодить раз в два года. Потому что как бы уже больше нечего туда пихать, и вот экономической целесообразности пытаться что-то собрать новое с таким вот коротким циклом уже не было. Да, чего-то обновляли, чтобы какие-то другие маркетинговые составляющие работали, но по сути как бы новые технологические решения стали появляться раз в два года. И сейчас мы видим, что вот если верить слухам, то айфон, который выйдет в октябре, пардон, в сентябре, он будет тоже не особо новый, он будет такой же как 6 и как 6is, только там что-то будет чуть-чуть что-то более интересное, а вот уже в следующем году сделать что-то новое. Мы видим, что по мере того, как происходит образование нового рынка, технологии очень быстро, технологии, технологические решения очень быстро сменяют друг друга. Но когда этот рынок проходит какую-то определенную точку насыщения, что он уже больше не готов воспринимать новые технологии. Мы уже все купили эти айфоны, они уже все работают достаточно хорошо, и мы не можем себе представить, что же там нужно сделать такого, чтобы мы купили новый айфон. И точно так же у ребят из Apple такая же проблема, они не могут, ну им сложно представить себе, хотя я уверен, что над этим постоянно думают, представить себе, что же такое нужно впихнуть в новый айфон, чтобы мы его купили. И вот когда приходит вот это вот насыщение, оно естественным образом замедляется, и вот это замедление диктуется как раз экономическими составляющими. Хотя в то же время вот айфон замедляется в каком-то другом месте, я не знаю, там в Watch или еще где-нибудь, этот процесс может наоборот приобретать какие-то черты ускорения, что не могли раньше чего-то делать, теперь придумали, как делать эти миниатюрные девайсы, и сейчас оп-оп-оп, очень быстро технологии пойдут вперед. Я не думаю, что вот этот процесс приведет к тому, что экономически он будет не sustainable. Если он будет не sustainable, он умрет, и останется тот, который sustainable с экономической точки зрения. Ну, речь же идет не о конкретном проекте, а, скажем так, о подходе к этим инновациям. То есть прежде чем мы дойдем до этой точки, будет как бы многие потерпят финансовые неудачи, поэтому... Точно. Рынок, конечно, хорошо регулирует деятельность отдельных экономических субъектов, но он и жертвы определенные приносит. Да, ну, жертвы, к сожалению, будут всегда. Тут, получается, это зависит от того, как смотреть на каком-то микроуровне отдельной компании. То, что технологии вот так вот бегут, это может эту компанию привести к тому, что она умрет быстрее, чем она могла бы, из-за того, что она сделала какие-то неправильные шаги, или что-то недостаточно быстро сделали, либо, наоборот, сделала что-то совсем быстро. Но с точки зрения глобальной индустрии, если мы возьмем там много-много этих компаний, то в среднем по палате все будет хорошо, потому что те, у кого хорошо, они как бы хорошо, а те, у кого плохо, они как бы чуть-чуть плохо, и в среднем оно все будет двигаться вперед. Ну, это как, я не знаю, это, наверное, не самый удачный пример, но он такой вот иллюстративный, как вакцинация. Вакцинация позволяет существенно сократить количество случаев какого-то заболевания, но при этом в случае, что такое заболевание все равно будет, потому что вирус в дикой природе где-то в какой-то странной форме может возникать, все равно будут какие-то неприятные ситуации, кто-то все равно будет болеть этой болезнью, но это количество будет очень небольшим благодаря вот этой вот вакцинации. Вот эта вот вакцинация, это вот эта самая невидимая рука рынка, которая держит компаний или индивидуума в отдельных от того, чтобы делать совсем какие-то безумные вещи с экономической точки зрения. Спасибо за ваше мнение. Раз, можно? Дима, спасибо большое за шикарную философскую презентацию. Много раз повторили слово Delphi. Скажите, случаем не с Delphi ли вы начинали когда-то давно? Да, все начинали с Delphi. Да, я тоже, наверное. Спасибо. И второй вопрос. Просто очень заинтриговала вещь, которую вы делаете. Вот, насколько я понял, это какой-то сэндбоксинг для приложений старых, да? То есть, скажем, вопрос первый. Это, скажем, вы с веба транслируете доступ к приложению, либо вы действительно делаете сэндбокс на клиентах, таких как iOS и Android? И второй? Приложение само запускается на сервере где-то там, а клиент – это только отображение. Ну, наверное, самая простая аналогия – это remote desktop, хотя это не совсем, или совсем не то, что мы делаем. Приложение работает на сервере, а на клиенте есть только просто внешний вид этого приложения. Само приложение работает в облаке, а не в каком-то хитром сэндбоксе или виртуалке на клиентском устройстве. Спасибо. Это на самом деле очень классно и интригующе, потому что все мы гонимся за ксамаринами, всякими кроссплатформенными инструментами, как написать на клиентах. Да, на самом деле вот есть вот такое замечательное решение, которое гораздо, наверное, экономически эффективнее. И второй вопрос. Так как вы, в общем-то, как бы делаете такую обертку для старого приложения, то есть по факту это там, скорее всего, что-то, в общем-то, старого. Я тут должен сразу спросить, это не обязательно старые приложения. Старые приложения – это один из юзкейсов. Например, другой юзкейс – это супер-мега-модное новое современное приложение, которому нужно очень много ресурсов. И как бы получить много ресурсов в облаке намного проще, чем на каком-нибудь хромбуке или каком-то не очень мощном лэптопе. Поэтому мы работаем и так, и так. Да, это верно. И, собственно, вопрос. Если вы поддерживаете вот приложение, например, скажем так, ну, с немножечко устаревшей технологией, да, а платформы-то обновляются, вот насколько, скажем, ваше решение, оно безопасно, и насколько, ну, скажем так, как вы боретесь с тем, что клиентские платформы растут, да, там они обновляются все время, вот, а вы, в общем-то, оборачиваете нечто, ну, достаточно стабильное долгое время. Насколько это безопасно, насколько вы решаете вопрос вот security и взаимодействие с вот этими вот постоянно обновляющимися и бегущими, в общем-то, клиентскими платформами? Ну, они бегут бы отдельно и независимо друг от друга в каком-то смысле. И вот те предложения, которые запущены в облаке, они запущены каждый индивидуально, изолированы от всего остального. То есть вот пользователь, когда с ним взаимодействует, у него нет шансов вообще никаких, он by design взаимодействует с чем-то другим, чем то, что он запустил. Там есть как бы протокол, интерфейс, через который это все происходит. И если там на клиенте появляются новые версии браузеров с новыми какими-то возможностями, то мы как бы стараемся, если это как-то нам помогает, их интегрировать в наш клиент и его развить, но при этом серверная часть, она осталась такой же, как была, потому что интерфейс не поменялся. Если для чего-то нужно поменять интерфейс, то меняем интерфейс и обновляем и ту, и другую часть. Спасибо большое, очень классный, элегантный. И еще раз спасибо за доклад. Спасибо. Еще вопросы есть? Еще один с первой парты сколько же? Короткий вопрос. Дима, расскажи, пожалуйста, про Sonar One буквально пару слов. Спасибо. Пару слов. Это был мой вопрос. Ну, не, на самом деле я очень люблю подкасты, как я говорю, я слушаю подкасты с 2003 года. Я Дима, я слушаю подкасты с 2003 года. В прошлом году один из моих коллег уехал в Индию на стажирование. Он закончил университет и через Айсек нашел стажировку в Индии. И на полгода уехал в Индию. Я понял, что это мой шанс рассказать миру, через него рассказать миру о том, как живется разработчиком в Индии. И мы так сделали подкаст «Доброе утро, Индия», записали 16 выпусков. Потом он вернулся в Украину. Как бы тема вот эта вот индийская сама по себе иссякла. А как бы подкасты продолжать хотелось. И потом, там долго ли, коротко ли, возникла идея сделать такую вот целую нетворк, или там сеть подкастов, которая получила название «Sonar One». У нас сейчас есть три подкаста. «Not Invented Here», там где я всякую такую вот, типа вот этой вот, хотел сказать о хинею, но потом подумал, что это как-то неправильно будет. Какой-то такой философии рассказываю. Есть подкаст «Байвикли», где мы с Вячеславом Рудницким обсуждаем всякие вещи, связанные со soft skills, с продуктивностью, командной работой. Есть подкаст «Английский чай», где наши коллеги рассказывают про английский язык и то, как его эффективно использовать. Ну, с такой вот сквозь призму IT, потому что они очень много работают с IT-шниками, которые учат английский язык. Это больше, чем два слова получилось. Спасибо большое, Дима. Давайте еще раз поаплодируем. На этом конференция «IT нон-стоп» в Днепропетровске завершается, но мы не прощаемся с вами. Мы ждем вас всех 17 сентября в Киеве на такой теме конференции, как JavaCraft. Спасибо большое. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok